Здрасте, как у вас ничего? Здорово, да. Папа пришёл, папа пришёл. Разбежали себе по комнатам. Всем здрасте, добрый вечер, этот день настал. Даже непонятно, что конкретно вы имеете, что мы имеем в виду под этот день. Этот день колеса авторитета или этот день распаковок, или что там ещё у нас сегодня, хреново гора каких-то непонятных игр. Ура, крутки! Вам нужны крутки. Просто признатись, вы подписались просто потому, что вы лудоманы внутри. Вы понимаете, что сами крутите вы квартиру нахуй свою скрутите и баню заодно. Но если крутит Григорий Араевич, в общем и целом, не так и страшно, да? Пусть крутит он. Всем привет, здорово. А колесо крутим в начале или в конце стрима? Вот чтоб я вам сейчас сказал об этом, да, типа в начале, в конце, в середине. Может вам ещё конкретное время сказать, чтоб вы пришли к конкретному часу, к конкретной минуте. Сейчас пойдёте своими делами заниматься, кто-то на свидание поедет, у кого-то баня сегодня в понедельник. Угу. И потом только придёте, киданёте свою Нэнси в колесо и уйдёте. Знаю я вас, блядь. Знаю я вас. Ну, случайно. Произойдёт как вот подарок такой. Хоба, колесо! Поэтому надо держать руку на пульсе. Всегда надо держать руку на пульсе. Не надо рассчитывать на то, что я всё взял, сказал, сейчас, когда колесо, когда это, когда то. Чебурашка вперёд! Так и планировалось, конечно. Но нет. Придётся сидеть, придётся сидеть. Всегда с драганием ждать, что сейчас, сейчас будет колёсико. Жму руку. Здорово. А, это вы там жмёте друг друга, лудоманы. Сегодня колесо авторитетов? Да! Неоднократно же сказал. Ведь несколько дней об этом говорил. Что будет трансляция как раз-таки после, в аккурат после второго Сайлент Хилла. Второго-второго Сайлент Хилла. Будет колёсико авторитетов. Да, заших авторитетных авторитетов, которые вы там копили всё это время. Мы на Твиче уже хренову гору месяцев. Почти два. Скоро будет два месяца на Твичке. Я скажу, когда эта дата, она не считается. А чью посылку открываем? Их три. Их три от разных людей. Я буду зачитывать. Они как бы горочка вот так вот стоят. Я знаю, что есть посылка от Даши, посылка от Саши и посылка от Стаса. Их три. Блин, у меня сегодня кот умер. Увы, соболезную животные умирают. К сожалению, или даже, может быть, к счастью, раньше людей. Их есть кому хоронить и помнить о них как о лучших моментах в своей жизни. Когда ты заводишь животное, увы, ты заведомо понимаешь, что, ну, если всё сложится так, как сложится в базовой, так скажем, да, истории, то животное умрёт раньше, чем ты. И тебе, к сожалению, придётся с ним проститься. Животные живут меньше, чем люди, как правило. Поэтому, увы, хоронил тоже кота, кошку хоронил, попугайчиков закапывал, много чего было. Я ещё был мелким, когда у меня подох попугай. И мне дали уникальную возможность похоронить его самостоятельно, со всеми почестями. Я был, наверное, единственным человеком, который, по всей видимости, не разрыдался. Но мне было стрёмно прикапывать тельца. Это было не для ребёнка, короче, не для ребёнка. Потом и кошку. Ну, нормальная эта история уже. Я не думаю, что у меня какие-то были привязанности к тем животным. Но сейчас я понимаю, что, возможно, мой мир рухнет в случае, а это произойдёт рано или поздно, ухода животных, с которыми мы сейчас живём. Потому что завести животное во взрослом возрасте, когда ты сам покупаешь их, когда ты сам их, что называется, приобретаешь, заводишь уже, когда ты осознанный человечек. Это другой выбор. Не выбор твоих родителей, не твоя какая-то детская хотелка, вот эта вот ерунда. Знаешь, хочу собачку. Так ты за ней не ухаживаешь, нихуя, за этой собачкой. С ней выгуливает в итоге её отец. Кормит её мать. А ты просто, типа, развлекаешься с этим пёселем. А когда это осознанный твой выбор, конечно, утрата вот этих вот членов семьи, их именно называют, член семьи, когда ты самостоятельно их заводишь во взрослом возрасте. Возможно, мой мир порвётся, но я об этом не думаю, потому что... Ну, а зачем? Да? Но в любом случае соболезную. У нас есть донат один, который пришёл за 30 минут до начала трансляции. И он тоже нихуя не увеселительный, но, к сожалению, придётся его проиграть. Ещё и обсудить. Бабуси. От анонима, кстати. Привет, точка. Переживаю сейчас не самый благополучный период жизни. Сегодня получила сообщение, что отец накинулся на мать с кулаками. Он выпивает. Много и часто точка раньше, когда жила с ними, неоднократно пыталась поговорить и вразумить. Но вся бестолкнула, точка, не знаю, чем сейчас помочь им и зачем пишу это. Вот смотри, дорогая, да, получается, девочка, ты. Я просто сталкивался с такой залупой. Я знаю, о чём ты пишешь. Я понимаю твои боли и страдания. Плюс ко всему ты как будто бы хочешь даже чем-то помочь или ещё что-то. Знаешь, что самое стрёмное? Это будет цинично, на самом деле, звучать. Сейчас будет такой достаточно стрёмный ответ, который у меня родился ещё, когда этот донат пришёл за кадром. Только-только я вошёл в студию. Туда-сюда и вот оно. Я скажу, как есть. И, блядь, вот что хотите, со мной делайте. Твоя мама, вообще наши родители в таких вот ситуациях, как это, да, там, когда они ругаются, дерутся или ещё что-то. Твоя мама, к сожалению, сама выбирает такую жизнь, сама выбирает этого человека. Это её выбор. Она не уходит, потому что это её выбор. Это какая-то странная, извечная проблема, которую нельзя решить. Невозможно. Ни ребёнок не поможет, ни органы какой-то власти, которые приходят, постоянно, что называется, их разнимают, да, там, говорят, выписывают штраф. А ну, блядь, не дерись. Этому говорят, а это, и говорят, не провоцируй. Не пей, не выпивай. Это, ну, червяк, я не знаю, змей, да, он не зря назван. Алкоголь — это змея. Я знаком с этой историей только без алкоголя, просто драки родителей или ещё что-то. Я знаю, о чём ты пишешь. Увы, помочь нельзя, потому что ты вообще не фигурируешь в этих конфликтах. Мама сама выбирает такую жизнь, она сама выбирает этого человека. И, к сожалению, даже в случае, если ты придёшь, вот так вот их разнимешь, скажешь, мам, давай ты одна, как ты поживёшь, они всё равно сойдутся. Это классический вот этот вот ход. Они всё равно сойдутся. Будут жить вместе, мама всё простит, и продолжат существовать вот с этим человеком, который иногда или часто, или какая разница, прикладывает руки, да, там, или ещё что-то. Увы, к сожалению, вот жизнь такая стрёмная штука. Совет могу только тебе дать. Увы, ну, то есть тебе нет смысла влезать. Живи свою жизнь, устраивай её так, чтобы у тебя не было такого. Живи на примере своих родителей, посмотри, как они живут, и пойми, что тебе не нужно подобие твоего отца. А девочки, как правило, ищут подобие отца. Да. Привычка — страшная вещь. Дело даже не в привычке, а в том, что это вообще существует. Да? Это какой-то внутренний, не знаю, какой-то механизм. У женщин зачастую он срабатывает. Валерия. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А как ваше дело? А как настроение? А как выходные прошли? А что мы делать будем? Всем прекрасно, быстрые мои победы на колесе авторитета. Крис, мальчик мой вперед. А что мы делать будем? Крис, мальчик мой. Всем привет. Гриша, привет. Чат, привет. Модерация, привет. Всем прекрасного стрима. Пока пишу донат. Услышала про животных. Так. Соболезную и обнимаю. Ой, да. А также всех люблю и обнимаю. Меньше, чем три. Спасибо огромное, Валерия. Главное, что мы будем делать? Удача на колесе авторитета. Знает, что будем делать, но все равно спрашивает. Сегодня много вообще проектов. У нас вообще, смотрите, сегодня нет никакого регламента. Нам на все насрать. Я могу здесь просидеть полтора часа и ничего не запустить. При этом все равно колесо будет, и мы распакуем посылки. Либо это будет какое-то, грубо говоря, постоянное метание с категории на категорию. Потому что есть два проекта, как минимум, которые надо будет, которые можно посмотреть. Не надо. Можно посмотреть. Это демки, они от получаса до полутора часов. Один хоррор и одна игра про полицейского. Если мы будем играть в полицейского, у нас есть косплей. Я переоденусь. Я стану настоящим великолепным спецназовцем. Ну и нет, я буду обычным ППСником, который поедет разбираться на улицах города. По поводу Sims или просмотра шоу или еще чего-то, супер крайне малый ряд. Потому что, во-первых, шоу, которое вы мне говорили с Буруновым, вот это вот, про звезды, как уж оно называется, там, карта, натальная карта. Оно, простите, меня идет два часа. Я не готов два часа, нахуй, сидеть на жопе ровно, просто так, без еды. Я думал, что это типа минут сорок максимум. А это два часа чистого контента. Сиди, смотри шоу. Я, Катерина, епс. Доброго вечера, шикарного стрима больше, чем три, пересматривала стримы по Геншину. О! Не могла понять, почему последнее видео было просмотрено. Оказывается, это была первая трансляция. Ты с Геншина? Тогда я подумала, что игра не для меня меньше, чем три, никогда еще так сильно не ошибалась. Так сильно не ошибалась. Ты с Геншина? Ты с Геншина? Я всегда интересно, откуда вы, ну, как вы появились, вот, вообще, вот, самое первое, с чем вы познакомились. Геншин и я. И ты такая, это то, что надо. Этот парень, он познакомит меня с миром Геншин Импакт. Вот оно, то, что нужно. Каким образом вы, вот, как мы синергируем? Это вообще не мое. Вы понимаете, что... Вот каким, вот как так? Вот проекты, которые я прям всей, 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 всей душой, всем сердцем, вообще никто про них ничего не говорит. Я с Геншина, я с клуба романтики. Спасибо за Нэнси Дрю. Можно что-то когда-нибудь... Ну ладно, хорошо, иногда говорят, там, я с Хогвартс Легаси. Май Чайлд Лебенс Бёрн фигурирует очень часто. Ну как бы, блядь, какого хуя зайчик? Какой хуст гоу, братцы, вы что годите? Я с Кэр, вот, я с Молчат Лебенс Бёрн. Вот, Бранта, вот, Бранта, хоть недавно начал Бранта фигурирует. Спасибо Дмитрию Купленову, который записал хоть одну серийку. А кто здесь с Нэнси? Да куча народу, блин. Херова гора людей. Меня, кстати, осудили. А у Алины появилась какая-то непонятная женщина, я не знаю, в Друзьях или где она, откуда, которая под стримом одним под Нэнси написала, что я та еще мразь, которая издевается над культовыми играми. Где я издеваюсь? Я Нэнси Дрю реально прохожу от и до. Ну да, я там прикалываюсь, бывший Нэд, эти там шаболды-проститутки, или как я их там называю, подруги эти вымышленные, подруги Нэнси. И это что, издев, что, что такого, я ничего, я сказал правду. Есть куча стримеров и блогеров, которые, вот она так и написала, есть куча блогеров, которые нормально проходят эти игры, посмотрите лучше у них. Так где нахуй сюда? Че вы меня носом тыкаете? Я и так вообще еле как, я сдерживаюсь, я еще сдерживаюсь. Бранте я знал давно, до того, как Куплюнов поиграл. Бранте, Бранте в сердце, понимаешь, Бранте в сердце. Спасибо огромное, Екатерина. Касань, ты из Генша так и знал. Гриша, мы дружелюбное сообщество, так же Гриша. Какое дружелюбное, мы здесь, какое дружелюбное сообщество. Гриша, я пришла с КР, но отправила донат за кадром. Ты сделал картинку в телеграм-канале, обозвал булочкой с оффлайной. Я пришла на стрим меньше, чем три, иначе бы не осталось. Бабуси. Как хорошо. Доброго вечерочка, всем прекрасного стрима, а я решилась идти на маркет в этот раз, чью надо идти. Хэллоуинский маркет будет. О, прикольно. Фотки шли, хэллоуинский маркет. А вы видели, да, это вот Конрик? Бабуси. Гриша, чатик, всем привет, хорошего стрима. Я же... Давно стримов не смотрела из-за работы, просто приходила и валялась дома. В субботу была на свадьбе кузины. Хорошо погуляли, выпила, потанцевала и выиграла шкатулку. О, прикольно. Но мне выпало предсказание, что я следующее выиграю крупный приз. Ага. Предсказание! Господи, на колесо авторитета ставки великий муж пообещал посмотреть в месте прохождения спич-обсты линии. Соответственно, я попросил ставить всё. Спайкопс-залайн? С мужем смотреть. Красота какая. Всем привет, Тумар. Давно не смотрел из-за работы, увы. По поводу предсказания, что ты что-то выиграл на свадьбе. Ребята, всё, что произошло на свадьбе, остаётся на свадьбе. Не надо думать, что вы поймали букет и завтра вам сделают предложение. Это, конечно, моё почтение. Да? Конрик. Идти на маркет решила. Ну, вообще, это, по-моему, прикольное мероприятие. Оно просто высасывает из тебя кучу энергии. Но есть ощущение, что оно ещё что-то и даёт. Так же энергетически. Я вот с диффузором с твоим, видишь, что сделал прикольный? Я нашёл эти классные игрушки с поп-маркета, которые очень давно ещё Алла прислала в большой коробке. Алла — это девочка, которая прислала и метлу. И вот рядом до этого была коробка, где были... Навеяло воспоминания про похороны питомцев. Так. Мы в детстве всегда хоронили их в коробочках. Да. Украшали их бумагой, лентами, собранными цветами. Есть есть такое. И вот семилетняя я после того, как 40 минут рыла ямку под коробочку с рыбкой, начало очень сильно переживать за здоровье кота. Да, ну а что делать? Но с детства учат, грубо говоря, тебя... Тебе показывают, что жизнь недолговечна. Что животные, к сожалению, уходят. Есть такая штука, что у жизни есть определённый финал. И ты как бы такой... Хоп! И ребёнок как будто осознаёт что-то. Наверное, это чему-то учит. Я не знаю. Дети, на моей памяти, дети, которые выращиваются в компании со зверями, они гораздо более социальные и понимающие, осознанные, чем те, у которых нет домашних животных от слова совсем. У них ни хомяков, ни рыбок. Никакой не было даже вот этой микроответственности. Знаешь, ты типа даёшь ему... Маленький, этот... Маленькую зону ответственности. Вот те рыбки. Покорми их там раз в два дня. Делай иначе им пизда. И когда человек в очередной раз приходит, а они такие брюхом кверху лежат, ты осознаёшь, что ты проебался. Вот здесь ты... Твоя была ответственность. И ты здесь всё просрал. Наверное, что-то даёт эта вся история. Да, там, не покормить кота вовремя, да, не снять его с балкона случайным образом, не закрыть дверь на балкон, ещё что-то. Вот такие вот вещи, которые так или иначе тебя взращивают, ты взрослеешь на фоне вот этих вот событий, к сожалению, которые нельзя нивелировать, ты не можешь убежать от этого. Оно происходит. Увы. Бегать нет смысла. Либо финал, либо выбираешь путь воли. О чём речь? А, либо финал. И вряд ли у животного есть путь воли, к сожалению. 400 очков на барабане. А что у вас, по 400 очков вам не хватит 400? Сори за спам. Подскажите, пожалуйста, когда на стриме будет свободная минутка, небольшой подарочек для тебя, и чата глянуть, подготовила кое-что. А у нас есть свободная минутка, Хеллхаунд. Здорово. Хеллхаунд подготовила небольшой подарочек. Мы можем, вот уже сейчас, небольшая минутка есть у нас. Срочно идём закрывать дверь на балкон. Но это зона ответственности, которая ребёнку, грубо говоря, даётся в его, в зону владения. И если ты, грубо говоря, всё просрал, куда можно кинуть именно в Телеграм-канал? В Телеграм-канал. Привет, Гриша. Привет всем булкам. Дорогие, берегите своё здоровье. Физическое и ментальное. Да. В прошлую среду маму забрали в больницу с инсультом. Сейчас, слава богу, все хорошо, но тряхнула меня знатно. Она тоже долгое время жила так, как вписали в первом донате. И вот что вышло. Бабусы. Страшная штука. Моё почтение всем ещё раз. Не помню, с какой игры я с вами, но первый донат был на Новый год. Когда я упоминала трилогию, которую хотела бы однажды увидеть на канале, ты обещал, что созвонимся. Ну, когда-нибудь созвон... Стикер-пак нам сделали, походу. Да? Это что, стикер-пак? Стикер-пак. Или что это такое? Набор стикеров? Чач, Нэнси, рабочий. А что это? Что это? Я докрутился. Ну-ка, подожди-ка. А как мне сделать так, чтобы вы это увидели, типа, все? Крутос! Да! Всем привет. Гриша, привет. Здарова. Искала прохождение Калии Зовтмей и нашла Гришу. Решила не играть в КАЭР без тебя. Но первый стрим посмотрела Инсиди. Всем удачи. Меньше, чем три. Спасибо, бички, огромное. Калия Зовтмей? Искала прохождение Калия? А зачем вы ищете? Неужели вы не знаете? Ведь я как-то не понимаю вот этот вот моментик, когда кто-то ищет прохождение какой-то конкретной истории из клуба Романтики. У меня есть небольшой диссонанс, потому что у меня есть ощущение, что все КАЭРщики на слуху, вот именно те, кто стопудово все проходит. Как будто бы вы знаете даже всех их, и какой в этом смысл. Как вы просто вот в поиск заходите, Калия Зовтмей прохождение, и там я, и вы остаетесь, вы остаетесь, вы сошли с ума. Ведь это не прохождение, я издеваюсь над игрой. Вы даже ведь не понимаете половину из того, что в итоге-то может произойти, потому что наверняка я упускаю все, весь контент. Я утыкаю вообще непонятно. Как это может? Так и было. Ты мне в рекомендациях попался. Так а как вы нажимаете на это? Вы нажимаете, там я, который говорит, этот кудрявый бегудел ашпет. Второй этот какой-то Люська 30 секунд. Вы понимаете, что в итоге-то произошло? Гриша, чатик привет. Дорога. Булочки. Я вот хаваю суши. У нас сегодня, кроме распаковки, что по плану? Как детишки. Родители как-то купили раков привидонских кожакам. Поставили воду на конфарку, накрывают на стол. А я мелкая натрила раков и кидала их в аквариум к рыбаме. Со словами прячьтесь. Просчиталось. На где вот вам и первая твит свинность? А я на канале так давно. Что неприлично цифру называть? Ну, Валерия, мы с тобой слишком долго давно знакомы. Маркет высасывает сил целую кучу. Но надо сходить в этот разочек. Давно не выходило в свет, так сказать, диффузор зачетный. Крутая идея. Теперь тоже так хочу, ахах. Бабусы. Сделай. Доброго вечера, Григорий Ечат. Прекрасного настроения. Да будет так меньше, чем три. А как мне? А как мне? Спасибо огромное. А как мне? Вот эти стикеры, да? Чач. Хрупкая она. Да, реально. Смотрите, какие прикольные стикеры. Короче, в телеге, в Чаче появились новые стикеры. Я докрутился. Там левенок. Она сделала левенка. Вот, смотрите, какой. Мой пиздюк. Мой пиздюк. Прямо подо мной. Привет, Гриш. Здорово. Хорошего стрима и веселого колеса. Спасибо. Что нового есть? Дела. Да как объяснить-то, как дела? Сейчас расскажу, как дела. Я вчера на тренировке был и прикалывался над консьержкой. Наверное, это не прикольно, да? Я докрутился. Хрупкое. Оно хрупкое. Нэнси. Притом, Нэнси именно Black этот, как это называется? Поместье Blackmore. Которые еще даже не играли. А уже это, Нэнси, хрупко. Чач. Кстати, было бы классно. А ты не против, если я позаимствую HellHound? Если я позаимствую несколько из этих стикеров, которые ты сделала, я позаимствую и сделаю из них смайлики для Твича. Для вас, соответственно. И вы сможете эти смайлики использовать на Твиче, как вы используете сейчас вот смайлики с сердечком, смайлики с прыгающей овцой и все остальные вот эти вот вещи. Я ведь могу их позаимствовать, ре-отредактировать и сделать из них смайлики для Твича еще дополнительно. Потому что рабочий, блядь, прикол. Хорош. Я докрутился. Вот это вообще, это хорош. Но у нас есть смайлик для колеса, но в общем и целом, да, мой пиздюк. А это случайно не Бранте вообще? Ведь этот, вот эта вот история, это же Бранте. Удел. Я не смотрю никого, кроме Гриша. Бранте. Нет больше никого. Ты один. Я прошла всего пять историй в КР. А с тех пор, как смотрю Гришу, больше не играю в КР. А зачем, да, согласна? А зачем играть в клуб романтики, если есть Бия? Блин, клевые какие. Спасибо огромное, что заморочились. Это хорош. Это хорош. Такие они еще самобытные, понимаешь? И все как бы относится к каналу, потому что у вас у всех левята, мы прайд, и эти левята теперь еще и в виде смайликов есть. Но это все еще локальная история, хрен знает. Тем более там чел, этот мой пиздюк, там рядом стоит дед, и внизу у этого типа удел. Да, если надо будет, я могу потом исходники кинуть тебе, чтобы ты подогнал под размер. А мне хватит тех, что есть. Можно без исходников. Но если не трудно, можно просто файлом кинуть в тот же телеграм-чат, я заберу их оттуда. Хал-хал, нижайший поклон. Это прям хорош. А можно тебе випку выписать какую-нибудь пиздатенькую? Или не випку, а как эта хуйня называется? Скажи мне. На Твиче же есть эта история. Блядь, я хочу раздавать эти. Понимаешь, люди что-то делают, стараются, хуячат, какие-то песни. Но те, кто песни делают, у них уже есть эта история. Понимаешь? И мы сидим, что-то я зажопил эти випки. Мне просто что-то не понравился в моменте, когда я випки начал раздавать. Мне не понравилось, что происходит в Халлхаунд. Блин, а как вот теперь тебя найти? Халлхаунд Миг, это ж вот ты. Единственное неповторимое, да? Да. Ну-ка подожди-ка, сейчас мы тебе сделаем охуевшую роль. Ура! Сапку давай. А что, у нее нет ни сапки, ни випки, ни хера нету? Сапка пропадет у нее через месяц, допустим. Художника. Да художника еще мало. Художник. Нет у меня художников больше, все кончилось. У меня под художников еще есть роли, которые дослужено. Но главное, чтобы она у нее появилась. Я просто не вижу, надо написать что-то в чат. Да, был моментик, конечно, здоровьем пиздюки. Да, все правильно, был моментик с этими вонючими випками. О, есть, у нее появилось. У меня еще много идей, чтобы нарисовать. Но я очень спешила на стрим, так что решила часть показать. Хорош, хорош, хорош. Спасибо огромное. Но если идеи реализовываются, будут реализованы, я не знаю, что мне сделать. Я вообще нанял бы, может быть, какого-то художника для этой движухи. Вопросы. Нифига не на слуху, крыщики. Это у тех, кто шарит за крынослуху. А процентов 60-х аудитории играют в себя тихонечко сами. И ищут прохождение. Вообще, у тебя очень интересное восприятие сегмента. Всегда ржу, когда ты просишь прощения у Леры Ит. Ноль писей. Почему режешь стримы для Ютуба? Я не режу ничего. У вас все остается на Ютубе. У вас на Ютубе остается все. Возможно, вы теряете процентов 5 максимум. Просто есть вещи, которые до Ютуба не могут долететь. По причине авторского какого-то права. Например, песни в начале я не могу. А в начале какие-то истории, если мы разговорники, я их обрезаю в тишину, убираю. В большинстве случаев, когда я ухожу танцевать у телевизора и прихожу, вы все равно перематываете. Болтовню режешь. Но я ее обрезаю с убиранием тишины в 20%. Там не особо много-то и уходит. Там просто уходит тишина, которая экономит вам 30 минут времени примерно. Тишина между фразами. Если это вообще... Ну, вот это первая, на самом деле, такая жалоба в плане того, что я что-то... Мы смотрим все! Нам все надо! Ну, блядь, прям так и оставлять вообще ничего не делать! Просто ни хрена ничего не делать! Наоборот, мне сказали спасибо, что в таком, ну, типа, сжатом формате все, раз-раз-раз, и все ты усвоил. Да! Да еб! Сука, вот стараешься, и в итоге это нахрен никак... Ничего не надо обрезать, ты че? Я заметил, что многие стримы прям резаны каждые 10-15 секунд. Это странно просто. А мне больше нравится, когда все есть. Класс! Ничего не обрезать. Ну, и сидите тогда, ладно. Вот я ухожу на 5 минут. Всем не угодишь. Увы, да, к сожалению. Мы сами перемотаем. Так в этом суть, что не надо ничего перематывать. Да вообще ничего не делай. Да, да. Не заливай даже записи на YouTube. Все понятно. Ясно? Хорошо? Ладно! Не буду ничего... Хочу слушать тишину. Ладно, тогда буду оставлять. По всей видимости, вам нравится больше лайф-история, когда нету каких-то вот... Как это называется? Харвак? Ладно! Как хотите. Мы готовы сидеть по 30 часов. Ну, вон уже есть 13-часовой стрим один. Загрузился. В общем, чатик и Гриш, спасибо большое, что оценили. Хеллхаунд. Это величие. Сделать из левят такую историю... Просто я бы сейчас еще тираду тебе расписал, потому что идея с левятами, она не то чтобы рандомная. У меня давно ассоциация есть сообщества львов. Или все... Ну, как-то есть эта история, что мы не можем быть какими-то волками, да и просто какой-то частью зверей тоже не можем быть. А вот что мы прайд... Есть эта штука. И вот то, что ты взяла эту концепцию, да еще и взяла какие-то топовые штуки, типа колеса, сейчас идет господин Брандт. Опять же, дальше я не знаю, что с этим смайликом делать. А, подписочка! На два месяца оформилась. Трансформировалась по всей миссии. Олеся трансформировалась. Когда ты уходишь к телеку, вообще к нам приходят твои животные, ты... А, ты лисаешь на счастье, потому что во время, когда ты уходишь, животные приходят. Ясно. Ну, короче, понятно, ничего не делать. С трансляциями выгружай как есть. Мог бы камеру с тобой брать. Когда ты танцевать к телеку уходишь. Да, идея просто фантастическая. Давайте я всегда буду... Я тоже тут со стримов по КР наткнулась как-то случайно, и меня разматывала от смеха. Хочу заметить, что тебе очень идет нынешняя прическа. Ну, она странным образом начинает завиваться в какую-то сторону непонятную. Здесь... Я просто фотки свои посмотрел с выписки. Я там похож на уголовника, если честно, потому что я приехал лысый. Ну, короче, с короткой стрижкой. Но мама говорит, что я был лысым. Типа вот та короткая прическа, которая у меня была, фул сострижена, как у, не знаю... Я приехал на выписку, когда забирал детей. То есть, по сути, отращивание волос идет 8 месяцев. Вот сколько детям сейчас есть времени? Буквально вот секунда в секунду. Вот столько волосы и растут. И вот, грубо говоря, когда я забирал, я был просто выбрит нахрен. И мне на самом деле казалось, что я достаточно брутально выгляжу. Может, так и было. Но, видишь, девчонкам нравится банчан. А вот эта вот история с челочкой, которая вот сюда начинает прилегать, я все больше начинаю походить на ваших этих азиатских шкафов. Вам это нравится. Все понятно, к чему вы клоните. Осталось немножко сделать операцию на глаза, чтобы... И вот. Да? И каждый раз перекрашивать свои волосенки для того, чтобы вы там все... Угу. У тебя волосы отросли так за 8 месяцев? Да? Ну, это есть просто четкая... Как это называется? Есть четкая линия, когда это начало происходить. Я и лысых, и волосатых люблю. Ясно? Ну, видишь, как получается? Большой респект отбрасывают, когда как раз-таки больше с волосами. Потому что без волос как будто не так было. Много комплиментарности. Типа, как тебе идет нынешняя прическа, которой нет? Чем голову моешь? У меня хотя бы спрашивают сейчас, да, какие-то вопросы. Вчера поделился с молодым человеком. Вчера мы в душе были, значит, мужчиной. Надо небольшую паузу взять, чтобы вы это переварили. И я взял с собой великолепный шампунь, который мне прислала Алина. Вообще, мой... мой спонсор моих похождений в душ в разных местах это, чтобы твоя попка блестела. Вот этот вот розовый шампунь, который прислала Алина. И я пришел, он такой на меня смотрит, я говорю, будешь? Он, блядь, он секунды не... Понимаешь, он даже без промедления такой вот так вот ручку свою протянул. Конечно, я ему отсыпал розового. Мы с ним намочалились жестко. От нас потом благоухало. Просто ебнись себе помидор... Ой, этими клубничкой мы вышли благоухающие просто из этого душа вот так вот. Наш без полотенца. Зачем, да? Когда ты... Да, да. Розовый шампунь. Но он розовый, его когда на это записали. Да? Было дело вчера. На тренировке вечером. А еще, когда я приехал вчера в зал, точнее, как в зал, это была баскетбольная тренировка, по поводу стримов или еще что-то, в воскресенье вечером особенно. Ребята, крайне маловероятно, что вечером в воскресенье что-то вообще возможно, кроме стрима с машины, пока я еду на баскетбол. Если вечером в воскресенье есть трансляция, значит, баскетбол отменился, что-то произошло, я плохо себя чувствую, значит, трансляции точно не будет. То есть, ну, что-то коллапс. Все, пиздец, в зал взорвали. Господи, не дай бог, в христе ради осуждаются всякие еблан. Ну, короче, произошло какое-то стихийное бедствие, неважно. Так вот, я вижу, что вы спрашиваете, а стрим, стрим? Баскетбольная история. По вечерам в воскресенье каждую неделю у нас сбор происходит. Вчера был очередной. Я вчера приезжаю, там есть пиздатая система у нас, если что, потому что это совковый, сабдеповский, старый вообще, это просто система ниппель, которая работает. Ты сначала должен сдать свои вещи в гардеробную одной женщине. Эта женщина выдает тебе номерок. С этим номерком ты идешь на рецепцию, которая, внимание, в двух метрах от... То есть, вот, вот это происходит. Я всегда удивлялся, и одновременно я прям сильно уважаю эту штуку, как мы создаем рабочие места. У каждой должен работать, у каждого есть свое место. Каждый, сука, ну вот. И ты идешь, и ты идешь два метра, и ты идешь два метра, отдаешь номерок, тебе дают другой номерок. И ты с этим другим нахуй номерком идешь уже в раздевалочку, чтобы его просто положить на полочку. Там, где этот номерок соответствует другому номерку. Вот ты играешь в эти номерки, приходишь, и так, внимание, я пришел вчера, мои педали, если что, у меня 45-й, почти 46-й размер ноги. Да, я большой, ничего страшного, в этом нет, так бывает. Я прихожу, значит, свои эти калоши снял, и так получилось, что у меня два маленьких пакета, а не один большой. И поэтому я каждый свой кроссовок любезнейше, максимально аккуратно уложил в два разных пакетика. И я вот с этими двумя вот так вот пакетиками, ржали все, нахуй, вся команда, которая увидела эту залупку, я с этими двумя пакетиками к абсолютно непрошаренной женщине, которая, ну, типа, в бабушке мне годится, иду. Мой юмор и так сложно даже современным людям, но я же, я, короче, туда, к ней, вот так я ей сдаю, она у меня спрашивает, я думал, она купила, я думал, она купила, нет, я думал, она купила, она спрашивает, это оба ваши пакета? Они прозрачные, в них видны, в них вот так вот по кроссовку лежит. Я говорю, это оба мои, я оба надевал сегодня, я в них пришел, да. Нет, это оба ваши пакета, как бы мне на разные вешалки повесить? Я продолжаю. Можно на разные. И она, блядь, блядь, и она, она идет, она вешает, один, берет номерок, второй, берет номерок, и с реально серьезным ебалом идет ко мне, а я вот так смотрю на нее и думаю, ну, в какой момент мы сейчас начнем с ней смеяться там, то есть, это же должно в какой-то момент перерасти в... И она идет вот так вот, не отдает, ну, вам надо обменять, она мне говорит. Я говорю, я знаю. Я говорю, мне оба обменивать? Ну, вам надо два шкафчика? Я говорю, может и два. Ну, вроде берите два. О, там что-то, там полетела какая-то хрень на этом, я вижу, вижу. На берите два. Я говорю, ну, ладно. Я иду, я иду туда, где нужно получить два номерочка. Меня уже знают на рецепции, знают, кто, что мы на баскетбол приехали. Я ей даю два номерочка. Она говорит, второй чей? Я говорю, мой. Она говорит, как так? Я говорю, мои вещи висят на разных вешалках. Я говорю, это максимальный сервис, уважение. Я говорю, спасибо огромное, что вы так меня встречаете. Я говорю, на разные вешалочки. Все классно. Я говорю, чтобы обувка не мешала моей кофте. Блядь. Ты понимаешь, они начали разбираться. Зачем ему два номерочка? Вы что делаете? Они начали между собой какой-то коннект у них произошел. Я просто взял один ключ, оставил второй, ну, на этом. Думаю, блядь, все, это уже очень долго. Я пошел переодеваться. Они что-то там, они что-то решали, понимаешь, у них вопрос возник. Я думаю, что они звонили, ну, как это называется, хозяину этого комплекса спортивного, чтобы решить, как же мои хедики повесить, блядь, на эти вешалки, сука. Да? Они сломались, да? Вот две савдеповские женщины, вот эти вот уже старые закалки, они встретились, у них просто разногласия возникли. Я в этот момент супер сильно пожалел, что я вчера ничего не стримил, ну, как я поехал в зал, там, еще что-то бывает такое, что я с машиной вам подрубаю. Я прям, прям пожалел, что никто, кроме меня, блядь, это, ну, кроме меня, еще двух типов из команды, никто это не увидел, никто, нет, нет запечатленного этого момента, как она просто мне два этих номерка на серьезных щах несет. Вам, вам поменять надо, я говорю, я вот, бабосы. Гриша, привет. Здорово. Как дети? Чатик, привет. Модерация, привет. Мы ждали этого много лет, вот и дождались. В тюрьме, я спавана, когда узнали, что будут распоровочки, всех отпустили. Не пугаемся, если что, волшебные, палочки есть у всех. Да. А если нет, ну что ж, тогда палочки вверх. Вот поэтому надо чаще нас брать с собой. Да я знаю, но иногда не хочется ничего, хочется помолчать, я не знаю, послушать музыку. У меня много, много почему-то стало новых треков, я начал поглощать какие-то, какие-то подкасты, еще что-то, ну, очень долго без нового этого сидел, без нового какого-то контента от других людей, от многих отписался, а сейчас мне в рекомендации начало попадаться хорошее что-то. Плюс я покерный турнир не досмотрел, я его на фоне иногда включаю. Ну, короче, пока не всегда это вовремя. Здорово, Анечка, спасибо огромное. Дети. Дети начали ходить. И если честно, мне кажется, это охуеть как рано. Они начали, они подходят к чему угодно, вот что есть, они вот так подходят и стоят. Потом вот так передвигаются, передвигаются, могут что-то оп, повыше забраться. Вот так вот стоять могут. Как в троллейбусе, я не знаю, они, может, репетируют или еще что-то. Они к чему угодно могут подойти, к любой просто поверхности, и начать просто хоп-хоп. Им нет девяти еще. Какие хождения? Куда ты? Рано. Ползают максимально активно. Их вообще уже ничего не удерживают. Младший научился взламывать дверь от загона. Сука. Он понял, где защелка. Это надо быть просто долбоебом. Ты понимаешь? Разработчик этого загона. Ты тупой? Нахуй ты сделал мне замок внутри этого загона. Он его открывает. Снаружи, понятно, для родителей. Нахуй замок внутри. Он встает такой. Он, ну, естественно, когда какое-то время он просто с ним игрался, то так чик-чик-чик. Чик, потом хоп, у него дверца-то. И он такой хоп туда. Все. Закрепилось моментально. Ты думаешь, его удерживает сейчас что-то? Нет. А дверь эту не поменяешь. Она просто есть и есть. Я заклеивал там, вот скотчем заклеил. А в итоге я заклеил скотчем, теперь сам дверь не могу открыть. Как будто не рано. К восьми месяцам, что они встают на ноги и вот, ну, может быть, да, нет. То, что они встают и придерживаются, наверное, не рано. Но как быстро они начинают вот этой вот историей баловаться и использовать это, есть ощущение, что пора бы еще, еще бы поползать где-то. Плюс это близнецы. Подожди. Ведь близнецы развиваются. У них фора есть. В месяц примерно. Из-за того, что это двойня, для близнецов, вот, для близнецов рано. Вот-вот. Из-за того, что это двойня, двойня, она развивается чуть медленнее, чем человек, который один родился, сам по себе. И как бы поэтому моя дочь в семь встала. Не рано. Она вертикализовала в семь. Но дочь, это девочка. Еще и девочка. Каждому товарищу по номерочку. Две ноги, один номерок. Кстати, а снег-то выпал. Я даже видел доказательства прислабочек. Я видел. Пахничом, вотным гариком и шикарным драком. Возможно, они тоже вместе в спорткомплексе мылись с розовым гилем. Но это обливит. Мы же планируем, да? Да. Конечно. Бабусы. Он прокачал умение взлома. Плюс один к взламыванию. Я просто не представляю, как быстро они все это делают. Понимаешь, это раз, раз, раз. У вас двойни или близнецы? Близнецы. Теперь корзина Гриша на озон, замки и шкафчики. Да. Так у меня все это есть. Просто я не думал, что этим нужно будет пользоваться прямо сейчас. Путь взломщика! Спасибо, Валерия. По поводу Гарри Поттера. Но мы смотрим. Но не в октябре. В декабрь. Начало в декабре. В январе продолжим. Или все в декабре посмотрим. Там вариантов-то много. Я бы хотел еще дополнительно к нашему ивентовскому вот этому вот просмотру фильмов добавить «Один дома». Все части. Точнее, все части. Все части с Маккалеем Калкиным. То, что там дальше происходит, мне вообще нахуй не сдалось. Потому что это суперстремно. Это не то, что надо. А с Маккалеем Калкиным хорошее. А, хотя нет, подожди. Можно посмотреть еще одну часть, где там такой пышненький парень играет. Молодой. Эту часть можно посмотреть. Она неплохая. Вот «Один дома» посмотреть Гарри Поттера. Возможно, посмотрим «Мимино» с вами вместе. «Мимино» хочу посмотреть. Алло! Ларису Ивановну хочу. Главное, чтобы сильно умение скрытность не прокачивать. Скрытность не прокачивает. Они орут, как потерпевшие. Они уже начали разговаривать между собой каким-то непонятным языком. Я говорю, что ты базаришь? Я говорю, давай на русском. На моем языке разговаривать. И вот он что-то, блядь, причитает. Притом, разговаривает из них старший, прям базарит. А младший, короче, он больше деятельный челик. Он вообще ничего не останавливает. Ему просто насрать. Младший он просто делает. Он не думает, не говорит. туда-сюда. Старший такой надо подумать. Когда у него ворота открылись, младший свалил, а старший вот так вот в этот проем наверное, час еще смотрел. Такой просто он осматривал проем, который дает возможность выйти на первом этаже. Он просто надо же, как клево. И все. И пока он не увидел, что младший уже упиздовал непонятно куда, он не вылез. Он вылез исключительно, когда вышел, когда увидел, что младший уже там суету наводит. Что по сумеркам? По сумеркам? Дай бог время будет, посмотрим. Если они выпадут на колесе, значит их нахождение на канале появится. Я пока, знаешь, просмотр фильмов это один из моих прям жестких желанчей, но в то же время, 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 время. Просто у вас там сегодня сейчас выиграет какой-нибудь проект, его тоже нужно каким-то образом осветить успеть. Киберпанк у нас еще, куча проектов открыта, Silent Hill не пройден, много всего. Планов много, а времени шиш да маленько. младший, немногословный, но рукастый. Он сразу взломал дверь, и ты его не удержишь, он просто, это невозможно, потому что он находит новые пути с Йоба, ну или какого-то активности каких-то. Стоит или не стоит выходить? По поводу кого? Что, где? Дипломат и мастер. Остались танки и хиллеры найти. Дипломат и мастер. Осталось танка и хиллера найти. Я даже не представляю, что это за игра, где есть дипломат и мастер, и там еще есть танк и хиллер. У нас есть стандартная история, танк-хилл-дд. Что за дипломат и мастер? Это какая-то другая, видимо, мамошка. Танк-хилл-дд. Три классических этих роли в рейде. Ну, есть саппорты еще, конечно, но это все еще саппорт-дд есть, саппорт-хилл, саппорт-танк, то есть офф-танк. Офф-танк, офф-хилл, офф-дд. Но ДПС, он и в Африке ДПС. Сапп, не сапп, неважно. Есть баферы и исключительно чуваки, которых ради бафов берут. Но их не называют баферы, их не называют саппорты. А вот что такое дипломат, это, конечно, что-то очень крутое. ДД-рдд. Ну и РДД это какие-нибудь ханты, чуваки, у которых есть на расстоянии, да, там, атаки. Ну, а тоже, опять же, ДД-рдд, крайне маловероятно. Я не помню, когда последний раз искали, а нет, была история, Клифф Милли искали. Это в World of Warcraft была история такая. Начали Клифф Милли пачку собирать. Они брали шаманов и варов и протаскивали просто ебанутым каким-то стаком почти любой инст. Любой. Это в World of Warcraft нашли эту прикольную. Старый, старый прикол на самом деле, потому что у шаманов есть тотем на винфуре, который дает процент на экстра-атаку. И для воинов это буквально просто это колоссальный какой-то урон. И воины брали в двух руках, вот брали по топорику и шли просто разносили все. Гриша на эльфийский перешел. Все, заткнулся, ладно, вы не понимаете, что происходит. Но это было прикольное время, я рад, что оно было. Так хочется глянуть на твоих детишек. А лет через 10? 10 лет. На меня бы глянуть через 10 лет? Детишек, да? Такую неприязнь я испытываю, что даже кушать не могу. Это же гениально. Неприязнь к чему? Я помню, что в каком-то зоопарке был вроде барсук, он постоянно сбегал из своей клетки. Администрация зоопарка мучилась, задевала все по пути отступления, но он все равно сбегал. Ну, потому что ты никаким образом не уйдешь. Это животное. Понимаешь, сколько ни корми волка, он всегда в лес смотрит. Ау, бля! Но так и есть. Однажды сбежавший невозможно усидеть. Все уже, ты вышел. Для тебя уже мир абсолютно понятен. Ты уже хуй, тебе не интересно здесь уже. Все, ты понимаешь, что надо исследовать, надо что-то суета какая-то есть. Всегда. За Орду! Ура! За Сирот! Где там этот Вариан Рин? За Сирот! Это не Вариан, это Андуин. Андуин Лотар орал. За Сирот! Вариан Рин не так орал. Вариан Рин просто брал этот, брал клинки и херачил всех. Происполнился, получается. Как ни странно, я поняла. Ну, конечно. Потому что ты, походу, рейдила в 40 рыл. Эти волки, да. А я, понимаешь, сколько я делал? Я взял волка, понимаешь, как появился этот смайлик? Я взял волка, вот так вот, как гармошку его согнул при помощи фотошопа, дальше предал ему анимацию кручения, и вот он. Ты понимаешь, это воссозданный, это не существующий смайлик в каком-то еще сообществе. Он только наш. Я его создавал руками. И исключительно потому, что у нас есть доля воровская. Мимино. Там диалог взяли сюда. был. А, Мимино в зале сюда? Там не диалог был, а монолог. Когда этот, как уж его, не Вартаняна, не Ябидзе, забыл я этого актера. Он уже умер. Когда он, ай, мама, эссинча, 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 когда этому дали срок, ай, мама, эссинча. ручной волк получается. А я его создавал с ноля. Я все смайлики создавал с ноля, но как бы брать крутящегося волка была отдельная история, потому что остальные-то они были полуготовые. Все чай заварила, печеньки рядом, можно спокойно смотреть в стримуле. И мне Даша сказала, что нужно чай заварить из-за того, что в посылке, по всей видимости, много, много всякого. Если что, тут есть. Я сделал. Я сделал. Франзик. Фрунзик, да, франзик, все правильно. Мне больше нравится прыгающая овца. Овечка вон сидит. Вон она внизу, видишь, смотрит на вас. Вон она, вон ее можно пощупать. Вон ее глаза эти адские. Чтить культ. Ну чего, с посылочек начнем. Нужно не с посылочек, а с посылочки. Какую-то одну, например, открыть. И колесо, чтобы крутки. Блядь, сегодня вообще день круток. Если успеем, сегодня будет еще Genshin Impact. Потому что меня уверили, меня просто замолили, понимаешь, меня убедили в том, что мне необходима необходима та геодевочка на роликах. Потому что она якобы хороший саппорт. Я при нее все уже знаю, посмотрел. Ясно, понятно, что она классно резисты сбивает, что это по ходу замена деда, но без щита. Она не щитовик, но она замена деду в плане снижения резиста по врагу, притом любого этого, как это называется, любого элемента. Более того, она еще аппет ДПС. Для моей пачки, где я ждал деда, можно сказать, что дед мне нахуй больше не нужен. Я бы, наверное, с этой девочкой поиграл. Она бомба. Я так понял, что это хороший саппорт. Прямо жирный, хороший, классный саппорт, который в любую пачку везде очень сильно поможет. А мне такие персонажи, ну да, нужны. Это перебущенный перс, который разработчики, который разработчики выпустили, чтобы у всех не было никаких проблем с закрытием контента. Возьмем. Но, есть проблема. У меня в районе 30 крутых всего. Но, у меня есть гарант. А знаете, почему у меня гарант? Потому что на том вонючем баннере вышел кто? Кто сорвал мне эту пломбу? Кто? Классный персонаж, который, сука, а? Делюк, братишка? Как у тебя там дела? Я вообще его не качаю. Нахрен, я не играю в геншин. Ладно, будем честны. Шифалалу! Кто-то сказал геншин? Да? Кто-то сказал геншин? Зайдем, зайдем, зайдем. Если появится время... Подожди, если время останется, мы там хотя бы какое-то время побудем, но круточки сольем на бане. Их всего 30 штук. Если, если в течение 30 круток мне выпадет эта девочка, если она вообще выпадет сегодня, ну, возможно, будет отдельный стримуля по геншину. Так чисто подросла буху, посмотрите, что там происходит. Ты его хотел, пожалуйста? Я его забрал бесплатно до этого. Я вот поздно начал проходить и говорить родился восьмимесячным. Ага. Недоношенным, грубо говоря, да? Ну, хотя 8 месяцев хороший срок. Мама приложила огромные усилия для того, чтобы наверстать упущенное. Спасибо ей за это. Теперь один из лучших учеников в школе. Окончил художественную школу, 8 лет отрубил. Занимался шахматами и получил разряд по плаванию уже лет 6. Плаваю уже лет 6. Занимаюсь музыкой, учусь на гитаре, барабанах, немножечко пою и пишу музыку с другом. Кипер... А, хранитель истории. Дружище, есть, знаешь, такая прикольная аллегория на этот счет, что ты так стараешься, что у тебя есть вот эти вот все. Ты так стараешься, потому что вот брат, получается, у меня два сына, да? младший и старший. Вот старается из них, старается, больше всех младший, потому что при рождении у него было меньше веса, у него было меньше роста и у него было меньше жизнеспособности как таковой. Это все быстро выровняли, вообще никаких проблем нет, все нормально, но в общем и целом вот это вот по всей видимости какая-то воля и вот твое да я хуй... ну то есть ты рвешь на себе рубашку исключительно потому, что при рождении были какие-то траблы, когда ты вышел на белый свет. То есть был момент, который тебя назад оттянул и ты бежишь вперед вагона именно потому, что на старте у тебя было супер, ну, нелегкое, так скажем, появление на свет. И вот сейчас, смотря на старшего и младшего, я понимаю, что старший чилит, но в общем и целом делает все по этим, как это называется, ну все вовремя происходит. А младший пытается заранее, он пытается преодолеть или как бы превозмочь старшего брата, у которого и больше вес, то есть он доношенный. Хотя они оба доношенных. Хочу, наверное, можно, да, этим поделиться, что близнецы родились в весе 3500 и 3200. Это 7700 чистого веса в детях. Чистого веса физического. 3200 и 3500. Это два разных человека родились таким весом. Геншин, что ж у меня для тебя есть промокод на крылышке? Сашуля, если тебе тоже еще нужен промокод, будет завтра. А, которые вы там спицы, кайфан, которые у вас спицы, спицерии, которые вы взяли? Нихера. Прикольно, возьмем, полетаем с этими крыльями. Катя просто герой. Жена-героиня, есть такое. Да. Но, наверное, к респекту жены, во-первых, она спортсменка, вместе со мной в зал ходила все это. У нее хороший корпус, вообще, в общем и целом, она, что называется, прирожденная роженица. Прирожденная роженица, потому что первый ребенок, Марк, у него вес был 4200. Это вообще богатырь. В 9 месяцев никаких вот, никаких переношенных детей, все четко, в 38, там, родоразрешение, когда началось, в 38 уже родила самостоятельно 4200 первого человечка. Это вот когда был первый ребенок два с половиной года назад. Уже два с половиной года прошло. Смотри. И эти дети, представляешь? По всей видимости, мое семя. Ладно, не будем об этом. Кто умер? Я только сейчас увидел, актер Гарри Поттера умер. Какой актер? Только сейчас? Ты, наверное, про актрису, которая играла Минеру МакГонагал? Наверное, вы об этом. Просто это уже давно произошло. Все уже, что называется, обкашляли этот вопросик, все уже оплакались и все, что называется, обсудили. Новых вроде смертей не было. Делай семейство Уизли. Крайне маловероятно, что дальше будут рождаться близнецы, потому что это рандомное событие. Но семейство Уизли, ты имеешь в виду много детей? Слушай, я за то, чтобы рожать столько детей, на скольких у тебя хватает внимания, хватает денег, хватает сил для того, чтобы они были не обделены чем-то из-за того, что их много. Гарри Поттер умер. Чего? Дэниел Рэдклифф умер? Дэниел Рэдклифф умер или нет? Сегодня в СМИ сообщили, что Дэниел Рэдклифф умер. Чего? Братья, ты что, гонишь? Че ты, блядь, че ты несешь? Вон это, эта информация, эта информация, хуй знает сколько, это вообще чушь, блядь. Вот, смотри. 2015 год. Байтем бы, конечно. Мы бы это знали, это залупа. Да ну, блядь. Можно проверять, че ты, вот шо вы несете? Он бессмертен, вы че гоните? Ну, жесть. Да хорош, че-то я перенервничал даже. еще один в одном году. Да нет, это понт какой-то, фейк и залупа. Он жив, ясно? Живей всех живи, конечно. Это черный пиар. Я не знаю, что ли. Ты покойник! Ты покойник Гарри! Ты покойник! Ты волшебник Гарри! Я волшебник! Ты покойник Гарри! Я покойник? Да! И держу пари, держу пари! Он весьма неплохой, если потренируешься. Ты покойник Гарри! Мальчик, который выжил даже сейчас. У него же камень воскрешения есть, он в любом случае воскреснет. Сегодня умер Деми Билан. Блядь, хорош нахуй! Ну все, что, помер и помер, че бухтить-то? Мальчик снова выжил! Это все потому, что любовь матери. Она до конца с ним, понимаете? Ты покойник Гарри! Обсудим момент про сериал. Кто что думает, у кого какое мнение. Я думаю, что это будет полная залупа, потому что она делает это из-под палки. Первое. Второе. Она пытается доказать всем, что Гарри Поттер... Она создает сериал намеренно говенным, для того, чтобы доказать всем, что истинный Гарри Поттер лучше на все времена, а то, что делается из-под палки с прописью для всех, чтобы всем угодить, вот типа, да, создать всех гендеров, создать всех каких-то странных людей, создать... Чтобы угодить всем, короче, всем семействам, всем сообществам, всем людям, которые как-то себя по-другому олицетворяют. Вот чтобы угодить всем канонам кино, она создает намеренно хуевую прям на самом деле историю, чтобы угодить всем, чтобы от нее просто отъебались, и чтобы люди, которые это посмотрели, сказали, ну, поняли, ладно, это хороший был прикол, Ясно. Гарри Поттер навсегда, оригинал лучший, и на этом всё. Нечего обсуждать, скорее всего, будет суперхуёво, потому что всё, что сейчас выходит вот в таком, именно... Это выстрадано. Оно обычно... Ну, вы видели, например, там, сериал, который вышел по Властелину колец, знаете, Кольца власти. Ну, это же хрень. Это же хрень. Маморо мой кумир. Роулинг? Смерть для нас ничто. Тебе, когда мы есть, смерти ещё нет. А когда смерть приходит, нас уже нет. Охуеть. В цитатник золотой можно, пожалуйста? Надежда умирает последней. Согласен. Это, возможно, будет что-то очень суперхорошее. Всегда есть один процент, что это будет суперхорошее, и что мы это будем смотреть, пересматривать, и, возможно, даже скажем, слушай, а современный кинематограф ещё не умер. Неплохо. Но это один процент. Пять. Всё остается. В 95 процентов, что это будет просто прям низкосортный пережёванный кал, блядь. Это будет суперплохо. И это будет такое, потому что так и задумано. Самое говённое, что такую цель и преследуют. Преследует цель, намеренно показать, что видите, как мы делаем? А всё потому, что вы сами просили. Вы хотели, чтобы это было? Вот, пожалуйста. Чтобы Дамблдор признался, наконец! Прямо в самой первой серии. Гарри, я интересуюсь твоим отцом. Жаль, он умер. Неплохая у него была жопа. Ну, то есть, вот такие вещи. И когда это будет вот так вот в лоб, мы, наконец, поймём, что... Эх, как хорошо, что мы не знали. Пойду посмотрю Гарри Поттера нормально. Гриша, стыди себя сам! Тогда другой тебя не пристыдит, да? Осуждаю сам себя. Сценарист сериала по Гарри Поттеру. Энди Гриндевальд? Сценариста зовут Энди Гриндевальд? А, Гринвальд, ладно. Гриндевальд! Надо же, Гриндевальд реально жив! Энди Гриндевальд! Признался, что не дочитал оригинальную книгу. Ну и пошёл ты нахуй, если ты не дочитал. Ты не имеешь права ничего там. Он лишь читал их часть дочери на ночь, а затем просто потерял интерес. Теперь он считает, что адаптация сериала строго по книгам — это ошибка, и необходимо внести старую историю, новые реалии, на чём он будет настаивать в процессе написания сценария. Энди Гринвальд, да? Запомните это имя? На доску позора потом будет повешено, как и его ебучая карьера, к которой он приложил руку. Я надеюсь, их всех нахуй уволят после этого сериала. Люди, которые не читали. Идите, вы не имеете права, а вот как это так? Гриша, а DMC играл? Devil May Cry? Да, про молодого Данте. Мне, кстати, даже понравилось больше, чем предыдущая версия, где Данте взрослый. Есть ли смысл в колесо писать? Есть. Devil May Cry, вот именно DMC-версию, где молодой Данте, есть смысл. Я играл, но я знаю и молодого Данте, и Вергилия. Это хорошая часть, прикольная. Мне очень понравилось, и то, что там происходило. Мы костёр его! Всё правильно. Мне нравится пятая часть DMC. Ну смотри, какая? Пятая часть, типа Devil May Cry 5, или тебе нравится DMC, как она называется, где молодой Данте со своим этим палашом. Я помню, что у этого... Как уж он называется, этот меч, я уже забыл. Ямато назывался меч у Вергилия, у брата Данте, а у Данте назывался... Забыл. Но прикольная версия. Где Неро и Ви Данте. Где Неро, и Ви Данте. А, пятая часть, но это где Неро уже без руки, постриженный, немножечко даже не похож на Азиата, потому что четвёртый Devil May Cry, где Неро только-только появляется. Вот с этой вот своей прической, у него эта дьявольская рука. Мне супер понравилось. Но ещё больше понравилось, конечно, DMC, где молодой Данте и Вергилия, никакого Неро там вообще нет. Неро просто появился случайным образом, потому что нужно было франшизу разбавлять, всех заебал этот Данте однотипный и его брат. И нужен был ещё какой-то протагонист. Поэтому появился Неро. Мальчик, у которого есть нюанс. И это, кстати, сыграло очень большую роль. Мне понравилось. Неро классный персонаж. Фанаты ГП захуесочат этот сериал, так что он будет сидеть в углу и плакать. Я надеюсь, потому что фанаты Гарри Поттера на самом деле люди, которые, ну, ценят, наверное, качество какое-то. Потому что если бы фанатов Гарри Поттера не было по сей день, никто бы не собрал на русскую озвучку несколько миллионов рублей для Hogwarts Legacy, никто бы не скачивал эту игру в таком количестве, моды бы не создавались, никто бы это всё до сих пор не форсил. Люди к декабрю, январю, февралю, вот к зимним этим праздникам или к зимнему времени года начинают относиться, ну, с некоторым таким вот трепетом, потому что ассоциации есть. И ассоциации у многих к Новому году не с ёлкой нахуй и не с этим непонятным праздником, а у них ассоциация как раз таки с Гарри Поттером, с этим Чиллом, с кофейком или, я не знаю, с капучинкой какой-нибудь или с какаушкой, пледиком и просмотром сериалов или, например, вот этих вот именно старых фильмов про волшебника. И таких людей охренеть как много. Знакомьтесь со вселенной Final Fantasy. Я очень далёк от этой всей хрени, я вообще не понимаю, что там происходит. Последний раз, когда я видел, что там происходит в Final Fantasy, где они вот этими огромными мечами просто рубят вот так вот всё подряд, я подумал, что это не моя история и решил, что азиатов, азиатских каких-то слэшеров в моей жизни достаточно. Просто там уже, когда я рос, когда я был мелким и когда на PlayStation 1 вот эти вот Final Fantasy выходили, блядь, там было уже 12 игр. Уже тогда было 12 частей. Вот сколько времени прошло? Уже 20 лет. Я не знаю, что сейчас происходит с Final Fantasy, но мне кажется, это просто бесконечная история, поэтому я туда даже не лезу. Я не представляю, что это. Истории КР можно в рулетку писать? Да, но мы всегда должны понимать, что на колесе авторитета действует то же самое правило, что и на колесе бустеров. Правило ВЕТА. Если нахуй, значит... Короче, я отказаться могу в любой момент. Это правило, которое просто незыблемое. Шифала Лума! Привет, Гриша. Здорово, Ленечка. Какой же комфортный сегодня вечер и всё благодаря вашей компании. Мой львёнок вырос вчера. Готовлю свой авторитет для очередной Игры Престолов. Знаете, я ждала сериал по Властелину Колец. Он красивый, но всё остальное бе. Да. Вот если дадут Дромиону в ГП, то они соберут кассу. Вот если дадут Дромиону в ГП, то они соберут кассу. Не знаю. Да не соберут они ничего. Они соберут кассу вначале, потом люди, критики, кинокритики, вообще люди, которые хоть что-то знают и имеют вес в своём комьюнити, они просто скажут, это залупа, потому что мы начали очень сильно яростно, грубо говоря, отстаивать свои интересы, чтобы люди не трогали легенды. Легенду нельзя трогать легендарные вещи, которые имеют вес со времён нашего детства. И они берут это, всё переделывают. К счастью, дети не так сильно вот сейчас фанатеют от всего этого. Крайне маловероятно, что новый сериал увлечёт за собой нынешнее поколение детей. Я не говорю, что нынешнее поколение детей какие-то странные и, ну, вряд ли они увлекутся и проволшебниками. Просто у нас, у них другие авторитеты. У нынешних детей другие авторитеты. У них блогеры в фаворе. У них другое немножко в мировоззрение. У нас, возможно, из-за неимением ничего вариантов выбора, мы смотрели вот это. У них сейчас просто колоссальное количество контента и пошёл нахуй этот Гарри Поттер. Потому что сериал по Гарри Поттеру будут смотреть фанаты Гарри Поттера, которые растут уже сколько им лет. Но люди, которые новенькие, вот эти вот ребята, которые только-только выползли, крайне маловероятно. Какой Гарри Поттер? Причём есть мальчик с этой палкой. Им вообще просто насрать на этот сериал, на эти попытки кинематографа что-то там кого-то привлечь, сделать новую ячейку общества. Всем им просто насрать. Им прям по-настоящему плевать. Они не интересуются, и ты не заставишь их смотреть. Они скажут, что это за... Включил очень стрим Гришани, которому уже 30-40 лет. Да. А что в этом плохого? Но люди, которые выросли на этом... Я, конечно, понимаю, что мы как наши родители, которые пересматривают этот сериал один и тот же, или там старые фильмы смотрят. Я раньше не понимал этой хрени. Типа, мам, что это чёрно-белое? Давно уже есть цветное кино. Может, посмотрим? Они, ну, не могут они это смотреть. У них вот это. Они на этом выросли. Они сами это смотрели в детстве. Украдкой, возможно. Возможно, с родителями. У них ассоциация есть. Мы это смотрели с родителями. Для меня самый лучший день с отцом был, с папой именно своим, когда мы катались в парке на вот этих вот машинках, понимаешь, электрических. Катались в парке. У вас и была такая хотя бы возможность? В парке был вот этот вот аттракцион, когда садишься на машинку на электрическую, и можно было врезаться в кого-то. Вот прям ещё, кстати, столкновения были охуеть какие стрёмные. И вот я сидел с отцом на этой машинке, а Розанна, сестра моя, сидела с мамой на другой. И мы с папой вырезались. Он вообще меня не осуждал, то, что я делал. Это был один из лучших дней в моей жизни с отцом. Ну, хотя много вот он уделял внимания, сколько мог когда-то. Картинг, да. Но запоминающийся был именно этот день в парке. У меня и фотка есть, когда мы в парке катались. И, возможно, вот эти ассоциации у людей, понимаешь, когда они смотрели Гарри Поттер. Почему Гарри Поттер ассоциируется именно с зимним временем года? Странно, ведь в Гарри Поттере есть другие времена года, есть другие события, есть вещи, которые могут быть с другим вайбом. Нет такого, что это именно новогодний праздник. Не обязательно. Но почему-то вот именно в какой-то момент это организовалось. Я до сих пор пересматриваю ЧБ-фильм с Джимой Стюартом. И я тоже. Опять же, вот Мимино. Я в сознательном возрасте его решил посмотреть и почему-то решил, что это новогодний фильм. Странно, для себя определил. Подписчику оформляет кто-то. А, нет. Зарианка Брит. Это уже львенок у нее вырос. Да? Поздравляю. Новый год и волшебство. Возможно, да, как-то синергирует это. В столкновениях был весь смысл. Согласен. Столкновение на этих машинках в этом был, наверное, весь кайф от того, как ты туда идешь. Потому что просто кататься как, я не знаю, полупокер на этом аттракционе не было смысла. Более того, я туда даже не шел, если не было еще людей, с которыми ты катаешься. А ты читал книги Урсулы Лагуин? Нет. Не представляю даже, что это за автор. Хотя Урсула ими мне нравится. Пора влить внимание по ссылкам. Какая ты умная. В ГП очень... В ГП очень мне не хватало сцен побольше с троицей и Хагридом. Сцен с троицей и Хагридом? То есть тебе что, мало было... А, именно с Хагридом? Я думал, тебе мало было троицей на экране. Да Хагрид и достаточно. Он именно такой персонаж, который появляется вовремя и уходит как будто правильно. Урсула это ведьма из русалочки? Она пробует перо? Наконец-то. Поможет эту подписку продлить? В телеге на связи. Продлить? А у тебя же есть все вон. Ее нельзя продлить просто так. Она у тебя существует и вроде как ее нельзя. Вот пока ты... Ты волшебник, Гарри! Урсула уже есть. Ладно. Давайте первую откроем. Откроем первую посылку. Потом бахнем колесо авторитета, чтобы не сильно поздно это было. И потом, да, открываем следующее. А все оставшееся время будем, я не знаю, развлекаться либо в игрушках, либо на чиле. 17-го числа срок. Три дня еще. Ну, значит, желательно на следующей трансляции ее продлевать. Ее сейчас бесполезно продлевать. А ты играл в серию «Мафия»? Да, в первые две. В детстве. Третья «Мафия» — «Залупа», все остальные тоже. Первые две хорош. Но я бы не сказал, что я в них прямо играл. Понимаешь? Для меня «Мафия», если появится на канале, она появится. Она будет неким открытием, потому что если выиграет на каком-нибудь колесе вторая «Мафия», появится еще и первая. Да, это независимые друг от друга истории, но мне плевать. Будет две. Есть кто за «Дайн Лайт»? Давайте... А, нет, я рано еще говорить про сколько стоит колесо и все такое прочее. Ну, а цена на колесо уже установлена. Цена за... за добавление вашей игрушечки на колесо она уже установлена. Но мы сейчас лучше давайте займемся посылочками. Значит, внимание. Они как бы стопки сложены, вот так вот. Я возьму сверху. Возьмем... Вот этот. Он по габаритам, грубо говоря, самый маленький. Но это не важно, потому что габариты не определяют внутренностей. Есть люди по поводу посылок. Я не буду сейчас тыкать пальцем в кого-то, но есть люди, ребятка, которые как бы сомневаются в том, чтобы... Вот они что-то присылают, оно какое-то время лежит, и люди начинают нервничать по поводу того, понравится мне или нет. Вы вообще ебнутые. Объясняю популярно. И я так отношусь к своим подаркам. Вы не можете сомневаться в том, что понравится мне или нет, потому что я прежде всего ценю само внимание, которое оказывается. Мне, возможно, столько в жизни нахуй подарков не дарили, сколько вы это делаете. Понимаешь? Не надо нервничать, потому что если вы решились на такой вот этот необдуманный шаг, все те вот приколы, какие-то мелочи или еще что-то, возможно, даже какое-то камео, оно влетает, они увековечивают вот в каком-то месте, здесь, тут, вон, крата стоит. И это не может не понравиться, потому что я ценю внимание. Я даже не знаю, сколько что стоит. Ну вот, я некоторые вещи, я не оцениваю это, потому что у меня нет смысла там продать это, потом куда-нибудь слить. Нет, это штуки, которые я всегда запоминаю, от кого, что, где, это внимание. Поэтому нервничать и вибрировать на тему того, что в вашей там посылке что-то, что может мне не понравиться. Но если это не плед с Барби, то все остальное я готов простить и даже не нервничать. Ну и где плед с Барби? Вот как раз о нем и речь. Так плед с Барби, я сказал же, я детям отдал его. Я же сказал, что плед с Барби отдал детям. Они на нем флексят, я не знаю, со времен, когда им начали делать массаж, они вот с ним играются, им прикольно. Плед был шикарен. Почему был он? Он и есть. Он просто стал нужен детям. Всем приветики. Здорово, Ольга. Туалетики опоздала, но бежала с зала быстрее, чем самолет. Всем теплого и хорошего вечера. Зал. У меня все тело нахрен болит. Что это за жесть какая-то. Я тренировался нахуй 10 лет для того, чтобы сейчас, чтобы у меня все тело просто охренело. У меня ноет каждая мышечная группа. Я после вчерашнего даже встать нормально не могу. А сесть вообще, о чем речь? Дай бог в туалет бы попасть. Итак, отправитель. Панферова, Дарья Александровна. Здравствуйте, Дашенька. Это та самая Дашенька, которую присылала уже неоднократно посылочки. Она же. Вон тот великолепный, вы, наверное, его не видите, но вот там вот. Вы вообще оценили, что здесь есть изменения небольшие? Давайте-ка. Да? Есть небольшие изменения. Небольшие. Вот здесь, например, вот это. Вот эта рука. Вот эта рука, рука, рука держит карту мародеров, если что. Она просто из потолка вот так вот свисает, как будто пробило нахрен потолок, и у него в руке карта. Вот, видишь? У нее карта, у нее карта мародеров в руке. Это первое. Бабусы. Бабусы. Сахарной комочей я старалась. Приятного аппетита. Спасибо. Дальше. Шляпа здесь появилась великолепная. Она тусуется пока здесь, на крючке, все дела, все у нее нормально. Вот здесь что? Вот здесь? Соответственно, это, ну, я давно уже эту штуку сделал. Внутри должна быть лампочка, она должна светиться. Но там ледовский, грубо говоря, вот такой вот ледовская спиралька, которую можно включить. А внутри живет мандрагора. Внутри живет мандрагора, которую прислала уже давненько Искра. Она ее нашла, видимо, на одном из маркетплейсов. Я показывал вам мандрагору, такую связанную типа крючком. Там мандрагора в таком горшочке. И вот она живет внутри вот этих вот, вот этого светильника. Я потом его, ну, я не знаю, сфоткую и покажу. Здесь вот молодой человек, молодой человек, который держит карту мародеров как раз. Бля, а ничего, что я вот именно этот палец использую, да? Не то, чтобы я как бы, ну, то есть вам это вот так, да? Не то, чтобы я не уважаю вас. Просто, ну, как взяла рука, понимаете? Взяла рука вот так. Ну, и нормально. Вот. Это вот как раз Дашенька присылала эту фигурку. Она, оказывается, коллекционная. И хрен ты ее где найдешь? Оказывается, это очень редкая фигурка именно вот с таким, не знаю, с таким, по всей видимости, его, с таким позиционированием, с такой позой. У меня даже шрамы есть, да? Профессор Люпин, братишка. По Фрейду пальчик. Да? Ну и здесь же, здесь же стоит малыш до без носочка, малыш до без носочка. У меня есть небольшой еще план вот здесь вот повесить как раз таки сделать полку. Я, скорее всего, ее оттуда заберу и сделаю другую. И сделаю другую. И эта полка будет как раз таки для игрушек фанки-поп. Я думаю, а что наушники-то куда улетели? Интересный факт. Так брать стало уже даже привычно. Да, что-то я частенько начал использовать этот пальчик, засовывать его в экран. Странно, но ладно. Лучше вызывать зависть, чем жалость. Туда, наверное, можно и голову добби. На манекене, которая? Не знаю. Там надо... Это будет сложновато, потому что нужно будет хорошую такую подвесную систему или полку туда ставить. А это не... Не знаю. Возможно. Может быть, пихану. Я туда книги хочу правильно сделать. Есть такая штука, называется невидимые полки. И они как раз-таки для книг или для каких-то непонятных, не знаю, каких-то изделий. Невидимая полка это такая штука, на которую ты прикрепляешь объекты, и они как будто бы парят... То есть ты даже не видишь, как он закреплен. Есть такая штука, невидимая полка. И вот я хочу эту невидимую полку пихануть вот туда и книги сложить вот неким таким образом. Книги, журналы вот с придирой. Сложить их так, как будто бы они просто парят над... Левиосы, короче, сделать. Это не так просто, но я уже начал прорабатывать этот план, даже знаю, где это будет, но позже. Руку на потолке, видите, вон она торчит. А, он, эй! Здесь стрим идёт, да, всё правильно. Итак, Дашенька, она написала, что нужно сахарная комочек. Я старалась. Тут, походу, много жрачки. Надо герб ещё прикрепить. Герб вот здесь вот лежит, но это будет попозже. Я его как раз дособрал, всё. Это было, кстати, охуеть как непросто, но я всё сделал. Алина, моё уважение. Я его дособрал, закрепил, он в целом держится. Здесь можно посмотреть, какие детали были переведены в действие. Здесь охренеть, как много пасхалок, отсылок разных. Там и совы, и мечи, разные драконы, лапы, ещё какая-то хрень. Вон в центре, видишь, аж нарисовано. Хогвартс! Да, всё, всё в этом. Всё, всё в цвет. Осталось его с передней части ещё закрепить, чтобы он стал монументальным. Но это позже. Как можно послать посылку? Но прямо сейчас я не могу тебе ответить, потому что есть два варианта, это СДЭК и Почта России, но адреса нужно, что называется, выбивать буквально, выбивать, искать, надо каким-то образом модерацию склонить к тому, чтобы они спалили эти адреса. обивать пороги и, возможно, тебе расскажут. Сейчас адреса не буду говорить, в телеге. Что за пакетик на нём? Это не пакетик, это специальный склеивающий материал. Итак, далее. Сакарная кома, говорит, чек. Григория Райчу, да, спасибо огромное, Низгородскую область, где мой великолепный нож, точнее, не нож, а опасная бритовка. Понятно, отправить посылку Грише, это целый квест. По сути, да. По сути, да. Итак, это уже, по-моему, четвёртая Дашина посылка. Дарья, если что, в Симсе, если вы примерно хотите представить, вот такая Дарья, Дарья, если что, это та женщина в Симсе, которой я доверил Летте, когда решил поступить в университет. Та самая. Эко-коробка. А что это даёт, что она эко? Это же всё равно коробка в итоге. Что мне с ней потом делать? Я не знаю. Она сама может испортиться или что? Еда, бля. Здесь куча жрачки. По всей видимости, ломтишечка, братишка. Так, нужно убрать вот эти вот штуки. Ну, у вас там сейчас звуки начнутся разные, вы понимаете, да? по всей виду. Вы же пришли сюда именно для этого. Вы пришли сюда именно для этого. Это же эко-коробка. Соответственно, я могу... Да, блядь. Ты что, не хочешь? Я знала, что это ты. Да-да, это я. Дашенька. АСМР пошло. Да, сейчас мы... Так. Ну, еды, конечно, здесь напихали. Дашулька нашвыряла. Это все мне, если что. Так, с ломтишкой я уже знаком, кстати, а птичка. Вот этот вот чел, это очень вкусная, это очень вкусная, оказывается, хрень, которую у меня в городе каким-то трагическим образом нет. Это, это, понимаешь, это один день, ну, два краха, я не знаю, сколько это продержится. Это еще хорошо, дети не в курсе, что это такое, потому что ломтишка, братишка, ломтишка, братишка, да то всегда будет что к чаю. К какому чаю? Это основной прием пищи к чаю. К чаю другое у меня. А основной прием пищи, блядь, ну какой он, ты посмотри, там крем, все пизда, заказывайте жрачку. Он просто тает во рту, видишь? Он разваливается, как мясо, как шашлык от армянина свежи. А что это? Следующий лот, тортимилк, это когда, это когда я сказал, что у меня в городе этого нет, она решила, что надо послать сладости. Тортимилочка, это тоже такая же штука, только теперь она вафельная. Почему у меня этого нет? Я не находил это ни в пятерочке, нигде. Я еще с прошлого раза ходил, ни ломтишку, ни этого нету. В Ашане тоже нет. Тортимилка тема. Конечно! Видишь, она тоже с молочным этим каким-то непонятным. А теперь крутите барабан. Сейчас у меня сахарное это будет. Вот. Притом, она тоже мягкая. Эть! Как? Ну чай я не зря налил. Ты сказал, тебе понравилось. Конечно! Мне и ломтишка понравилась, и тортимилка. Только хрен найдешь. Я пытался их заказать, но нет. На вафле, похоже. Может, на маркетплейсах есть? А, кстати, может и есть на маркетплейсах. А я что-то не очень доверяю еде на маркетплейсах. Если честно. Я оттуда ничего из еды не заказывал. Воду бывает. Но вот чтобы что-то вкусненькое, на Азоне покупай. Я ни разу не запрашивал на Азоне еду. Ха! Фикс прайсе есть. Фикс прайс. А у меня вообще не знаю, где это магазин. Я туда просто не таскаюсь. Не знаю, почему. Где ты дивная? Ну, это, походу, моей жинки. Лучше даже не вскрывать, я так понимаю, да? Это жинки, походу, моей. Потому что это любимые ее конфеты со времен, не знаю, мизозоя. Походу, это жинки моей, птица дивная. Я помню... Помните, я в прошлый раз коробку отнес? Это все еще была Даша. Она птицу дивную прислала в таком пакете, похожий на вот такие... Вот такие тортимилки. И я эту птицу дивную отнес, когда еще трансляция была. Когда она закончилась, я вроде это уже озвучивал, я пришел, там осталась одна конфетка. Она говорит, я тебя оставил. Я говорю, да мне не хочется. Я говорю, последнюю даже вор не возьмет. Последнюю. Я говорю, давай ты уже доешь. Я говорю, не нужно здесь вот этот вот щедрость. Я говорю, не делай вид, что тебя интересует моя жизнь. Я говорю, съешь уже, что дали. А зон темы, я там те грибочки нашла, которые прислали Грише. Да, кстати. Грибочки тоже были прикольные. Но у меня тоже был сакерный этот для сних. Наслаждайся, Гриша. Пока можешь. Классные вкусняхи. Можешь. Даша шарит за счастье и наших животиков. Блядь. Это тебе не презервативы жевать. Презики, да. А вот, что такое? Наслаждайся, пока можешь. Мне не очень понравилось. Мне не очень понравилось. Наслаждайся, пока можешь. Мне что-то грозит или в чем проблема? Наслаждайся, пока можешь. Всем привет. Здорово. Потом дети отберут. Дети, да, начнут забирать у меня. Эти хавчики. Блин. Так, это для жинки, для моей. Оставим здесь пока. Пока не на сушке. Я уже похудел. Прилично сбросил. Но я не стремлюсь к этому. У меня другая задача. В моей жизни, в моих тренировках задача другая. Я не стараюсь похудеть или сушиться. Съем еще одну ломтишку. Они вкусненькие. Я бы детям вообще сладкого не давал, кроме фруктов. Да. Нет, вообще им нельзя не давать сладкое. То есть ограничивать их вот в этих историях идея не самая лучшая. Но на старте жизни нежелательно, потому что в итоге они становятся от сахара очень сильно зависимы. На старте жизни не надо это делать. А при корме, там фрукты, еще что-то. Вот манго мы заказали, ящик манго. Они уплетают вообще. Не успеваешь. Разжиреешь сразу, потом не согнать вес. Это ты мне говоришь? Не согнать вес? Ты посмотри мои фотографии. Я человек, который шарит. Я знаю, как сгонять вес. Никогда не было, никогда не было проблемой, когда я задавался целью. Сделать форму, проблем вообще никаких нет. Я все знаю. Мне не нужны диетологи, там какие-то, знаешь, тренер, который будет меня пинать. Нет. Идешь, делаешь дело, которому уже посвятил, я не знаю, основную часть своей жизни. У меня все работает в этом плане. Как сгонять вес? Не жрать. Это не всегда хорошая идея. Не жрать, это значит подвергать себя огромному стрессу. потому что жрать рано или поздно захочешь и ты сожрешь, в итоге все обратно килограммы вернутся. Да еще и на этот. Согнать вес легко, но удержать его, ну мне, я не буду, потому что, мы не сможем с тобой поддерживать полемику, потому что я слишком много об этом знаю и у меня есть свои методики по своему определенному телу, потому что все индивидуально, давать кому-то советы нет смысла. Я знаю, что она мне работает и страха, например, набрать вес. Вот я писал пост в телеге о том, что мне не стыдно, что я форму подрастерял. Все нормально, потому что нет страха или какого-то непонимания или стресса от того, что, блин, я вес набрал. Плевать. Я знаю, что делать. Я знаю, как вернуть, например, мышечный корсет, знаю, как согнать жирок, нужный, ненужный, знаю, сколько жира должно быть в теле, чтобы организм поддерживал, ну как бы, чтобы он функционировал и не сдох нахрен. Потому что сушиться и сидеть на какой-нибудь кетогеновой диете, да, там, на кето-диете, идея не самая лучшая, в особенности, когда вы уже такой взрослый чувачок и у вас нет дедлайнов, если вы никуда не торопитесь, если у вас не спортивная какая-то гонка или там есть какой-то определенный день, к которому вы должны быть, вот так вы должны выглядеть. Поэтому несложно. По фоткам, но вес неумолимо все равно растет, даже если не жиреешь визуально. Вес растет? Каким образом? Да что вы за вес-то взялись? Вес вообще не имеет значения. Если ты выглядишь красиво, шоколадно, тебе не важно, сколько ты весишь, то 115 килограмм, потому что два одинаковых по весу человека могут выглядеть разными. Что вес растет, какая разница на этот вес? Если ты выглядишь эстетично, у тебя есть, грубо говоря, определенный мышечный корсет, и ты в общем и целом всегда активен, у тебя все заебись, тебе не важно, сколько ты весишь. За весом можно следить исключительно номинально, знаешь? Есть движение, нет движения. Вес и определение веса определяют только движение. Ну, то есть, существуют ли какие-то изменения? Но в общем и целом вас должно интересовать только исключительно внешний аспект, как вы выглядите. Потому что если у тебя округлилась жопа, у девочки, ты не должна париться по поводу того, что ты весишь 70, потому что твои 70 килограмм в этой клевой, упругой заднице, они там. Не нужно изничтожать себя диетами. Кето-диета, это не самое лучшее для здоровья организма. Не самое лучшее для здоровья организма даже спортом заниматься. Все в меру. Мы сейчас говорим про все в меру. Кето-диету можно использовать. Это стресс, но, в общем-то, она работает. Как и раздельное питание, как и периодическое голодание. Не работает банановая диета. Вот это залупа. Не советую. Яблочные диеты, это вообще какой-то мрак. А эти истории, они работают. В особенности дробное питание и раздельное. Все в меру. Едим ломтишку. Все правильно. Все в меру. Так. Это какая-то бутылка. Очевидно. Походу, для здоровья что-то опять прислала, Дашенька. В свое время гоняла вес для выполнения мастера спорта на соревнованиях по тяжелой атлетике. Питаясь 6 раз в день. Да, это разгон метаболизма. Точнее, как разгон. Уже давно ученые доказали, что нет никакого разгона метаболизма. Но я буду говорить вот этим старым языком. Это разогнать метаболизм и жрать маленькими порциями, но часто. И это, кстати, полезно даже при неподготовке. Это достаточно хорошая история с питанием. Просто в большинстве случаев у нас нет столько времени на вот эту вот сраную, блядь, разделение. То есть, я этим занимался там два года усердно. Считал калории, считал, БЖУшечку считал, сколько потребляю, в норму высчитывал, потом корректировал это все для себя, потому что я другой человек, а не из интернета эта формула. Она подходит, но ее нужно корректировать всегда, потому что у нас с вами разная активность. Я делаю больше, например, мне нужно больше жрачки, потому что я начинаю по мышцам гореть. Вы делаете меньше, но тренируетесь так же. Бабусы. Мышцы останутся. Я скину потом адреса фирменных магазинов ВНН. Так. Там есть все. Про бутылочку. Это бальзам. Его лучше по чайной ложечке в чай. Согревает. Согревает, сказала она. Бальзам, который согревает. Алкогольная продукция, небось. Ебать. Слышь, ты? Я вот так вот нажму, вот сюда палец поставлю. Согревает он, сказала она. Вот так это выглядит, бальзам, который согревает. Да. Знаешь, как там градус? Бабусы. Ебану. Простите, я резко к вам врываюсь вот так, у меня чутка бомбит. Про меня пошли выдуманные и глупые слухи за ситуацию, которой не было вообще. И хорошо, что одна девушка написала и спросила меня, ибо это касается ее мужчины. Я начинаю думать о порче на того человека, ибо не первый раз уже такое. Еб твою ма. Ну здесь, слышь, что-то тут приличненько согревает. Давай-ка, давайте устроим голосование. Сколько градусов вот в этой вот парне? Сейчас, девочка, секундочку. Прикольная женщина, вот это такое, что-то на, что-то на казахском. Это чебоксарские ликероводочный завод чебоксарский. 8, 40? Нет, пока нет правильного ответа. Правильного ответа не вижу. 35? Нет. 40? Нет, 60? Нет, 65? Нет, 18? Нет, очень далеко 18. 45! Love official! Love official! 45 градусов чистого спиртя. Ну пахнет, кстати. Ну сначала открываешь, ну то есть бахает, а потом раз. Травки, что-то тут еще. Что-то в этом есть. По ложечке в чай, ты говоришь? Я скину потом адрес. Про бутылочку, это бальзам. Его лучше по чайной ложечке в чай согревает. Ясно. Алка стримы. Ну я знал, что мы к этому рано или поздно придем. Скатится все вот в эту вот, конечно, трешовщину, потому что, ну, я старею. Контент, естественно, тоже начнет немножко увядать. Игр все меньше. Бабусы. Вот. Ломти, Мишку, нашла на Азоне, ссылочку тебе скинула. О, ну вот видишь, а я не ищу на Азоне, никогда не искал еды. А, кстати, интересно. Я бутылку поменяю, чтобы не было, это не та бутылка. Я не пью на трансляции. Это другая бутылка. Пепси. За пиончик. За пиончик, как в подъезде, бля, это чисто подъездная тема. А за пион есть? Мне половинку. Вот эта штука. Мне половинку. Чисто подъездная тема. У тебя всегда в руках два стаканчика. Два. А тост? Да тихо, какой тост? Закусить не забудь. Я запил. У меня запивочка есть. Вон уже, я покраснел. Успокойся. Очень крепкий чай. Да, крепковатый. Крепковатая. Кока-кола попалась. Дашенька. Ну, кстати, я не то чтобы против, или там за, или еще что-то. Но я не пью. И не пью очень давно. У меня нет такого, что я там хоть когда-то, что ты знаешь, пиво или еще. Я пивом поливаю мясо. Если я говорю, про Глинтвейн говорим, я его выпариваю. Алкоголь там не остается от слова совсем. Ну, там может есть несколько градусов. Но чтобы я что-то пил, вот да, нет. До сих пор стоит вон Эль Гринга вино и Proper 12. Я так и не открыл этот виски от МакГрегора. Я покупал его тогда, когда это была первая партия. Нашел его. Это была первая партия, когда МакГрегор еще был полностью владельцем акции Proper 12. Он сейчас большую часть акций продал и не является главой компании. Он является лицом медийной компании, но давно не глава по документам. То есть, до юра, МакГрегор уже давно не является владельцем Proper 12. Но эту бутылку я покупал с первой партии. Нашел ее в Сочи, блядь, хотя искал ее по всему миру. В Сингапуре. Во Вдютихах я искал. От Сингапура до Европы нигде не находил. Ни в наших, нигде ее не было. Говорили, что есть в барах, но в барах тоже не нашел. Вот эту я нашел в винном каком-то классном отдельном магазине, где вино продается, где продается алкоголь. В Сочи на Красной Поляне наверху. Представляешь? Я никогда в жизни не пила. МакГрегоровский вискарь, вот именно эта бутылка с той партии, потому что, удивительно, он молодец, он все бутылки пронумеровал. Все бутылки пронумеровал. У меня... Бля, какая здоровая, кстати. Она такая большая. Ух, прям. Proper 12. Олев, смотри, какой тигр с короной. Красава. Ири Шайланд. Так, это... Этот, как это называется? Ирландский виски и моя бутылка из Дублина, все дела. И потом это... Еще завод в том месте стоял. Он потом переехал. Это чистый оригинал. Акциза, все дела. Сейчас скажу, сколько... Блядь, здесь меньше... Здесь в ней меньше процента алкоголя, чем вот в этой штуке. Ты понимаешь, что это куда более алкогольная история, чем вискаре. Это просто охуеть. Моя под номером... Пойди найди ее. 1259-я. 1259-я. Мелкий шрифт, я, скорее всего, здесь... Ну, вы не увидите. Но она... Это 1259-я бутылка. Это охренеть, как мало, которая по миру разошлась. Скорее всего, это не та бутылка, которая, грубо говоря, из первой... Это не из первой партии. Это, скорее всего, вторая партия, потому что там, типа, два и все что-то. Из Сочи. О чем речь? Где купил? В Сочаре, да. Нашел. Эту бутылку нашел в Сочаре. Так. Ну, а с алкоголем у меня нету вообще никаких взаимоотношений. Я не шарю уже за современный какой-то алкоголь или еще что-то. Все равно капитал. Да я ей не отдам никому, не продам или еще что-то. Это история, когда я еще очень болел за Конора Макгрегора. Я и сейчас, но он уже не боец давным-давно. Но мне нравится его идеология. Нравилось всегда. Его идеология, как он ведет дела и как он, в принципе, ну, можно сказать, стал лицом UFC. Для меня так точно. Потому что привело меня к просмотру UFC именно его история. А, сам купил бутылку? Я охотился за этим. Я ее лично нашел в Сочаре. Виноградный день. Вот он, тот самый. Итак. Это чекушечки, я так понимаю, да? Их здесь две. Здесь остались две чекушечки. Какие-то непонятные. По всей видимости, все. Да, ведь все. Я ничего... Да. Здесь какие-то чекушечки две. По всей видимости, сейчас я там... Да? Варенье? Я не знаю. Это стаканы под парне. Стакан под парне? А, под эту алкогольную штуку наливочки. Да-да. Начинается там наливочки. Дашенька, по всей видимости, решила не только меня едой здесь, да? Чтобы было и закусить, и запить. Это к чаю. Вот это? Это что-то очень вкусное, походу. Отломи! Отвали! Шоколадно-ореховая паста. Ебать! Ложечка есть тут? Бабусы! Всем привет! Дала! Чат, модерация. Здрасте! Гриша, мое уважение. Сегодня мою ДР 25 лет отмечаем друзьям и сыном. Друзья кинули. Сижу Реву 13 лет дружбы. Я, оказывается, много прошу. Просто посидеть со мной, пидец. Всем добра и хороших друзей. Увы. Эти педагоги даже не понимают, какую хорошую девчоночку они упустили. 25 лет, охуевший вот. Отмечаем с мужем и сыном. А кто тебе еще нужен? У тебя есть семья. А у этих что есть? Даже подруги уже нет. Дошли их нахуй. Оказывается, я много прошу. Просто посидеть со мной не хотят, не решились. Бывает. Бывает. Жизнь жестока в этом отношении, потому что бывает, что дорожки расходятся, так скажем, дорожки расходятся с людьми. А ты не готова с ними прощаться. А жизнь, она тебя в любом случае, видишь, так разводит, показывает тебе. Ну и что, это твои друзья не могут тебя поддержать в этот ответственный... Опять же. Кажется, кто-то спросил за слухи. Извините, что в донате. На меня закинули ситуацию, что я, как оказалось, смотрела на ту самую мужчину той девушки, и она спросила, правда ли это. Когда я спросила, откуда этот бред? Мне указали на тех людей, кто обычно пустые слухи на всех пускают. Одна злость? Фу. Надо с гелочкой, и что-то у гелочки какая-то хрень там произошла. Но с 25-летием у тебя булочка. Да? Я за тебя пью. Хрен с этими друзьями. Какая разница уже? Когда ты можешь провести его не только с мужем и с ребенком. Хотя это и есть твоя семья, по идее. Тебе больше никто и не нужен. Ну так, если порассуждать, то твоя семья уже сформировалась. Обнимаешь своего мужа, крепко целуешь сынка, и вот оно, твое день рождения. То, с чего ты начинаешь, по всей видимости, свой путь к 26-летию. Да? Я тебе желаю здоровья. Ну и чтобы побольше ты в людях могла разобраться, чем вот есть сейчас. Потому что, по всей видимости, если ты с такими ребятами от них чего-то ждала, наверное, знаки-то уже были давно, что ребята не совсем порядочные. Ну, увы. 25 лет – хороший возраст. Это вдвое меньше, чем 50. Да, можно сказать, юбилей, наверное. 25 лет – это, наверное, юбилей. Прикольное. Четвертак. Четвертак. Хороший четвертак. Клевый возраст. Я себя оцениваю на 24 года. Это знаковое было мое событие. К 25 годам, мне кажется, я ментально не повзрослел. Надеюсь, что ты в свои 25 ментально тоже хотя бы близка вот к этому возрасту. Потому что 25 – хороший возраст, уже пора басить. Теперь муж – ребенок. Представляешь, насколько это уже охуеть, как состоялось в этой жизни. А твои друзья, походу, нет. Ну и хрен с ними. Да? Бухаем. Где мой этот? Где мой великолепный парне? Блин, 45 градусов. Охуеть. Итак, подожди. У меня тут какой-то... У меня тут какая-то вкусненькая паста. Паста шоколадно-ореховая. Сроки нормальные. Травануть не решили. Состав. Арахис, жир растительный, сухое обезжиренное молочко, сыворотка сухая. Это, блин, не важно. Шоколад, шоколад. А может, вылиться мне в лицо? Эх, ее. Такой он жирный. Ореховая паста. Шоколад и ореховая паста. Ореховую пасту я очень люблю. А вот чтобы она еще шоколадом была, это просто пиздец. Я недавно для себя еще открытие. Пальцом давай. Ой, вкусное сочетание. Охренеть. Ложки нет, реально. Я пришел сюда, у меня ничего нету. Но у меня есть вот так. Надо дождаться, пока оно вылится. И успеть поставить свой рот вонючий. Это очень вкусно. А-а-а! Сахарная атака. Сходи за ложкой. Зачем? Я так буду. Так, я полезла за Нутеллой. Это вот по-другому. Это не Нутелла. Потому что Нутелла исключительно шоколадная история. А здесь арахис. И он чувствуется, арахисовая паста. Как-то странно. Вот в Америке, особенно в Австралии, очень любят арахисовую пасту. У нас ее не так ценят, как эта. А эта шоколадкой. Так больше влезет, да. Если ее выливать. Это очень вкусно. Но мне пока много нельзя такого. Я контролирую свою диету. Так, здесь что? Нутелли тоже орехи есть. Орехи есть, но там не арахис. А здесь преимущественно арахисовая паста отдает. Вот именно этой вязкостью. У Нутеллы больше шоколадная такая состоит. Я за пивом, понимаете? За пивчанским. Здесь такая же арахисовая... Другое что-то. Другое. Там другое что-то. Арахисовая паста нутис огонь. Да, кстати, я ел. В Нутелле фундук лешина. Лешина? Я пока держусь, чтобы не пойти на кухню. Держись, держись. Вкусно, Датенька. Спасибо. Вкусняшки. Пока они лежали, блин, целую неделю. Могли и испортиться, кстати. Аккуратно в посылках еду кладите, потому что есть вещи, посылки открываются не сразу уже. Лещина! Лесной орех. Его зовут Лещина. Лесной орех. Добрянка. Вот мне надо быть побольше Добрянкой, понимаешь? Я порой... Сегодня был комментарий в Телеграме, в чате, что типа у нас единственный... Человек написал спасибо, что вы такое классное сообщество, классно, что вы здесь все такие собрались, пиздатенькие, что здесь нет духоты, здесь нет каких-то... А, да? На что человек пришел и сказал, единственная душнила, это Гриша, когда у него нет настроения. И она была права. И она была права. Но с Добрянкой! Добрянка сделает дело, понимаешь? Добряночка это то, что как раз мне и поможет. Как только я начну где-нибудь бомбить на кого-нибудь, я буду есть Добрянку. Спасибо за теплые слова. Друзья, курсные сына, я от этого в охере. Бог с ней и с дружбой. А звоночки херовы и правда были в течение месяца. Звоночки херовы и правда были, да? Ну, к сожалению, жизнь, понимаешь, она раком ставит в итоге, когда ты не реагируешь на вот этот вот, на сигналы. Обычно вот ребята, которые расстаются там, ай-яй-яй, я расстался с девушкой, я рассталась с парнем, о боже. Я всегда просто... Вот один случай был, наверное, из гигантского количества, когда человек сказал, что ни одного звоночка от жизни не было, что мы должны разойтись. В большинстве случаев несколько месяцев, возможно, даже годы идут, когда жизнь тебя подталкивает какими-то моментами, мелкими ситуациями, что это не твой человек, плохая идея, перестань с ним коммуникатировать, расстались и расстались, перестаньте сродиться. И жизнь подкидывает тебе мелкие какие-то ситуации, чтобы ты взглянул на это под другим углом. Но человек не видит, не хочет видеть сигналов, не хочет видеть. И в итоге видишь, к чему приходит. Жизнь заебывает, она устает тебя. Ну, как объяснить? Пытаться повернуть в правильную ситуацию. Она тебя добра желает. И в итоге, ну, она радикально просто убирает у тебя этих людей, отбирает, я не знаю, наказывает тебя. Потому что, если ты по-хорошему не понимаешь, ну, на тебе по-плохому в твой день рождения тебя просто оставили. Не хочется видеть одну, но ты на них как будто бы рассчитывала, на этих людей. А они, да, в итоге педагоги. Но это не важно. У тебя рядом семья. Твой сын и твой муж. Добрянка! Всем добряночки. Фундук. Это еще одна такая. Так. Устает тыкать носом. Жизнь, да. А, ну тут такая же консистенция. Только она еще, кстати, она жиже. Вон, видишь? О, блядь. Добрянка. Добрянка. Вариант сортировки. Тут даже хлебушек нарисован. Смотри, как надо. Ну, я с хлебом ел только в детстве. Я чем взрослее становился, тем больше понимал, что хлеб это лишняя какая-то хрень. Вот это вот хлеб не нужен. Какая-то пропаганда хлеба. Надо так жрать. Ну что, раздобрел? Ну, видишь, я сижу вообще намаслился, как кот. Сейчас я еще не знаю. У меня еще добрянки. Гриша и чатик, приветик. Обнимаю вас. Не болеете. Опять сопли тягаю. А завтра на работу. Отпуск пока-пока. Отломи очень вкусные конфеты есть. А добрянка очень вкусная. Сейчас тоже буду кушать. Спасибо, Дашуля, и за камушки классные. Обложку на паспорт и благовоние вообще тема. Какие камушки? Она тебе прислала то же самое, только еще с камушками и обложкой на паспорт? Ну, у меня такого нет. Спасибо, Дашуленькая. За вкусность, конечно, жалко, что у меня нет теперь обложки на паспорт. Ну, то есть, посылочка могла быть типа богаче, конечно. То есть, у меня должны были быть еще и камушки какие-то, да? Посылка, я зря выпил эту хрень. Ты понимаешь, что сейчас со мной будет? Че это такое? 45 градусов. У меня начал, из меня начал искрометный юмор сыпться. Не лучшая затея. Не заслужил, походу. Добрянка, говорит, вкусная. Я вообще не понял, донат кому мне? Добрянка, говорит, вкусная. Отломись с кайфом. Пойду тоже есть. Спасибо за камушки и за паспорт. Ощущение, что трансляцию ведет Ниночка, блядь. Да. Деньги тебе, а донат дашь. Очевидно, разговор был не со мной. Ой, аж это, какие-то эти импульсные штуки в голове начали произрастать. Много сахара. Очевидно, что это для меня многовато, да? Колесо может подешевеет, когда Гриша раздобреет. Нет, там есть умная цена. Я говорил, что Твич со своей системой умную цену поставил. Очень важно встречать день рождения с правильными людьми. Это правильно. А не абы с кем собраться. Я этим летом свои 26 кругу родни решила встретить. Уехала в родной город. Муж остался дома, собрала родню, наготовила стол, вся в мыре была. А бабка мне заявляет, уж лучше бы ты, сука, в кафе пошла. Пошли бы лучше в кафе, будто она устала. И правда, лучше бы с мужем вдвоем отметила. Да, чем больше стараешься для людей, как правило, тем меньше в итоге фидбэка хорошего получаешь. Но это классно, это база. Типа, от этого никуда не денешься. Вообще, к какому-то мнению уже начинаешь приходить, что чужие люди иногда более благодарны, чем свои родственники, свои близкие, свои какие-то вот как будто бы, казалось бы, вот именно близкие к семье, вхожие в дом. Начинаешь чувствовать Добрянка. Добрянка с привкусом предательства. Есть такое немножечко с привкусом предательства. Хорошо. Это хорошее. С привкусом предательства. Очень вкусно. Цена одна для всех? Ну, конечно. Естественно. Одна для всех. Свой день рождения стараться вообще не надо. Не то, чтобы стараться вообще не надо. Тут вот вопрос просто в организации. Лучше организовать все, но особо не выебываться, потому что в свой день рождения вы очень уязвимы. Энергетически. Ну, вы можете в это не верить, ради бога, но энергетически вы очень суперслабы в свой день рождения. Вот именно в свой день рождения вы суперслабы энергетически. Вас могут задеть, обидеть любые абсолютно обстоятельства, в особенности несправедливость или какая-нибудь вот эта колкость со стороны внешнего мира. Друзья это ваши, родственники, неважно. Вы порой даже ждете, ведь мы ждем поздравления не от всего мира. Мы ждем поздравления иногда от одного, максимум двух людей. И нам больше ничего не надо. Мы всем остальным просто рассылаем слово спасибо, которое копируется и безэмоционально отсылается в качестве благодарности, но мы ждем определенного человека с определенными словами. И все. Нам нужны в этот день определенные люди. Не все подряд. Не гигантское количество людей. Люди, которые собирают на своем дне рождения колоссальное количество людей и ждут от каждого и каждого внимания, это инфантилы. Современный уже такой сознательный человек, он ждет конкретных людей. Ему важно, чтобы этот помнил, этот и это. Вот эти вот три человека, они обо мне помнят. Им не нужны подарки, ничего не надо. Им нужно просто вот только внимания и все. От этих конкретных людей. Остальным ты просто рассылаешь спасибо, потому что они тебя поздравили инерционно, им напомнил мессенджер, ВКонтакте, любая какая-нибудь социальная сеть им просто напомнила. И ты им просто, ну, спасибо, но в это спасибо не завернуто ровным счетом нихуя. Как и, наверное, в поздравления тебя тоже ничего не завернуто. Ну, просто типа есть и есть. Но ты конкретно и ждешь поздравления от конкретных людей. Бывает от бывших, от будущих, неважно. Я плачу от смеха. Я девочкам тоже отправляла посылочки. Вторая партия посылок будет позже. Если хочешь, я тебе могу прислать камушки. Да нет. А пока пей, парни, запускай колесо. Хе-хе-хе. Пей, парни, запускай колесо. Пьяное колесико? Я прикалываюсь. Нет, конечно, не надо. Какая вторая партия посылочек? Уже столько всего не высылали, я теперь мне это сожрать нужно, а я в зал хожу. Но я добрянку буду использовать в качестве топлива, понимаешь? Потому что шоколад, он что? Он прежде всего настроение поднимает. Потому что Гарри Поттеру после нападения дементера дали шоколадку, сказав, съешь, полегчает. И он пошел, а я пойду к машинисту. И удалился. Знаешь, я буду использовать это в качестве топлива против дементеров. Пошли нахрен, до сих пор меня столько в какой-то лютый страх меня ввергает. Вот если создадут нормальную игру, где дементеры будут, где будут дементеры, мне будет супер стрёмно. Настоящие. Да не надо мне. Да. Он дадли не дал шоколадку. Увы. Куда ему шоколадку? Какой дадличек? Вторая партия нам, девочкам. А, ну ладно. Опять не мне. Вторая партия, подожди, что там? Вторая партия посылочек будет позже. Если хочешь, и тебе могу прислать. А, и тебе. То есть, если там время появится, то и мне. Да не надо. Ясно. Короче, Даша и Гриша, да. Да не надо мне. Как будто это ему, блядь. Гриша отказывается от посылок, как будто ему что-то предлагают. Это вообще не тебе. Хватит общаться между собой. Нина прислала какой-то нож в спину. Даша ей ответила. Бабосы. У Гаря парня не было просто. Так бы ему легче было. У Гаря не было парне. Вообще непонятно, кстати. А не вот сливочное пиво. Оно же безалкогольное, да, у них было? Или все-таки им наливали в этой таверне три метлы? У Гелочки был донат. Кажется, кто-то спросил про слухи. Извините, что в донате. На меня закинули ситуацию, что я, как оказалось, смотрел на то самое у мужчины. На что то самое? Что такое то самое? На размер? На что? На половой орган? На секс? То самое. Что это? Здесь что угодно может быть. Начиная от размера ноги, заканчивая нормальной состоятельностью письки. Ну, у мужчины той девушки. И она спросила, правда ли это? Не знаю, кривой он. Ну, вот так он смотрит вниз. Что, правда, неправда? На картах видно, что вот так. Крючком, короче, вниз завернут. Какая разница? Ну, и что? Как оказалось, смотрел на то самое. Так. Когда я спросил, откуда этот бред, мне указали на тех людей, как обычно пустые слухи на всех пускают одна злость. Ну. И потом ты добавляешь. Я резко к вам обращаюсь. Слухи про ситуацию, на которой не было вообще. И хорошо, что одна девушка написала и спросила меня, ибо это касается ее мужчины. Так если ситуации не было, пруфов нет, ничего нет. Как можно, блядь, в нынешнем мире пытаться оклеветать человека? Это же бесполезно. Если с тобой имели коммуникацию, и ты кому-то что-то там смотрела в своих матрицах, извините, есть пруфы, ты с ними переписываешься, с этими людьми, с клиентами, со своими. И это является доказательством того, что ты имела отношение к просмотру, там, что вы там смотрели, блядь, на крючок этот бедный. Ну и что? Если пруфов нет, в современном мире все очень просто. Есть пруфы? Нет пруфов. Доказательства переписки есть? Нет. Ну иди нахуй тогда просто с дороги уйди, кера-хир, ты можешь сказать. Забей, короче, это выеденного ситуации яйца не стоит. Может, у него ширинка была расстегнута. Действительно, может, его достоянием стали свидетели цензу целый мир, и ты там тоже была такая, сидишь. Забей то самое. Вот, да. Вот что ты там смотрела то самое у мужчины? Забей то самое на него. Чтоб не возникало больше таких ситуаций. Бабусы. Скинула в чач, что мне прислали. Я не пойду смотреть. Лиша, мы тебя любим. Нет. Ты тоже получишь приколюхи. Да, ничего не знаю. Я не пойду смотреть в чач, что вы там, что вы ей прислали. Ишь, вы что, вы вообще уже просто разнуздались, блядь. Я в чач, говорит, скинул, что вы ей прислали. Нет. Нет. Да, посмотрим. Подожди. Это тебе прислала, это тебя прислала Даша? А что это? Мой крестраж. Мой крестраж. Какая-то палка. Пахучка, да? И камушки вот эти. И вот это дополнение, это дополнение вот, ну, к ломтишке. То есть у тебя есть все, что есть, у тебя есть все, что есть у меня, и вот плюс вот это? Ты понимаешь, ты понимаешь, что я сроком дружбы подавился вот только что, блядь. Как бы больновато ходить, потому что в седьмом позвонке нож торчит. Мне некомфортно даже сейчас на месте-то сидеть. Ясненько. Ну что ж, спасибо, что поделились, да? Даша и Нина, да, вас зовут? На всякий случай, чтобы не забыть ваши имена, то, что там надо будет черкануть. Поешь добрянки быстро! Жри добрянку, Гриша! Нет, у нее вот это и добрянка. А, добрянка и вот это. А у меня, ну, слушай, у меня попище, побогаче будет так-то. Ясно все. Ну ладно. Прикольно, что вы даже друг другу отсылаете какие-то посылки. Это отсылает меня во времена, когда я в деревне, нас увозили на три месяца в деревню, и мы с чуваком переписывались. Подписочку Хеллхаунду подарили! Спасибо огромное. О, Хеллхаунд это девочка, которая создала нам стикеры классные. И она, по всей видимости, там будет дополнять что-то. Спасибо огромное. У нее теперь и випка, и подписка. Хуеть. Раздобрела. За один вечер. Я записала. Да. Мы будем помнить этих людей всегда в этот же список и тех, кто во Фростпанке не голосовал за. Мы знаем, кто во Фростпанке не голосовал за. Этих радикалов, этих непонятных анархистов, которые просто всю нахуй, весь мой геймплей чуть не сорвали мне. Чуть не подохли. Да, модерация! И еще пара человек. Подружились они там. Как подставить подругу? Вот, да, все. И мы с чуваком переписывались на протяжении трех месяцев. Письма отсылали друг другу по Почте России. Рукописные письма. Представляешь, я был тем человеком, мне было лет 10, может, 12. и я уже писал другу в Нижний Новгород, а он мне отсюда писал туда. Потому что телефонов не было, а если и были, то мы как-то не могли с ним связаться долгое время. Не знаю почему. Нет, не было телефонов у нас тогда еще. Нет, лет 10 не было. Революционисты вперед! Класс. Итак, Дашенька, нижайший поклон. Я сказал, что я все это сожру в 100%, поэтому сомневаться в этом не стоит. Блин, слушай, птицу дивную, конечно же, не бы, да? Загнать, чтобы у нее сейчас глаза округлились, и она бы сейчас начала, может, ее это. До сих пор дружите? Нет, он снаркоманился, к сожалению. Это не прикол. Он действительно пошел по странной дороге, а меня жизнь каким-то образом от него отвернула. Я как-то сразу понимал, что это не мое. Я как-то сразу понимал. Все начинали курить? Я такой, не, я не хочу. За гаражей бегали. Да не пойду я. Пойдем покурим. Я говорю, я не курю. Ну, пойдем рядом постоишь. Я говорю, я не хочу рядом стоять, от меня будет пахнуть. Меня мама наругает. То есть мне было стрёмно приходить вот таким вот вонючим, потому что я знал, что там будут вопросы у мамы. Я говорю, я не пойду. Ну, там пахнет, я говорю, мне не нравится там общество, это странное было. Я не ходил. Когда началась какая-то история просто повальная с насваем, который начали забрасывать под губу, клей нюхали, у нас были эти пыжики, мы их называли пыжиками, бензин. Все это просто мимо, 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 нахуй, нет, нет, тоже не надо. Я нашел вот какие-то другие способы, что называется, убить себя или убить время, как хотите называйте, это вот онлайн игры. Я там прям пропадал, да, хорошо. World of Warcraft забрал у меня годы жизни. Но я благодарен им, возможно, это то, что спасло меня от многих таких вот передряг. Да? Пойду отдам. А тип, да, вот мы с ним переписывались. Я прям считал его другом, как будто было ощущение, что вот мы сейчас такие. Нет, к сожалению, наркот. Я сейчас не знаю, что с ним, но в тот момент он начал, это ложки грели. Да ты чё? И, кстати, я видел эту трансформацию, как человек ломается на глазах, ломается. жена. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok И насколько скромно это все дело Тратится или как объяснить Она очень супер скромная Иногда даже мне как будто не по себе Потому что когда за покупками едешь Всегда есть этот момент, когда она Задумывается о том, что Нам надо сохранить бюджет Я говорю, заткни Надо купить, я говорю, клево Мы так шубу ей покупали Еще что-то вообще не знаю какого года Когда она была беременна А, да, просто когда женщина беременеет На нее обычно не налезает пуховик Она проходила беременная 9 месяцев И зима попала под эти даты Потому что дети родились в Какого числа? В январе? Они родились в январе В феврале? В январе они родились В январе родились дети, а это еще зима И она беременная проходила вот именно с пузом Уже всю зиму И куртку необходимо было купить И это несколько размеров вперед И она вот с таким этим Ну я же не буду ее носить То есть Ну сколько мы ее сейчас поношу? Она такая большая Я говорю, слушайте Это сейчас она большая Ой, я говорю, это сейчас Она говорит, сейчас она мне как раз А дальше, говорит, это будет плащ Я говорю, это не плащ Это оверсайз Я говорю, это модно. Я говорю, на тот момент, я говорю, это все еще будет актуально. Я говорю, мы берем просто сейчас на дистанции. Это стильный оверсайз. Оверсайз пуховик. Купили в итоге не нахуй этот пуховик. Мы просто поехали, короче, за шубой такой, которая в плечах ей нормально. А здесь она просто стильная в любом случае, даже если будет с пузом, без пуза. Она просто стилевая, потому что она застегивается, как это, на запах вот так, типа, хоп. Она может застегнуться. А можем? Может просто. Вспоминаем футболку с Нэнси. Стильная оверсайз шубка, да. Прикольная, из овцы. Теплая, потому что вот эти вот гламурные шубы, это вообще не для нас, не для наших зим. А вот шуба, которая действительно и греет, и она еще и красивая, и внешне все очень сильно селит. Еще, сука, ее пойди найди. И да. Я так же рассуждал, когда ходила беременная. Так она вообще ее не застаешь, это же вообще пиздец какой-то. У нее мама церковный, церковный человек. Ну, это в усмерть церковный человек. И там очень все, понимаешь, в этом воспитании, оно очень все, оно все утрированное. Оно все зажжет. То есть столько было зажимов, я не знал, как человека расколупать. Возможно, это и не нужно было делать. Мне говорили, да не надо, оставь. Это же наоборот хорошо. Я говорю, послушайте, она имеет кучу замочков. Эти замочки не нужны в будущем. Потому что в будущем, вот вы, мужики, послушайте меня. Если у вас будет жена, она является драйвером для ваших заработков. Ваша жена, женщина. Баба. В вашей семье. Я никогда не пила и не употребляла, потому что чувствовала, что очень сильно нуждаюсь в побеге от реальности и сразу под саду. В 28 мне диагностировали пограничное расстройство, а у пограничников супервысокий риск зависимостей, большинство и взает. И я всегда чувствовала это, что что-то не так со мной. Ну, видишь, возможно, отказ от вредных привычек тебя спас в какой-то степени. Мне кажется, к зависимости, мне кажется, все предрасположены. Ну, то есть мы можем... Это не какая-то предрасположенность. Мне кажется, это просто состояние времени и состояние твоего организма, когда ты очень сильно надломлен, и ты можешь реально утонуть вот в этом. И от возраста или от твоего какого-то, не знаю... Как это называется, когда... Про родословные досталось, типа, алкоголики были в роду. Наследственное, во, наследственное. У меня есть ощущение, что ни хрена наследственного нет. Есть просто момент, когда ты можешь упасть в эту яму. И неважно, были родственники, у тебя там какие-то не было. Просто существует момент, когда можно оступиться или принять это сраное решение, и пизда. Увы, ну, видишь, хорошо. Моему мужу похожая политика. Только он отдал мне свою карту, сказав, что сам не хочет ничего тратить. В итоге покупаю все ему сама. Сразу скажу, что я была против этого. Но он настоял. Нет, я распоряжаюсь в большинстве случаев всем финансами в доме. В общем и целом. У жены есть просто похренеть какой карт-бланш на всякую фигню. Вот из разряда там маникюр-педикюр, какая-то история с прическами. Куда-то сходить, что-то сделать. Это все вообще закрывается. У нее есть свои бабки, которые она тратит, куда ей захочется. Я вообще туда не лезу. Мне плевать. Я старомоден. Скажем так. Вот эти вот общие счета, блядь. Что-то там делить бабки, считать на двоих. Короче, я старомоден. В этом плане я закрываю... Стараюсь закрывать потребности сразу обеих сторон. Плюс еще и детей. Наверное, это... Наверное, можно ввести общий бюджет. Но с вас такого нет. Нет какого-то общего. У меня есть мое и все. Мое это наше. А ее это ее. Странная схема, но в итоге вот оно вот так. В смысле всякую фигню? Ну... Я же не знаю, на что вы там еще тратите. На шугаринг, еще на что-то. Но вот скромность моей жены позволяет мне спокойно. Например, ну просто спокойно думать о том, что нет... Каких-то страхов от того, что она пойдет, накупит залупы, потратит все бабки на этой карте, например. Да, реально, ее иссушит. Придет и скажет, у меня кончилось, дай еще. Наверное, я был избирателен в выборе партнерши, чтобы вот такого не было. Но в то же время был моментик, конечно. Когда она немножко разнуздалась. Пришлось, конечно, приложиться. К другой карте приложиться, в смысле. И дать еще деньги. Хорошо, когда так получается. К этому стоит стремиться. Женщина является драйвером для заработка мужчин. Женщина является драйвером. Если вы правильно выбрали партнершу, это для мужиков. Я не знаю, что делать с женщинами, честно сказать. Но вот для мужиков, женщина является драйвером для его заработков. Многие мужики думают, что они там сами все заработают. Это же классно, что твоя женщина не тронжереть деньги. Выдать большинству современных девушек карту с деньгами, они побегут там сразу покупать последние айфоны, шубы, макбуки, и сразу делать какую-то пластику. Всякую верню. Пластику. Карточку на пластику. Добрый вечер. Дорога, Гриша. Чатик, всем привет. Здорово. Лечу на четыре похороны за этот год и четыре раз в аэропорту сижу и смотрю стрим. Пытаюсь отвлечься. Больно, невыносимо, страшно и тяжело. Этот год супертяжелый, а этот месяц просто пропасть. Спасибо, что есть такой канал и замечательный ты. Четвертые похороны за этот... За этот год? За этот год четыре четверо похорон. Соболезную. Жестко. Забирают людей, да? Постепенно. Я начинаю вот со смертью, когда у меня вообще... Я к смерти начал относиться странно. В особенности, когда с этим столкнулся сам. Когда уходят бабушки и дедушки, немножко по-другому я это оцениваешь. Нет жалости какой-то. Есть закономерный исход, когда уходили бабушки. Есть закономерный исход, думаешь? Ну, так положено. Типа, все нормально. Но когда вот у меня была история с сыном, я вообще негодовал. Я такой, типа, как? Ты что, ебнулся? Что ты делаешь? Ну, я так, знаешь, вызывал к небесам, как это вообще возможно? Зачем? Почему это присутствует в нашей жизни? Что это? Дети. Ты когда смотришь на это, это же вообще пиздец. Но потом ты начинаешь слегка по-другому относиться к самой сути смерти. К самому наличию этой хрени в нашей жизни. И есть ощущение, или какая-то небольшая вера, что ли, может, хочется, чтобы так было, что это сто процентов не конец. И что это, более того, даже в некотором смысле, охуеть какое продолжение, что ты, когда вот это происходит, именно с тобой, да, когда это происходит, ты что-то ощущаешь, и тебе даже грустно за тех людей, которые грустят по поводу твоей смерти. Вот ты их видишь, я почему-то верю, что ты можешь потом наблюдать. Я даже веду себя немножко по-другому, когда уходит кто-то, и я стараюсь вести себя так, как если бы он за мной наблюдал. Достойно. И, короче, вот, есть ощущение, что они смотрят на нас и такие, да вы что плачете-то, у нас все заебись. Хватит, ну не плачьте, ну, Христа ради. Уберите, ну там, они как-то пытаются нам помочь, и даже как-то сопереживают уже нам, типа, вы что ревете-то, все хорошо. Ну вот вы стоите, понимаешь, раньше же вообще это плакальщицы заказывали на похороны. Давали деньги людям, чтобы они плакали. Плакальщицы была такая профессия. Она может и сейчас есть. Ты даешь деньги людям, чтобы они плакали нас на похоронах. Создавали эту атмосферу, угнетают. То есть, но у меня почему-то есть ощущение, что вот это высвобождение в некотором смысле. И ты такой раз, и там преисполняешься. И такой, блин, да вы что плачете? И вот он смотрит на вас, эти люди, и у них другие, абсолютно, ассоциация другая со смертью. Есть ощущение, что мы потом попадаем в какой-то абсолютно другой мир, где мы можем встретиться, можем продолжать что-то делать. Мы не какие-то, вот как нам описывают, духи, которые передвигают вещи по дому. Там величие, там нечто большее, чем просто ничего. Хочется в это верить. Вообще нихрена непонятно, что на самом деле, но очень хочется в это верить. Поэтому соболезную, но если вот подумать, ведь это как будто не конец. Я как ёбнутая женщина стараюсь мотивировать мужа на большой заработок, а потом пытаюсь догнать его уровень дохода и работаю много. Но я не могу сидеть на месте, я такой человек. Мне всего надо знать, что я могу себя обеспечить сама, и могу добиваться еще большего, чем я добилась сейчас. Поэтому я сначала мотивирую его, а потом мотивирую себя. Стяжкина. Соперничество в семье по заработку не лучшая идея. Ты должна не с ним соперничать и четко понять, что он не является твоим соперником в заработке или в состоятельности в жизни, а ты должна соперничать с собой. Если ты конкурируешь с собой, и это никак не вяжется с соперничеством с мужем, то есть сначала ты, потом я, ты можешь развиваться самостоятельно. Не надо вам параллели какие-то проводить, не надо сидеть и ждать, пока что-то там у него произойдет. Он, возможно, замотивируется твоим путем, когда ты начнешь расти над собой, и он такой посмотрит со стороны, ого, нихуя, и сам начнет что-то делать. А так ты как будто бы намеренно протягиваешь это время, чтобы подпинуть человека к этому. Транжира в доме должен быть кто-то один. Согласен. Это я. Я, да. Но я не транжира. Я действительно покупаю всякие нужные вещи. Да. Что за вечер? Начали за здравие, закончили его покой. Ну, что поделать? Григорий, это подарки. Подарки. Здесь из подарков вот, ну вот, вот там, вот это, 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 и это, вот это, вот то, вот там вообще верхнее, это все пиздец полный. Вот тут тоже. Да, это подарки. А вот здесь? Угу. Все подарки. Все транжиры так говорят. Это подарки. Хе-хе. Там фонарик шевелится. Где? А, вон тот? Да, он может шевелиться. Если я сейчас топну, он будет вот так вот крутиться. Здесь такое. Внимание, нужные вещи сзади, чек. Очень нужные вещи сзади. У меня был парень, который сам не хотел работать, и мне еще не давал. Был парень. Уже хорошо. Кидаю его упреки, что я променял его на работу. Да и, блядь, сразу вообще, ты еще с ним что-то делала? Человек жил в моей квартире, и за мой счет. О, боже, беги, ступай, господи, сбой, иди, иди, уходи. Из моей, из моей жизни. Чего вы тратите время на, каких-то непонятных полупокеров? Лучше реально самой, блядь, что-то добиться, а потом сидеть. Нет. Не надо. Вы намерены же еще иногда собираете вот этих вот непонятных каких-то типков вокруг себя, чтобы было над кем возвыситься. Вам не нужны эти люди безалаберные, без понтовые. Это абсолютный, это абсолютный, как это называется, когда присасываешь, паразиты, паразиты в вашей жизни, от них надо избавляться. Паразиты, как эмоционально сосут из вас энергию, физически, ментально, если вы чувствуете, что из вас забирают ее, все, до свидания. Надо преисполниться, понимаешь, вот, к сожалению, приходится вот заниматься этим. просто привычка казаков, кошаков с помойки подбирать. Да? Это вот девочки. У мужиков немножко не так. Мы разошлись, когда он поднял на меня руку. Блядь, из-за подарка бывшего, который вообще у родителей подарки. Очень рада, что это закончилось. Нет. Вот донат был в самом начале, когда мы разбирали эту ситуацию с бывшим. Выбор вот ваш оставаться с этими людьми. Нужно просто принять решение. До свидания. Вам не нужна эта драма, блядь, сраная. Не нужно смотреть эти сериалы. Вообще, Гриш, хотел тебе спасибо сказать. У каждого человека есть свои примеры, с которых что-то полезное берешь, учишься чему-то. Так вот, могу признаться, что именно у меня ты являешься таким примером. Спасибо тебе. Да вам спасибо. Но я не всегда кристально прозрачен в плане того, что я делаю еще в жизни. Есть вещи, которые очень сильно утрированы, есть то, что не совсем. Всем еще раз привет. Здорово. Но раз тут затронули две темы. День рождения и смерть. Сегодня у меня грустный праздник. Моей маме сегодня бы исполнилось 51. Сегодня бы. Умерла 22 октября. Как-то так. Смерть это неизбежно. Увы. Успокаивает то, что дочь растет копия моей мамы. Иногда начинай верить в перерождение. Да, есть такая хрень. Я не могу тебе сейчас сказать, что конкретно. Бабусы. Сейчас я скажу тебе. У меня мама умерла в 39 лет. Мне тогда было 18. Старшей сестре 20. Младшей 15. Отца не было. Мама воспитывала нас одна. Ничем не болела. Ушла внезапно. Поскользнувшись на льду. Глупо и нелепо. Тогда мы впервые столкнулись со смертью. Вот это мы прикурили. Конечно, жестко. Зато мы есть друг у друга. Прикинь, да? Это вообще пиздец. Ричард Гир рассказывал эту историю. Ричард Гир рассказывал историю про маму. Знаете, наверное, эту историю про Ричарда Гира. Ричард Гир это актер, который играл в «Сбежавшей невесте». Его знаковая роль «Сбежавшая невеста». Так вот, Ричард Гир рассказывал про своих родителей. Он говорил, что его мама занималась йогой, сидела на правильном питании, рассчитывала все лунные календари, какие-то солнца, избегала больших каких-то попаданий солнечных лучей. То есть, она контролировала в своей жизни каждый нахуй аспект, который влияет на ее кожу, внутреннюю какую-то историю, жир, не жир. Она пила, сдавала кровь, сдавала все, что только можно было сдать, проводила все нахуй тесты, следя за собой до определенного момента в жизни. И ее отец курил, курил как курит, блядь, вообще не знаю, курил как паровоз, лил масло поверх масла, жрал все подряд, кайфовал вообще от жизни, не парился просто. Его нужно было битыми палками, понимаешь, просто пинать его нужно было к врачу, потому что нужно хотя бы что-то сдавать, хотя бы вот из разряда, знаешь, чекап какой-то делать. Ладно, ну берите, сосите мою кровь уже. Вот так он приходил. И в итоге у отца, когда был пройден вот этот вот чекап организм, они вдвоем пошли, отца заставили, а мать, соответственно, пойдем, надо, мы уже старенькие. И в итоге у отца организм юноши, внутренние органы, какое-то внутреннее состояние тела, непонятно, потому что это метаморфоза, организм юноша, а у мамы рак. Ну как так? И он сделал вывод. Он говорит, яд наш, внутри который в нас самих сидит, он нас догонит в один прекрасный момент, в определенный. У каждого есть определенный какой-то срок или время, которое вот он проводит на этой земле, в этом мире, допустим, в этом воплощении. А дальше ему необходимо уйти. Необходимо. Представляешь, у тебя, тебя просто награждают, возможно, даже этой хренью, чтобы тебе спокойно можно было срулить отсюда, потому что ты сам-то не уйдешь. Нет такой этой истории, что вдруг ты разочаруешься. Как так? Жизнь вообще непредсказуемая штука, так что нет смысла ждать ее закидонов. А лучше стараться жить здесь и сейчас, не ожидая лучшего момента для какого-то решения или поступка. Да, согласен. А ты в каком вузе учился и по какой специальности? Я закончил факультет ВМК, которого сейчас уже нет, его расформировали в вычислительные машины комплексы системы и сети. Крума случайно отправила анонимно. Перерождение теперь преследует меня в каждом взгляде дочери, а 11 числа мне исполнилось 30. Все в октябре. Прикольно. У меня про детей эта история есть. И как же хорошо, когда я начал рассказывать об этом, девушка пришла и комментарий оставила под одним стримом, где я как раз-таки рассказал про смерть сына первого. И она написала удивительную историю. Она сказала, что у нее было у подруги то же самое. Один в один. Родился ребенок, все нормально, потом произрастает какая-то болезнь, еще что-то, он мучается какое-то время и уходит. Родители какое-то время долго это. Мой дядя тоже всю жизнь вел здоровый образ жизни. Постоянно проверялся. Бегал по утрам. Держал диету. Занимался спортом. Но в один день упал с лестницы. И все. Что ж. Вот, блядь. Понимаешь? Нас догонит собственная вот эта вот по всей видимости какая-то история. Нас догонит это. Фиси это не значит, что можно за собой не следить. Просто никто ни от чего не застрахован. Естественно, это небольшая ремарка. Не нужно на себя забивать. Просто отец кайфовал от своего лайфстайла. Это ему нравилось. Он получал удовольствие от той еды, которую ест, от тех передач, которые смотрит и от табака, который курит. Вот это его была жизнь. Он просто получал от этого удовольствие. Видимо. Где сейчас люди знакомятся. Ты уже полтора года после длительных отношений. После них ни с кем не знакомилась. Работаю я из дома. В приложениях знакомиться боюсь. Думаю, что только для интима там знакомиться. Не уверена, что я вообще внешне кому-то могу понравиться. Пи-эс. Гриша. Прекрасен, как всегда. Так, во-первых, нахуй отставить вот эти вот какие-то непонятные уничижения самой себя. Не могу подумать, что я кому-то могу внешне понравиться. Это вообще отставить нахуй эти мысли. Нужно быть просто королевой или королем здесь и сейчас. Все. Это первое. Второе. Где знакомиться, так ты должна посещать какие-то мероприятия. Запишись куда-то. У тебя есть свободное время? Запишись на танцы, запишись в зал, запишись в бассейн, запишись на общественное мероприятие. Это исключительно такой способ. Если ты хочешь где-то появиться, тебя должны увидеть. Если у вас какая-то проблема с коммуникацией, надо выйти из дома и что-то сделать. Куда-то пойти, где-то засветиться, жить жизнь. Если на работе, например, как таковой, вы не появляетесь и у вас удаленка, сложновато будет. Понятно, что удаленка в этом плане вообще это отставить по знакомству. Поэтому начните заниматься социальщиной, потому что это нужна коммуникация. Человек-человек. Приложения какие-то или еще что-то? Ну, вариант хороший, но не самый лучший. Я бы предпочел внешний фактор, то есть увидеть человека. Мне эти фотографии, которые выдручены в нейросети и всякими фильтрами, меня не интересуют. Мне нужен человек, которого я увижу. И вот тогда, может быть, если ты проявишь какое-то внимание или ты просто появишься и зачастую вот эту вот первую инициативу проявит другой человек. Можно так, но нужно что-то делать. Нужно свое время, которое ты там тратишь в этой жизни, потратить на какое-нибудь мероприятие, куда-то сходить. Надо двигаться, надо выходить из дома и что-то делать. Исключительно так. Я какие-то приложения, я вообще не знаю. Я вижу людей и с людьми коммуникатирую. Вот недавно в зале тоже была какая-то коммуникация и с женщинами, и с мужиками. Мне комфортно. Хотя в последнее время меня не считают за спортсмен... Вот это вот самый пиздец, но ладно, они у меня еще получат, блядь. Я почему-то перестал выглядеть как внушительный спортсмен. Хотя раньше вопросов не возникало. А моя вот это вот... Мой бэкграунд иногда пытается помочь какой-то спортсменке или спортсмену. Типа, аккуратно спину надорвешь. И на меня могут посмотреть так, типа, что ты можешь знать вообще об этом, блядь? Пока сам себя не полюбишь, никто не полюбит. Да. Любите сами себя, дамы и господа. Поэтому вот это... Да, все правильно, как это вы. Поэтому вот эта вот история, что внешне я вряд ли кому-то могу понравиться, пока эта история в твоей голове живет, у тебя будут супербольшие проблемы со знакомством и дальше в отношениях. Если в отношениях сидеть без этого, ты недорассказал. Так, про что? Про факультет ВМК. Я закончил вычислительные машины комплексы системы и сети. В Нижнем Новгороде, да, все это было дело. Я никуда не ездил учиться. Я закончил школу здесь, продолжил учебу тоже здесь. Закончил ВМК. ВМК — это сильный достаточно факультет. Все связано с компами. Начинается от... Как это называется? Начинается от паяния, заканчивая системами. По поводу перерождения, что комментарии оставили на канале? Когда я начал рассказывать про то, что у нас умер сын, первый ребенок, и это началось еще в клубе романтики, где-то я начал что-то подбрасывать, потому что время уже прошло достаточно, и я стал спокойно об этом говорить, потому что я считаю это необходимым делать для того, чтобы меня кто-то понимал хотя бы. И если мы с вами часто видимся, и коммуникация налаживается, желательно, чтобы моя циничность к этому миру и вот иногда к смерти была понята правильно, потому что я с этим знаком, как, наверное, не часто. ну, то есть у нас с вами разные, слава богу, разные понимания того, как уходят люди. Так вот, девушка написала, что у них была такая же история, что рождается ребенок, живет-живет, никаких проблем не знает, потом резко по щелчку просто обрывается вот эта нить здоровья, так скажем, и происходит коллапс за коллапсом, который просто уничтожает организм. Уничтожает месяц за месяцем, и в итоге просто сжирает человека, и он уходит. Да, это ребенок, ну, короче, это не важно. И вот я начал рассказывать это, когда уже появились близнецы, когда я сказал, что это случайное стечение обстоятельств, у нас нет в роду ни близнецов, никого, их просто появилось два. Когда жена пришла, я сказала, вот чем нас можно, говорит, еще удивить? Я говорю, так. Ну, как, говорит, это возможно? И вот она показывает мне этот снимок, а там два вот этих вот, две горошины. Я говорю, что это такое? Это, говорит, двойня. Я говорю, а как это будет? Я говорю, я начал, блядь, обзванивать вообще всех, кто у меня есть, и она тоже. У нас где-то вообще, хоть кто-то, в кого это? Ни в кого. Это монохореальная двойня, которая может возникнуть в любой семье, в любой. Это начинает ген близняшества. Это начало гена близняшества, чтобы потом, а они в будущем, когда такие, а у нас кто-то есть? Да, родители, вот эти двое. И вот они начинают ген близняшества. Это просто начало. Так вот она писала, что, девушка, написала, что была один в один ситуация, что тоже человек родился, какое-то время пожил, пять-шесть месяцев, и ушел, угас. И через год или полтора она тоже беременеет, и появляются близнецы. Близнецы появляются. И она уже написала там историю, что близнецы уже разговаривают. И она сказала, что однажды к ней подошел старший из ее детей и сказал, вот ни с того, ни с сего он подходит к матери и говорит, здорово, да, что я с братом вернулся. И она написала, что мать упала на колени просто, ну, типа, как-то отреагировала, ее просто сломало это. Потому что сразу флешбеком это отдалось. Типа, вот ни с того, ни с сего ребенок говорит, здорово, что я с братом вернулся, да, и он пошел играть, типа, ни в чем не бывало. Такой раз, и ухо. И, видимо, ну, есть в этом что-то. Перерождение или там, как хотите, это называется, да. Здорово, что я с братом вернулся. И это реальная история реальных людей. Поэтому по поводу перерождения, что твоя дочь похожа на маму или там, ваши сыновья каким-то образом отсылают. О, это... И когда я на них смотрю, на своих уже детей, я думаю, ну, это же охренеть. И эта история, вот хорошо, что со мной поделились этим. Меня это не успокоило, но меня это, ну, что ли, я трансформировал свою вот эту вот ситуацию, боль, как угодно, называйте, в нечто другое. Потому что, сколько бы я ни говорил, что это все прожито, я уже все это дело переболел, это все равно навсегда остается с тобой. И ты такой, хм, надо же. Потому что я очень много ситуаций видел, пока бегаешь со своей проблемой, видишь родителей, у которых тоже пиздец. и думаешь, блядь, столько людей, это же страдания десятков, тысяч людей, сотни. Бабусы. Гриш, я извиняюсь, а колесо, я так понимаю, переносится на завтра? Нет. Ну, для меня, походу, уже точно. Скоро спать, рано вставать. Ладно, пошли крутить. Пс, ебёте, пообщаться нельзя вообще, насколько не виделись, блядь. Ладно, пошли крутить колесо. Авторитет, приготовили там свой. Такой момент испортил у меня здесь. Я только начал за лирику, чуть слезу не пустил. Колесо завтра, а то мне вставать рано. Ну, что это за пиздец? Кто ты? Анна. Крутки! Всё, ладно. Эпохальный разговор закончился. Погнали! Значит, давайте-ка разберёмся, да, чё к чему. Предварительно, предварительно сказать надо о том, правила какие, да, имеются. Какие имеются правила, то, что так линчи. Есть люди, которые вообще не разбираются, как и я, кстати, о птичках. Очень важный момент. Это первое колесо авторитета, которое тут, колесо за баллы канала, которое устраивается. Баллы канала даются за просмотры стримов, не чьих-то, блядь, там, а именно на этом канале, потому что у каждого канала есть свои баллы канала, как бы это ни звучало. Наши баллы канала называются авторитет. Вот. Это первый ивент за баллы канала. Писать можно что угодно, любую активность, ваша игра, ваш сериал, ваш фильм, ваши любые пожелания какие-то, ну, из разряда адекватности, да, типа разденься на стриме, вы сразу пойдете нахуй, грубо говоря, за свой авторитет. Вы авторитетно будете посланы, потому что это бесполезно, это писать, есть вещи, которые не будут выполнены, потому что не будут. Вот. Правило Вета, такая же история, как и с, как это называется, с колесом бустеров. Бабусы. Насчет удаленного знакомства, ну, не знаю. Сама с мужем познакомилась так в далеком 2008. Сайт уже мертвый. 2008 год. Он назывался Love Chad. Помню. Тогда еще написал первое сообщение «Давай дружить». А я ответила, что друзья мне рыжие, они не нужны. Love Chad. Я помню, разные приложения были, но 2008 год это более еще такая целомудренная история была. Сейчас то, что происходит, это вообще какой-то пиздец. Поэтому так-то да. Согласен, но в те времена просто это немножко другое было знакомство через интернет. Сейчас знакомство через интернет зачастую предполагают исключительно половые, половые акты, ничего больше. Или какой-нибудь разводняк ебучий. Поэтому такая история. Во времена, когда интернет на пиковом уровне, мы имеем самый низкосортный вот этот вот непонятный процент нормальных знакомств. Поэтому, если повезет, можно и через интернет. Я бы куда-нибудь лучше записался на социальщину какой-то, танцы, еще что-то. И навык приобретешь, и с людьми пообщаешься. Как будто интересней. Так вот, как и на колесе бустеров, как и на колесе бустеров, присутствует правило ВЕТА. Правило ВЕТА гласит, что если мне нахуй не понравилось что-то, если мне не нравится просто с исходной, со старта, с нулевой точки этот проект, или еще какая-то хрень, я бросаю либо ежем... вот сразу же, либо мы это просто смотрим, уделяем этому какое-то время, дальше, если меня начинает колбасить, я начинаю вибрировать, мне это просто уже надоело, это какая-то хрень, я без оскорбления проекта или еще чего-то просто это отменяю. Потому что попасть может что угодно, более того, сейчас как бы это, что называется, условно-бесплатный конкурс, здесь могут написаны быть странные проекты, 100 часов в Майнкрафте, ну вы понимаете, что 100 часов в Майнкрафте мы не проведем. Поэтому правило ВЕТА, это очень важный момент, это супер важный момент. Правило ВЕТА. Если это какая-то игра, у которой нет конца и нет начала, это какое-то время будет проведено, дальше, скорее всего, дроп это. У меня знакомая была вынуждена прервать беременность двойней по причине разрыва с мужем. Он ее бил и вообще там была кошмарная ситуация. Через два года вышла замуж и снова забеременела двойней, хотя у ее в роду тоже никого с двойней не было. Она считает, что это те дети к ней снова пришли. Да, кстати, хорошее, хорошее, наверное. Но это все таблетка успокоения. Это те дети ко мне пришли, это то. Это таблетка успокоения, как и для меня таблетка успокоения. Вот эта вот история с двумя этими детишками, которые подошли к маме и сказали, что здорово, что я с братом вернулся, правда. И вот он побежал, типа как ни в чем не бывало. Вот он что-то ляпнул. Для него это может быть вообще ничтожное какая-то, он просто даже ничего не вложил в это. Это просто вывалилось из его слов. А для родителя, ты понимаешь, у тебя все мышцы просто выключаются и голова, и все, ты начинаешь думать, что матрица, где мы находим, что это за мир? Клево. Но это все таблетка успокоения, как и для меня. Говорят, что жены, вы делали ЭКО? Нет. Майня. Лично. Ну, как это называется? Стандартная процедура беременности. Без ЭКО, без ничего. Никогда не делали. Все. Что называется, я дотягиваюсь. Как еще объяснить? Мой рот. Помыть с мылом. Мыло в рот. Закон Джорджии. По поводу, по поводу правила ВЕТА поняли, да? Своими силами, да. Как говорится, своими силами, дай бог. Вот это вот все. Все нормально. Своими силами. Но я не то, чтобы против ЭКО или еще что-то. Как объяснить? Если не получается так, и очень сильно хочется, и уже нет сил терпеть, или еще что-то, надо пробовать разные вещи. Надо за лунным календарем следить, надо вертикальные позы занимать, надо как-то по-другому делать. Мужику надо сперму стимулировать. Очень много есть разных вариантов. Поэтому я всегда за то, что если детишек очень сильно хочется, надо шуршать. Потому что очень много вариантов есть, как можно забеременеть. ЭКО это, конечно, вообще какой-то, как это называется? Ну, блядь, прогрессивный народ. Мы охуенные люди. Люди сами по себе. Мне так у отца было. Моя мать аборт сделала до меня, и после меня оба мальчика. Со второй женой как раз два сына родились. Хотели бы будто еще, но будто только те вернулись. А, ну понятно. Итак, дальше, да? Сколько стоит добавление одного лота на колесо? Как вы думаете? Как вы думаете, сколько могло бы стоить? Сейчас сразу скажу, оговорюсь. Цену устанавливал умный помощник на Твиче. Умный помощник на Твиче. Тысяча, 10 тысяч, 20 тысяч, 1000. Пятихатка со смайликом, молодец. Полторы тысячи. Десять, десять, пятьсот. Пятнадцать тысяч. Десять, пятьсот. Мало пятьсот? Двенадцать ка, десять ка. Три ка. Пять, десять, пять. Пятьдесят рублей. Двадцать пять тысяч. Пять ка или десять ка? Пятьсот. Неужели сто? Пять тысяч. Пять, девять, восемьсот. Семь тысяч. Десять двадцать ка. Бесценно! Тысяча, тысяча. Итак, кто попал, кто попал, кто написал пять тысяч? Кто написал пять тысяч? Вы? Вы были близки, потому что именно пять тысяч, именно пять тысяч, будет стоимость, будет стоить одно добавление вкрутку. Одно добавление вкрутку колеса за баллы канала стоит пять тысяч. Эту цену установил Твич. Как умную цену за добавление одного лота в аукцион. Уж не знаю, чем руководствовался Твич, но вот этой вот системе известно, сколько баллов канала вы в общем и целом нафармили. И известно среднее число людей, которые, грубо говоря, этими баллами распоряжаются. Из этого есть некая вот эта вот формула, и эта формула гласит, что пять тысяч баллов канала необходимо на добавление одного лота за один, так скажем, сеанс колеса. Так вот. А, нам надо, наверное, сцену дать, да? Давайте дадим сцену. Вот это вот все. У меня тут, видишь, какие-то проблемы были. Как-то надо это все структурировать. Да, вернем окно в его надлежащий вид. Общее, не общее. Ну, блядь, уже возвращайся. Какой кошмар. Так вот. Значит, что мы имеем, да? Что мы имеем? Все на черное. Все на черное. Может, поменьше? Не понял. Нет, пять тысяч поменьше. А больше поставить можно? Смотрите, объясняю популярно. Вы можете, вернем назад сцену, смотрите. У вас есть одно добавление колеса, которое стоит пять тысяч. Пять тысяч. Вы можете добавить столько лотов, сколько у вас есть баллов канала. Условно, у кого-то есть 20 тысяч баллов канала. Вы можете четыре раза написать одно и то же, и слот расширится. Вот кто-то хочет... Надо с умилки ходить, а то у людей снег пошел, а хочется еще осенний вайп. Да у них снег пошел, завтра растает. Чего вы там начали? Снег пошел. Но есть Сибирь, понятное дело, там так или иначе будет снег. У меня снега нет, у меня жара. У меня 26 градусов на улице. Ну, ветер, да, но до снега еще как до Китая раком. Крайне маловероятно, что в моей полосе снег будет. Понятно, что у кого-то пошел. Ясно, что у кого-то зима с октября начинается, но это типа далекие эти северные города. Сумерки? Ну, пишите. У вас есть 20 тысяч баллов канала. Вы можете написать четыре раза одно и то же. Вы можете написать три раза, например, что-то одно, и один раз что-то другое. И у вас появятся два варианта развития событий. Моя личная рекомендация, моя личная рекомендация. Ставить все, что у вас есть, вот все баллы канала, которые у вас присутствуют, ставьте, не надо их копить, нет в этом никакого смысла. Если вы в этом участвуете, участвуйте полноценно, потому что стать богатеньким буратино, когда все все нахуй потратили, а ты сидишь такой, ферзь, у тебя баллы канала копятся, бесполезно. Откладывать на следующее колесо бесполезно. Вы даже не знаете, когда оно будет, каким вообще правилом это будет, сколько оно будет стоить. Там опять будет умная цена. Вы не выиграете от того, что вы, ну, грубо говоря, зажопили или не участвовали сегодня. Это не победная стратегия. Победная стратегия — это взять все, что у вас есть, выбрать два-три проекта. Один проект — не суть важно. И потратить сегодня все эти свои баллы канала на определенную игру, фильм или что вы хотите. Да? Моя личная рекомендация — взять и потратить. Не жалеть. Оставьте там себе, не знаю, тысячу, например, чтобы выделять сообщения, но они у вас и так копятся. Если вы здесь тусуетесь, если вы что-то делаете, плюс у вас подписка есть, у вас все и так будет копиться. Вы сами это знаете. За полтора с лишним месяца у вас накопилась херова гора. Поэтому они всегда у вас копятся за просмотр трансляции. С этим разобрались. Итак, если у вас не хватает пяти тысяч на то, чтобы добавить, не расстраивайтесь, следующее колесо будет, наверняка у вас баллы подкопятся. Цена, не знаю, изменится или нет, скорее всего, если время пройдет столько же и система засчитает такое же количество баллов канала, цена будет, возможно, такая же, как и сегодня. Уменьшать ее не буду, потому что, а зачем, если у вас мало баллов канала, вы либо просрали их где-то, либо не заработали, потому что вас здесь не было, когда проводились стримы. Увы, есть люди, которые не могут смотреть трансляции в прямом эфире и смотрят их только в записи. Мафию хотят. Ну, давайте, 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 давайте. Я рад. Хороший выбор. Неплохой. Хороший выбор, да. Что писать на колесо? Это ваша вотчина. От себя хочу сказать, что не пытайтесь меня наказать какой-то игрой или насильно меня познакомить с каким-то жанром по типу аниме или еще что-то, потому что есть вещи, которые просто не мое, и если вы уже давно со мной коммуникатируете, не пытайтесь меня познакомить. Типа, он не видел, ему надо. Мне ничего не надо. Мне надо дождаться декабря, поиграть в Hogwarts Legacy, понимаешь? И еще дождаться следующего года, чтобы еще раз поиграть в Hogwarts Legacy. Мне ничего не надо. Мне не надо с чем-то знакомить, пытаться меня за ручку водить по миру игр или там сериалов. Я, ну, такой типчик, короче, прошаренный. Мы здесь развлекаемся, и если у вас действительно увеселительное мероприятие, это будет здорово, там, кукинг-стрим кто-то хочет, еще что-то. Я заморочиться готов на любую хуйню. Кукинг, не кукинг, шашлыки пожарить на снегу, я не знаю, в баню съездить с пацанами. Я готов. Вопрос лишь в актуальности событий, и нахрен все это нужно. Потому что если это будет там врата Штейна, поиграя еще один раз, это вот неактуально настолько, насколько это возможно. Потому что врата Штейна, вы видели, супер не моя история сразу мимо. Так вот. По поводу 5000, надеюсь, понятно. Если баллов не хватает, возможно, вас здесь просто не было. Мало баллов. Варианта два. Вы все просрали, когда были ставки. Такое бывает. Ну что ж, играйте более ответственно, как говорится. Либо вы их просто не накопили, при условии, что вы здесь не находились. Увы, так тоже. Такой выбор врата Штейна. Ту-ту-рю. Врата Штейна были нужны нам только для звука ту-ту-рю для бустя. Потому что я даже... Я даже не знаю, зачем мне его менять. Мне так нравится он. Он напоминает мне о том, чем были врата Штейна. Знаешь? Банька-парилка. 600 не хватает. Жаль. Цена не будет изменена. Цена не будет изменена. Давайте я передвину себя вот сюда. Чат сюда передвину, да? Чтобы мы как будто вместе с вами. Можно его даже расширить слегка. Чтобы вы здесь тусовались. Потому что колесо в любом случае будет... Как называется? Колесо в любом случае будет слева находиться. Так вот. Значит, вот эта история. Да. Вот эта история. 5 тысяч это стоит. Значит, как добавлять игры? Вот у вас есть... У вас есть в чате Твича. Это будет суперлегко. Как добавлять игры? У вас в чате Твича появится такая вот история. Вот наше колесико великолепное, да? Куда будут добавляться ваши проекты? Вот они вот отсюда начнут добавляться вот здесь. Вы их сами будете писать. Да? Попозже мы крутанем. В чем вся... В чем вся соль? Вот добавляться они будут здесь. Кстати, тут время. Надо даже, наверное, как-то снизить вас. Вот сюда. И я так... Хопа! Вот, видишь? Вот я сюда встану. Знаешь? Чтобы тебя... Чтобы тебя не загораживать. Это таймер. Это таймер, который... А как его, кстати, интеграция? Да, я хочу с Твичом интеграцию сделать. Он вроде как уже синтегрировался, да? Типа роли. Нет, это не то. Нет. Вот. Интеграция Твича. Значит, интеграция. Вот эта история. Значит, она должна привязаться к включению наград к таймеру. Увидел. Появилось, да? Пиратство. О, вовремя. Есть, да. Ну вот. Добавить награду я нажму. Да? Это вот не надо. Добавить награду. И я могу запустить... Блядь, я с ним переключаюсь. Я могу запустить... Где эта штука? Я могу запустить... Блядь, статистика, аукцион. Вот. Я могу запустить таймер. У вас есть 10 минут на то, чтобы это дело добавить сюда. На то, чтобы это дело добавить. У вас есть 10 минут. Желательно, если вы добавляете какую-то игрушечку или интерактив какой-то, чтобы это было... Ну, как это называется? Чтобы это было по названию хотя бы каким-то образом синергировало друг с другом. Я понятия не имею, сколько здесь сейчас будет слотов. Ну, там уже 86-88 заказов. Моя основная задача, чтобы мы это не 3 часа разбирали. Потому что это нужно будет каким-то образом объединять. Добро пожаловать. Добро пожаловать на каналчик. С подписочкой, с двухмесячной. Вот. Ассоциация. Вон там полетел чат. Значит, тут вопрос какой. Как мне это дело добавить сюда? Потому что заказов уже как будто много. Вот они все ваши. Вот они слева. Справа, точнее, пишутся. И они потом сюда вот каким-то образом перелетят. Это буду делать либо я, скачать шары, очистить все, сообщить об ошибке, правила, компактный режим. Language. А как мне все перетянуть вот сюда? Типа, каким-то образом же я могу перетянуть это все? Или как это будет работать? Я просто не в курсе, да? Типа, я человек, который это. Desiree. Ассасин-пират. Новый. Дай лайт. Чат полетел. Пси в марте. Что? В каком марте? Так, 269 уже лотов. Вопрос только... Так, ну вот на колесочке пока ничего не летит, понятное дело, потому что нужно лоту добавлять. Да? А они как-то автоматически могут название лота, поиск среди лот, добавить. А, это вот, это так работает. Ладно, тогда удалим вот эти вот два. Трейлер. Нет, это не важно. Life and Stretch. Ф-12 нажми. Ф-12? Ф-12? Так это просто открытие... Зачем мне Ф-12? Это просто открытие консоли. Какой в этом смысл? Сумерки, DMC, Life and Stretch. Итак, Дезере. Это вот, наверное, нужно 330 лотов. А как мне вот все это перетянуть сразу налево? Silent Hill фильм 1. Интересно. Все потратил на Мафию 2. Тут вопрос, интересный такой вопрос, как, каким образом это будет вот сюда добавляться? Я должен руками это тянуть или что? Че-то 10 минут много. Все, я бомжик. Много 10 минут? Сейчас разберемся, я теперь банкрот. Все, я без авторитета. Да, вроде руками. Ясно. Тогда руками будем дать. Дезере. Новый. Assassin's Creed пиратство. Новый. Unity. Новый. А, вот, смотри. Все, классно. Они объединяются. Вот это вообще заебись. Они объединяются. Кто-то поставил 30 тысяч на Assassin's Creed Unity. Вот это кайф. Молодцы, что написали одинаковое название в игре. Дезере, по всей видимости, добавлен был два раза, поэтому здесь 10 тысяч. Я переключусь на колесо. Вот так это будет выглядеть. Вы должны понимать, что разные, так скажем, по количеству, вот эти вот сектора будут разными. И большой сектор, потому что мы крутим не на выбывание, а мы крутим один раз, и мы крутим на то, что выиграет. Один раз. Победитель — это то, на что покажут с первого раза, соответственно. Дальше, да, Алиса. Ну, давай потыкаем, как бы здесь, да, Маки, Агата Кристи, Новый. Наверное, нужно вот это все слева. То, что зеленое, это, по всей видимости, те очки, которые вы потратили. 229. Ну, мне не западло потыкать. Я да. У вас еще 6 минут есть на добавление. Я пока потыкаю. Потом каким-то образом еще пробежимся по лотам и посмотрим, сколько есть дубликатов или что с чем объединить. Но я почему-то верю, что система сама определила, и дубликатов нет. Разберемся. 127, 123. Они объединяются, видишь? Гриш, добавь возможность добавлять большое количество авторитета. А то шейфам по 5 коню удобно добавлять свои богатства. Ага, понял. К следующему колесу, по всей видимости, нужно будет определиться. Хочется напомнить, что это первый мой такой опыт. Я не в курсе пока за тонкости настройки. Я вот знаю, как настраивать более-менее добавление вот этих вот историй. Но за тонкости, бир, и обещаю, что к следующему колесу сделаю заебись. Мне 60 баллов не хватает. Но у тебя еще 5 минут есть. За 5 минут вдруг тебе что-нибудь там капнет. Мы же не знаем точно. Мы же не знаем точно. А мне больше не дает 2000 осталось. 2000, да, не хватает. Здесь реально 20 тысяч кабблос, точка еще. Сейчас найду я. Мы сейчас найдем. 38 всего этих осталось. Я вон вижу, что многие эти... Анимация лотов отключена для повышения производительности. Да, спасибо. Походу мы смотрим аниме, судя по донатам. Не факт. Вы же не знаете, что выпадет. Понимаете, в чем весь, наверное, сюр ситуация. Весь сюр ситуации, что мы не знаем, что выпадет. Потому что большой сектор не всегда победа. Ну, то есть, как правило, выигрывает какая-нибудь, знаешь, вот эта вот маленькая писечка, маленькая шляпа. Сумерки хорош. На сумерки поставили 140 нахуй тысяч. Это вот при условии, что тут написано просто сумерки. Кулинарный стрим. Пока в лидерах 140 тысяч сумерки. Life & Stretch, Mafia 2, кулинарный стрим. Прям вот топ-5. И ходячие 75 тысяч. А прикинь, если бы это были деньги. Ну так, чисто донаты. Блядь. Я за 140 тысяч... Может быть, прямо сейчас бы пошел смотреть. Ну ладно. Мечты, мечты. Metal Gear Rising. Revengeance. Metal Gear Rising, это, по-моему, с этим, да? С мальчиком таким, который в металлическом корпусе бегает. Оп. Улетело. Пиздец. Life & Strange на первое место перебрался, блядь. Сумерки на второе. 5 тысяч всего отделяет. Mafia на 120 тысяч на третьем. Который ты не можешь вывести с твича. Не, ну если бы это были донаты. Вот здесь вот International Earth был, например. Вот, смотрите. Есть такая функция. Давайте просто просуждаем. Вот есть точно такое же колесо. Вот точно так же это происходит. Только через деньги. Смотрите. Я уберу свою веб-камеру отсюда. Смотри. Хоп. Denation Alert. Видишь, вот внизу. Кнопка, блядь. Вот эта кнопочка. Нажимаешь ее. И создается, короче, прототип колеса. Который исключительно за денежку. Все это дело вот так же формирует. Вот эти деньги. Вот это все деньги. Здесь будут отображаться. Реальные бабки. И как бы многие стримеры этим промышляют. Представляете? Они прямо устраивают эти... Ох уж мои армянские корни. Почему мы до сих пор не сделали колесо? За бабки. Ну, блядь. Это вообще, конечно... Я не знаю. Мне даже страшно. Да ооо! Да какой-то. Вы меня и так поддержите. Зачем? Ну, а, хотя прикольно было бы, знаешь... Нет. Отставить нахуй это все. Заберите все наши бабки. Я вижу, что люди еще добавляют. У вас есть две с половиной минутки. Честно говоря, я получила сейчас удовольствие от самого ивента. Что что-то копили, и тут можно потратить. Потратить, да. Прям детский интерес от всего этого. Сейчас посмотрим, что еще... ДМЦ вперед. ДМЦ вперед! Ну, я готовился к этому, но я не знал, как это будет происходить. То есть для меня это все новиночка. Для меня это все еще как новая покупка какой-то фигни. В очередном магазине сидишь и рассматриваешь. Потому что я не знаю, что... Сам переезд на Твич кульминационная история. Баллы канала, которые не сразу дали. Нужно было действительно проявить терпение в семидневных стримах. То есть нужно было семь дней в разные дни провести трансляцию. Больше, чем определенное время. Чтобы чат был активный. Потом подать это прошение, документы отправить. Ну, короче, многие вещи нужно было сделать, чтобы появились баллы канала. Потом эти баллы канала можно каким-то образом, видишь, конвертировать. И на них можно играть, ставить ставки, еще что-то. Это ивентовость, которой бы никогда не было на Ютубе. В ближайший год, два, три, пять лет не будет этого. Объедини варианты на русском и на английском, пожалуйста. Мы сейчас пробежимся. Как только кончится минутка, как только кончится минутка, я пробегусь по вариантам. Зачитаю каждый, потому что здесь не так, в принципе, много чего зачитывать. Давайте посмотрим, сколько вариантов. 125 вариантов всего. В общем и целом, 125 вариантов — это такое среднее количество игр на колесе бустеров каждый месяц. На каждый месяц, каждый месяц у нас так происходит. Дон Фалл, прошу, выживи с моими 15к. Выживи, да. Мы ведь никогда не созвонимся по поводу этого. Нет, никогда. Приличный вариант. 126. Плюс-минус — это то количество. Тетрадь смерти. Это, по всей видимости, аниме, да? Посмотреть аниме за 5 тысяч хочешь? Тетрадь смерти. Хороший выбор, кстати. Его даже на Твиче можно смотреть. Трек включишь специально для этого колеса? Да, который сделала. One Estance, да, получается. Для колеса же ты делала трек для авторитета? Mass Effect добавляется. У вас есть 7, 6, 5. Я буду колесный MC. 3, 2, 1. Стоп. Интеграция с Твичом закончилась. У вас нет больше вариантов. Все кончено. 3, 2, 1. До свидания. Давайте проверим. У вас действительно не осталось варианта добавления. Я сейчас сам даже проверю. Да, у вас не осталось варианта добавления. Вы не можете этого сделать. Ну и хорошо. Всем привет. Да? Гриша, подскажи, как смириться с потерей человека? Никак. Мам, и нет 4 месяца. Никак. Просто смириться. Сыну почти 4 месяца. Реву каждый день. Муж помогает. Но все равно пиздец. Как отойти от этого всего? Даже напиться нельзя, ибо на ГВ. Я на ГВ, на грудном вскармливании. Смотри. Вам не нужно, как это называется, смириться с потерей человека. Нет такого слова смириться. Это останется с тобой навсегда. Такое слово есть фундаментальное. Навсегда. Это навсегда остается с тобой, пока ты жива. Память об этом человеке. Какие-то воспоминания, какие-то вещи, какие-то ассоциации с матерью. Это самое родное, что у тебя было, возможно. Даже роднее никогда не будет. Муж чужой тебе человек, хоть и он и муж. У тебя есть единственная твоя кровиночка, это вот твой ребенок. Покрови. Твой. Роднее. Нет, да. Никак ты с этим не смиришься. Это то, что остается с тобой навсегда. Навсегда. Я могу тебе предложить, ну, сходить на один сеанс к хорошему психологу и просто рассказать об этом ему. О том, что тебя связывает с матерью и вот о таких своих болях. Моей жене это помогло, мне это помогло. И многим людям помогает. Вот просто терапия, даже не как психолог с клиентом, а просто терапия поговорить с левым человеком, который, да, возможно, просто выслушает и даст тебе пару советов с высоты психологии, как он это видит, эту ситуацию. Потому что, возможно, ты не отпускаешь конкретные вещи. Многие страдают по родителям ушедшим, потому что они не успели с ними что-то сделать, не успели что-то сказать. Как-то вот чувствуют какую-то, может быть, ответственность или, например, обиду на них, да, или еще что-то. Есть многие вещи очень внутренне системные, которые ты, возможно, не можешь, как объяснить, не можешь сама в себе накопать. Тебе приходится, тебе необходима помощь другого человека. Возможно, просто поискать какого-то психолога в вашем этом, да, не нужен психотерапевт, ты не больна, у тебя все нормально. Это просто такая, такой период жизни. Никак ты не смиришься, не надо смиряться. Это то, что останется с тобой навсегда. Смерть — это часть, часть жизни. От нее никуда не деться. Я тебя могу только обнять и пожелать тебе просто сил, да, потому что кроме этого я не могу тебе помочь. Так, 4900 не успела. Увы, к следующему колесу. Итак, разберемся с вариантами, которые здесь надобавляли наши люди, да. У вас есть глаза, вы тоже можете мне помочь, если что, посмотреть, какие варианты здесь дубликаты. Гриш, пожалуйста, добавь еще минутку. У меня еще 16-ка осталось, я не успел все влить. Ну, ты же понимаешь, что я не могу этого сделать. Ну, вы же понимаете, что я не могу этого сделать? Было 10 минут для всех и каждого. Да? Потому что... А какая разница, хотя? Хотя какая разница? Хотя какая разница? Появилась? Интеграция. Появилась? Или нет? Дай время. Дай время. Дай время. Минутка. Минутка так минутка. Минутка так минутка. Минутку дай, потом еще минутку, блядь, снизь. Цены. Сделай поменьше. У тебя 40 секунд, блядь, 45! Первый раз же. Я знаю, да. Первый раз можно и попуститься. Ладно, согласен. Минутка. Первый раз можно и попуститься. Я считаю, что 10 минут было достаточно. Согласен. Давай просто посмотрим аниме. Да, увы. Ладно. Минутка. Вот так. Мстите у человека появился. Например, новенький вариант. Вот так и начинаются приключения лудомана, да. Последний раз. Дай еще минутку. У меня 16 тысяч, блядь. Нет, нет. Я говорю, лучше сливать все, нет смысла сидеть. Цены драконовские. Увы. Цены сформированы не мной. Цена сформирована системой. Я с ней, по идее, согласен. Поставь тысячу. Я не успел накопить. Да, да. Все. Вот сейчас точно все. Итак, что мы имеем? Блядь, 190 тысяч на мафию. 190 нахуй тысяч. Я таких вообще цен даже не видал. Сколько у вас баллов канала? 190 тысяч это только на мафии. 190 косарей. Ебанутся вы богачи. Итак, сумерки. Второе место. 155 нахуй тысяч. Life is Stretch. Здорово. 150 косарей. Кулинарный стрим за 90 косарей провел бы хоть сейчас. Шарик вперед. Ходячие мертвецы. 90 тысяч разделяет с ними. Кулинарный стрим. Украсть прощальное утро цветами воспоминаний. По всей видимости, это все Катины деньги. 55 тысяч. Это, по всей видимости, все Катюшины бабосы, которые она успела накопить. Моя дорогая, 55 тысяч. Потому что вот это... Да. Последняя квартира коровы. Все, что было. Увы. Dime White 50 тысяч. DMC это Devil May Cry 50 тысяч. Агата Кристи 40 косарей. Мишка. Что за Мишка родной? Это, наверное, Мишка с ножницами, да? Я так понимаю. Это игра. Шрек 40 тысяч. Пики Нуки здесь же. Amnesia The Dark Decent 35 тысяч. Sims. Making Magic. В первый раз вижу. Другое просили какое-то дополнение, помнится. Да. Alien Isolation. Assassin's Creed Unity 30. Косарей. Ух, блядь. Fable 30 тысяч. Хорош. Lost Viadomin. Вот удивительно, вижу почти все те же варианты, что и на колесе бустеров, что в целом, да, показывают, что люди в целом одни и те же, кто вот играет во все это, участвует. Я не жаль, что кланяюсь, что все это есть только благодаря вам и вашему интересу, потому что, ну, что я тут сидел бы, крутил сам себе World of Warcraft в третьих, блядь, стадии. Итак, Lost Viadominos. Это игра по Lost, да? Алиса в Стране Чудес 25 тысяч. Мафия 2 вперед, как Тевран вперед. Ну, Мафия 2 вперед, очевидно, Мафия 2. 25, нахуй, тысяч. 25 тысяч. Можно кидануть вот сюда, на Мафию 2. Согласны? Конечно же, согласны. 25 тысяч. Где Мафия 2? Вот это. Как Тевран вперед. Удаляем отсюда, да? Вот этот лот. 25 тысяч приплюсовываем. Берем 25 тысяч. Удаляем его отсюда. Добавляем его к Мафии вот сюда. Плюс 25. Он так... Как это работает? Есть! Накопилось! Мафия 2 имеет 215 косарей, нахрен. Возвращаемся к нашим баранам. Так и будем, короче, работать. God of War Ragnarok. Можно и на ПК. Но ведь God of War ведь пройденная игра-то. На канале ведь есть и God of War 4, и God of War Ragnarok. Пятая часть. Неужели вы хотите еще раз God of War на ПК, все дела? Неужели тех трансляций, которые на канале есть, их недостаточно? Я как будто не против вот этого именно варианта, но есть ли смысл а Шрека объединить? Шрек 2 вижу и Шрек. Вижу, да, Шреков объединить. 25 тысяч отсюда. Удаляем Шрека, добавляем 25 тысяч сюда. И он перелетает наверх, блин, обгоняет 4 варианта до этого. Ясно. И Сумерки. Подожди, Сумерки еще я что-то не вижу других. Сейчас. Вот Сумерки вижу, 25 тысяч левых. Да, вот они сюда прилетели. Давай их отсюда. Да, наверх. Ну, вы понимаете, что этому нужно уделить какое-то время. Надеюсь, вы не против. Потому что система классно объединила какие-то лоты, но какие-то, конечно, это... Можно. И Сумерки давай. Да-да, вижу. God of War. Машинариум. Машинариума больше не было? Я не видел машинариума. Машинариум только один. Дайнлайт. А Дайнлайт, нет, не существовал. Вот Дайнлайт. Дайнлайт на английском 50 тысяч собрал. А Дайнлайт 25 на русском. Давай их уберем отсюда. Дайнлайт. И приткнем их вот сюда. Он перелетел выше Шрека остался. Сиграя! Всем привет. Дарова. Гриша. Здравствуй. Я что-то не разобралась, как ставить на игры в колесе. Желаю тебе легкого стрима и прекрасного настроения. Пункт меньше, чем три. Привет, Алишечка. Ну, уже закончился сбор, так скажем, на это колесо. Ставить нужно было так же, как люди выделяют сообщения на Твиче. То есть у тебя есть баллы канала, на авторитет на свои нажимаешь, на вот этот вот, на пику, так скажем, да, в чате. У тебя появляется возможность выделить сообщения и на разные темы потратить свои баллы канала. И там же было, но таймер закончился, и там же был вариант кидануть сюда свой вариант. Я его сейчас не буду включать, потому что это уже кумовство. Не буду я расширять это время, оставим как есть. На следующее колесо приходите пораньше, оно, да, Кена, дорогая моя, Кена, мост душ. Mass Effect, Metro 2033, To the Moon, Guardians on the Galaxy, Assassin's Creed пиратство, Ососин. Так, это другой Ассасин, там Юнити. Ладно, это четвертый Black Flag. Дисквилизм 20 тысяч, Нэнси Дрюса, короче, королевской башни 20 тысяч, Сибирь 4, есть ощущение, что тут два вот лота одинакового человека. Пиратство, Ассасин, вот здесь пиратство и здесь. 15 тысяч на пиратство перепихиваем вот сюда. Отлично. Life is Strange 2. А вот, вот эта игра и два, это ведь разные игры. Это первая часть. На нее 150 тысяч пульнули. А вторая часть, соответственно, вот, с 15 косарями. Поэтому оставляем его, вариант этот такой. Lies of Pea, это вроде как соус-лайк. Властелин колец, очевидно, просмотр фильма, да. Pumpkin Jack, Dead Space, Downfall Redux, Kingdom Come Deliverance. Нихуя, если вы хотите про сына кузнеца посмотреть, ясно. Властелин колец, еще один, 15 тысяч, забираем отсюда, пихаем их сюда. Да, сквот, Days Gone. Silent Hill фильм. Кстати, прикольно, если выиграет, потому что играем... А, вот смотри, фильм и фильм один. Давай вот объединим эти варианты с Silent Hill, потому что нет смысла как-то... Фильм Silent Hill и фильм Silent Hill. Волкин Дэд, 15 тысяч, очевидно, наверх, ходячий, там было написано. Где этот Волкин Дэд, куда делся-то, блядь? Ёп твою мать, Скайрим, нет, не здесь. Дезере, Days Gone, да... Где Волкин Дэд? Ну куда делся, сукин ты сын? Вот он, 15 тысяч. Ура, Шерлок! Гриша, ты дубль мафии просмотрел. Сейчас посмотрим еще раз. Волкин Дэд. Смотрим отсюда, Волкин Дэд. И наверх, у нас есть ходячие, 90 тысяч рублей. Вот сюда их пиханем. Бля, представьте, что это деньги просто. Давайте разглядеть про деньги. Это деньги. Я просмотрел какую-то мафию, да? Mass Effect, Metro 2033, вижу. Disco Elysium, Сибирь, Life is Strange, Dead Space, Downfall Redux, Мафия. Вот она, Мафия, Мафия вперед. А Мафия у нас одна, Мафия 2. Нет, друзья мои. Та Мафия, другая Мафия. Это Мафия 2. А та Мафия 1. Поэтому Мафия здесь другая, с 15 тысячами. Та Мафия 2 часть. А эта Мафия 1. 15 тысяч рубчиков бросили. Да, да, да. А это первая Мафия. Это разные игры. Поэтому оставляем их еще. Там еще Walking Dead пропустил один. Walking Dead был еще один. Давайте пиханем еще один Walking Dead. Lost Via Dominus. Я не вижу Walking Dead. Мишка, DMC, Shrek, Dying Light. Ходячий кулинарный. Не вижу Walking Dead. Сейчас еще раз пробежимся. Ладно. Я тут остановился на Мафии. Dasko Days Gone. Sherlock Holmes. Chapter 1. Очевидно, я в это не играл. Это другая игра. Nancy Drew. Desiree. Walking Dead. Вот еще один за 10 тысяч рублей. Убираем его отсюда. И ходячие в начале получают 10 косарей. Но не передвигаются на строчку выше. Итак. Крис, мальчик мой. Все не доведят Криса. По 10 тысяч киданули. Объединяем вот эти вот два слота. И быть таковым. Крису 20 тысяч получает. Пси в марте. А, клуб романтики. Кулинарный стрим. 10 тысяч. Берем 10 тысяч. Кулинарный стрим. И наверх к нашему кулинарному стриму еще 10 косарей. Что дает им 100 тысяч баллов. Нэнси объединить. Объединить Нэнси. Нэнси. Сокровище королевской башни. Я вижу вот 20 тысяч. Это вот это ты хочешь объединить? 20 тысяч Нэнси. И вот это вот. Да? Ладно. Чпок. Нэнси улетела. Надо теперь Нэнси ту забрать. Сокровище 20 тысяч. Вот она. Стоп. Да, 20 тысяч. Все правильно. Вот это вот удалить нужно. Так. Мафия. Да, сквот. Автор пати. Дезире. Дезире в самом низу же была. Да? Лайс оф Пи. Все правильно. Пси в марте. Геншин сюжет. Продолжение, по всей видимости. Вы хотите Геншин импакт. И это будет исключительно. Ну, получается. На чем я остановился? По-моему, на... Там про мафию говорят, что можно объединить. Если я правильно поняла. Ты же сказал, что если выиграет Мафия 2, ты так или иначе пройдешь первую мафию. Слушай, это голословное обвинение меня как человека, который, то есть, ну, как бы обязан, блядь. Позиции добавлены две разных. Поэтому, если выиграет первая... Как это называется? Первая мафия. То как бы так тому и быть. И дальше я буду доить вас на вторую мафию по баллам канала. Вы понимаете, какой план-то? План Капкан. То есть, ясно, понятно, что я и преследую свои цели. Поэтому объединять не будем. Написано две разных игры. Что я поделаю? Вы сами выбрали свою участь. 15 тысяч на первую и 150 на вторую. Да? Выше написали. Можно объединить. Это моя ставка. Ну, как значит... Что значит можно объединить? Вы просто пытаетесь меня сейчас наебать немножечко. 15 тысяч. Ладно, вернем их вот сюда. Можно объединить. Пишут люди. Вы сошли с ума. Привет, здорово, Георг. Итак. Days Gone, Desiree. Afterparty. Far Cry. Dying Light еще 10 тысяч рублей вот здесь. Бахаем наверх. Dying Light сюда. 85 тысяч становится у Dying Light. Всем не угодишь. Угодишь. Сейчас мы со всеми разберемся. Итак. Desiree, походу, еще один вот здесь вот. С пятью тысячами. Удаляем этот Desiree и даем Desiree вот здесь вот еще пятачок. Есть. The Evil Within. Ходячие мертвецы. Понятно. Десятка. Жалко, что он не объединяет, но тут странно было. Ходячие и Ходячие мертвецы. Два разных проекта как будто бы. Итак. Skyrim. Far Cry 5. Ходячих пропустил. Вроде нет. Barba Secret Agent 10 тысяч. The Evil Within. Хорошая игра. Страшилка. Spec Ops The Line. Тетрадь смерти. Assassin's Creed пиратство. Еще пять тысяч сюда. Пиханули. Пиратство. И пойди найди теперь этот Assassin's Creed пиратство. Вот. Нашел я его. Сразу же. 40 тысяч у него там становится. Улетел он. Spec Ops The Line. Тетрадь смерти. Видимо аниме. Alien Isolation. С пульсом. А это вроде уже вот был моментик. Alien Isolation. Удалим. И где-то здесь был Alien Isolation. Один. Алиса. Вот он. Alien Isolation. Пять тысяч еще сюда. И вот он повыше встал. Я видел что объединили. Но надеюсь в случае чего будем играть в Shrek 2. Скорее всего в Shrek 2 и будем играть. Потому что Shrek 1 за лупа. Итак. Сибирь 3. Пять тысяч человек поставил на Сибирь 3. Не зная что Сибирь 3 выиграла на колесе бустеров. И она и так будет. Поэтому ставочка конечно молодец. Но это въебаные деньги. Незнание не освобождает от ответственности. Незнание не освобождает от ответственности. Увы. Shrek 2. Shrek 2 вперед. По пять тысяч. Соответственно здесь два лота. Пять тысяч и пять тысяч. Ну короче это удаляем. И это. Наверх добавляем к Shrekу денег. Аж 10 тысяч. 10 тысяч к Shrekу улетели. Гриш 60 и 61 Shrek 2 объединить. Я занимаюсь уже этим. Дезерэ еще одна. Пять тысяч. Повыше. Повыше. Дезерэ. У дезерэ по-моему пятнашка сейчас будет. Так. Вот блять. Заниматься-то мне этой хрень. Блять. Я вот не знал что это будет. Ну ладно. Это все еще кстати достаточно удобная штука. Потому что она объединяет очень многие слоты самостоятельно. Просмотр сумерек. Да просто сумерки можно писать. То есть вы знаете теперь что просто напишите один раз момент и все. Просмотр. Я не тупой. Я понимаю нахуй что можно с ними делать. Ну что я должен с ними сделать. Я же понимаю. Сумерки. Пять тысяч пожалуйста на базу. Что блять. Сумерки. Мафию так перегонят слушать. Так и мафию можно перегнать. Да. Титра от смерти. Поддерживаю своего любимого Скорпиона. Смотрим Криса. Пять тысяч бросили Скорпиону. Крис мальчик мой. Где там Крис? Крис братишка. Крис мальчик мой. Оставим этот вариант. Это вариант как раз таки от Валерии. Крис мальчик мой. Написала она. Там есть поиск по слотам. А так а зачем он мне? Я так вот списком смотрю. Мне удобно. Масс эффект. Масс эффект уже есть. Уберем. И масс эффект. Повыше был где-то. Масс эффект. Вот он. 25 тысяч на масс эффект. 30 в итоге. Итак. Генша. Фракрайская рим. Барби. Завилл Вазин. Тетрадь смерти. Супермаркет симулятор. As Dusk Falls. Это интерактивное кино. Король лев. Просмотр Короля льва. Вы хотите плакать или умирать здесь? Dead Space. У Dead Space была вроде как. Был этот. Жизнь. Бабусы. Чат. Гриш. А у кого-нибудь было сейчас? Когда ставки ставили. Часть не дошла. А авторитет списался. Просто у меня было 23к. Списалось 20к. А на игру 15к зачислилось. Не знаю. Я же не участвовал. Слушай, я не могу тебе подсказать. Я знаю, что если здесь ставки... Если здесь... Как это называется? Если здесь по ставкам что-то не засчиталось, вам вернется назад в какой-то момент. Когда колесо закончится. Бабусы. Твою мать. Я полгода ставила. Сибирь 3. Одно колесо бустеров пропустила. А она без меня выиграла. Но я на вторую просто. Да. Вот такие дела. Просрали одно колесо бустеров. Не посмотрели запись с трансляцией. И до свидания. Поэтому Сибирь 3. Она и так будет. Чуть попозже. Просто когда будет... Как это называется? Чуть попозже. Когда будет чуть похолоднее. Попозже. А, вот увидел. Разделила платформы на два разных... А, видимо, да. По всей видимости. Поэтому, скорее всего, либо списало, либо это. Либо все. Не переживайте. Скорее всего, все это. Пиратство. Сюда. 45 тысяч. Разгребаю пока. Супермаркет СМС. Спайра ремастер. Это Фирс оф за Фатом. Сибирь 3. Она и так будет. Но я не буду ее отсюда убирать. По приколу. Если она выиграет. Это просто незнание не освобождает от ответственности. Я не буду делать поблажки. Мафия 2 вперед. Зачем? Просто Мафия 2. Чтобы они объединились. В следующий раз, чтобы этим не заниматься, а старайтесь писать просто название игры и хрен бы с ним. Он объединять должен. Но я принял ваш этот... Как это называется? The Walking Dead. Здрасте. Это ходящие, да? The Walking Dead. Удаляем их. И в начало. Ходящие вот сюда. Пи-ш-ш. Пять тысяч. Здорово. У меня все норм. 30 как. Игра улетела как надо. Значит, нормально все работает. Значит, все хорошо. Вернемся. Спайр анимастер. Фирс. Тра. Шрек 2. Зажигай. Зажигай. Написал человек, чтобы я сейчас вот эти пять тысяч взял. Удалил его ставку. Наверх. Нашел здесь Шрека. Кинул сюда пять тысяч. Вот это вот все. Итак. Супермаркет-симулятор. Сибирь. Алиэс из Вондерленда. Это другая. Кукинг-стрим. Раз. И все. Ладно. Пять тысяч на кукинг-стрим. Это в самое начало нужно пихануть. Шрек пропустил под номер 83. До 83-го я еще не добрался. Подожди. Кулинарный стрим. 105 тысяч на кулинарку. Я могу показать, как выглядит колесо сейчас. Ну, чтобы вы понимали, да, как в общем и целом выглядит колесико. Что выделяется, что вы видите, что вы не видите. Есть варианты, которые абсолютно и пуски. И вон они, видишь, вот эти вот абсолютные пусики. Есть, как бы, блядь, мастодонты, амбассадоры колеса. Life is Trash, Сумерки, Мафия 2, Кулинарка, Dying Light и Ходячие. Хочу напомнить, что это не на вылет колесо, а выбирается вариант 1 и навсегда. Что называется, да? Возвращаемся. Вам нравится? Я надеюсь, вам нравится. Вы кайфуете? Слава богу. Так. Спак Обзе Лайн. И их две. Спак Обзе Лайн. Пять тысяч. Отсюда. Блядь, я че-то не охуе... Че-то... Что-то было... А что-то было... Белое какое-то обновление экрана. Щас... Что-то было... сердечные шестри все баллы нахуй слились куда-то не туда и до свидания аж страшно стало аж страшно стало в моменте 5000 божечки кошеньки это было стрёмно любая нэнси я оставлю этот вариант и я его сам выберу тогда я не буду объединять с той нэнси которая есть я оставлю этот вариант как самостоятельный 7-3 алиса доки-доки метро 2033 у метро вроде были жизни метро наверх сейчас мы про это прошпундохаем вот здесь вот есть метро где-то вот оно 2033 сюда 5000 у метро 25 тысяч жизней так спаркоп зелайн еще один литл мисс фортун метал гир ревенженс это другие уже игры метал гир да спаркоп зелайн говорят хорошая игра кстати вот она 20 тысяч у нее становится фильм сайлент хилл был уже надо объединить я не вижу пока сайлент хилл вообще любая нэнси литл мисс фортун обсервейшн фильм на выбор ясно доки-доки литературный клуб объединять придется вот он здесь вот он доки-доки литературный клуб благослови мэнси дрю сгоревший алиби это другое морок пару серий это каэр ни но куни гнев белой ведьмы охуеть я пойму если не захочется играть ясно том рейдер hello nateboard factory outlet симулятор life in strange это одна это первая часть да искать надо life in strange little miss fortune а искать надо вы имеете ввиду поиск по слотам искать чтоб я не ебался голову это вот вторая часть life in strange а первая по моему наверху вообще она в самом верху по моему вот она 5000 сюда 69 пропустил 69 морок или нэнси дрю сгоревшее алиби так это разные игры куни нам надо лютый игнор сайлент хилла подожди кино эллиноэр принц персии борьба и тренировки по бжж в зале на стрим тренировки по борьбе но могу так ладно хорошо властелин колец трилогия трилогия это конечно хорошо но властелин колец это где-то здесь властелин колец выше 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 вот он 35 тысяч свои получает там сайлент хилл 2007 сейчас найдем я сейчас я сейчас спущусь сначала то где я уже посмотрел фильм на выбор морок там рейдер андерволт hello neighbor фактория тролливали walking dead telltale games хочется много написали но пусть хотя бы будет первый выпуск ну walking dead короче я по daylight еще здесь сериал видеть нихуяся я смотрел его первые два сезона ходячие 135 тысяч опять пропустил я не листаю подождите успокойтесь я пролистываю туда где я уже сейчас на данный момент нахожусь я еще раз потом пройдусь любая нэнси фильм сайлент хилл 2006 года вот вот его надо убрать я так понимаю сайлент хилл вот отсюда и вы хотите сайлент хилл где-то здесь найти сайлент хилл сайлент хилл сибирь масса вот сюда улетел но больше не было вернемся принц перси сериал видеть down in light light это вот отсюда нужно убрать неправильно написанный down light и сюда вот добавить ух блять я чувствую крутить будем сегодня сериал видеть я написал я хотел бы посмотреть с тобой я не против я пересмотрел бы первые два сезона и потом бы еще дальше посмотрел потому что я в итоге забил на него годов вар рагнарёк отсюда нужно убрать и найти годов вар который уже есть пять тысяч годов вар рагнарёк на пк вот у него есть аж 30 тысяч теперь хорошо блин прикольные варианты нэнси дрю сгоревшая алиби это придется объединить с другой нэнси она где-то вот здесь пять тысяч стало десять вон она на десять позиций вперед улетела вот еще одни еще одна позиция с нэнси дрю ёбнешься пятнадцать тысяч еще выше нэнси поднимается просто пиздец эллиноэр по-моему уже было да эллиноэр уже был давайте вернемся где-то найдем здесь эллиноэр где-то найдем его здесь а где эллиноэр то я что удалил любой имеющийся эллиноэр я мог удалил да походу удалил это был единственный эллиноэр который был в этой скайрим геншин пси автопати дэйсган лайс оф пил life is strange походу это был единственный эллиноэр который здесь был это он и был добавим его тогда 5000 у него было эллиноэр даже вот я напишу именно капсом чтобы я знал что это я добавил эту позицию бэтмен металл гир ревенженс по-моему он метро уберем метро сначала у метро здесь есть позиции позиции метро у метро здесь есть позиции метро 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 2033 вот оно есть сейчас еще так список сократился до 83 всего позиций это меньше даже чем на колесе бустеров тетрадь смерти тоже аниме получается отсюда это убираем и найдем искать тетрадь смерти которая была вот здесь 10 тысяч стало 15 это не разные игры вроде нет итак заново глазки тоже разуйте немножко чтобы мне помочь потому что если мы сейчас что-то не пропустим будет жалко я вот увеличил чтобы было видно да метро и метро 2033 а какая разница ведь метро и метро 2033 это просто если я начну играть в метро я начну сначала будем честны если метро выиграет я начну с самого начала я начну с самого начала про то как это все дело зарождалось нет смысла играть в третью часть потому что нет первых двух поэтому как бы придется играть с нулевой ну я не знаком с серией если прям совсем углубиться мафия 2 сумерки лайф инстрейс ходячие мертвецы кулинарный стримчанский 105 нахуй тысяч дайнлайт шрек скорее всего вторая часть будет даже вот можем сюда двойку поставить украсть прощальное утро цветами воспоминаний ну да аниме да Devil May Cry это именно та часть про которую по всей видимости я понимаю DMC это про молодого Данте на колесе бустеров уже на колесе в двух повторки в один слот не объединяются может если соединить слоты бустеров то будет поменьше а ну согласен все правильно Стяжкина да согласен Ассасин Скрипт Пиратство это четвертый Ассасин Агата Кристи Убийство в Восточном Экспрессе Мишка с ножницами Алина Зелэйшн Пики Нуки Амнезия за Дарк Десент Sims 1 Мейкен Мэйджик Один Нэнси Трю Сокровище Королевской Башни Властелин Колес Посмотреть Сайлент Хилл фильм Юнити Ассасин Скрипт Фейбл Лост Виа Доминус Игра по сериалу Лост Масс Эффект Год оф Вар Рагнарёк Перепрохождение но я не против тем более она пока вышла это вот та игра которую я прям скажу да я не против даже если выиграет Метро 2033 так стоп да метро здесь не было метро 2033 30 тысяч Алиса Мэднес Ретюрн Машинариум Кена Крис Мальчик мой 25 тысяч To the Moon Guardian of the Galaxy Диск Релизиум Сибирь 4 Молодец Дизере Dead Space Duskwood Spec Ops The Line Life and Stretch 2 это другая игра правильно? правильно потому что Life and Stretch наверху было один да все правильно это другая игра Лайз Оф Пи это по всей видимости Соус Лайк про Пиноккио The Pumpkin Jack помню что это Downfall Redux Kingdom Come Deliverance Days Gone Шерлок Холмс Chapter 1 Мэнседрю Сгоревшее Алиби Тетрадь Смерти это аниме и просмотр After Party Пси в Марте Окей Геншин Far Cry 5 Skyrim ну это очевидно не знаю даже сколько времени этому будет уделено потому что игра супер большая Барби Секретный Агент 10 тысяч последних киданули The Evil Within Доки Доки литературный клуб Супермаркет Симулятор As Dusk Falls интерактивное кино Король Лев очевидно просмотр мультика Spire Remaster это хорош Фирзов Потом Сибирь 3 и Смеющийся Смайлик сама над собой смеется потому что не знает что Сибирь 3 выиграла уже Алиса и Вондерланд Скайрим и Симс бесконечные Симс да Любая Нэнси ну это отдельный вариант за 5 тысяч не буду объединять с другими Нэнси потому что во-первых там несколько вариантов и я не знаю куда кидать эти 5 тысяч выберу на свое усмотрение или буду консультироваться с амбассадором Нэнси Дрю со своей женой Metal Gear Rising Revenge Little Misfortune игра Observation фильм на выбор я в принципе даже знаю что бы я выбрал Нино Куни Куни это хорошо Марвок пару серий Алиса Алису объедини Алис Алис из Вондерланд а здесь другая Алиса смотри Алис из Вондерланд и есть Алиса Madness Returns это разные игры Madness Returns из Вондерланд это разные Алисы разные части поэтому не объединяем одну хочет один человек другую другой Metal Gear Revenge это тоже Revenge там другой Metal Gear Итак Данган Робна здрасте Надежда все еще ждет Том Райдер Underworld хорошая часть Hello Nightbor это привет сосед Factory Outlet симулятор Принц Персии Пески времени неплохо Борьба значит тренировочку стрим с тренировок прикольно сериал видеть Си хороший Джейсон Мамоа снимается неплохо первые два сезона я помню их но я смотрел их супер давно еще на квартире когда мы жили Игра промышек для лесной Игра промышек для лесной ну Катя шифруется делает вид что у нее есть какие-то поклонники какие-то люди которые пытаются ее поддерживать ясно понятно что это ее вялые 5000 рублей которые остались здесь после добавления аниме то есть я не против конечно понятно но я читаю читаю этот моментик Nancy Drew любая ну слушай вот Nancy Drew любая и любая Nancy Drew наверное можно объединить вот эта вот Nancy Drew объединится вот например вот с этой любая Nancy поэтому вот эту удалим раз уж она любая и пиханем любую Nancy вот сюда да а куда скидываться чтобы все все уже закончилось куда скидываться уже время видишь наверху таймер наверху таймер который вы вот справа был 0-0-0 это таймер таймер который был 10 минут прошли даже уже не 10 а 12 нужно было Marta is dead посмотреть студию какая-то студия подожди студию Ghibli ветер Невская из долины я вообще не знаю что это наверное прикольно Metal Gear Revengeance и Revenge Gear Revengeance наверное это 5000 которые нужно пихануть в другое в другое Metal Gear потому что Revengeance Metal Gear здесь где-то наверху вот он у него 10 дальше Элла Нойер Бэтмен да и все вот и я не думаю что мы что-то пропустили можно еще раз глазами просматривать Сибирь Фотом Супермаркет Симулятор Доки Доки The All Within Skyrim Геншин Чужопси в марте Тетрадь Смерти Days Gone Пекинуки Лазов Пит Dead Space Дезерай Сибирь 4 Диск Элизиум Гвардиан Галакти Туза Мун Крис Мальчик Мой Кена Машинариум Год оф Вары Алисы Разные Assassin's Creed Е Разные Властелин Колец Объединен Нэнси Дрю Сокровище Объединено Мишка В общем-то все Здесь пятерка точно объединена Итак пройдемся по десятке Первые 10 фаворитов так скажем топ 10 Мафия 2 235 тысяч авторитета Сумерки 185 тысяч Life and Stress 155 тысяч Ходячие мертвецы 135 тысяч Кулинарный стрим 105 тысяч Отказываешься верить что со мной может дружить кто-то кроме тебя Хехе Катюш у нас такая жизнь что друзей к сожалению будет не так много Мы их сами от себя отпихиваем своим поведением Поэтому придется смириться что я единственный тот кто понимает твои шутки Ха-ха-ха Итак кулинарный стрим Die White 90 тысяч Шрек 2 80 тысяч Аниме Украсть прощальное утро цветами каких-то непонятных цветов 55 тысяч Devil May Cry Именно вот эта вот часть это про молодого Данте 50 тысяч и Assassin's Creed 4 Black Flag 45 тысяч Это десятка Буллинг от Гриша Буллинг в сторону Кати Не смешите мои тапочки блять Она настолько преисполнила что ей на все насрать На это так точно Мы любим друг друга Вы не сможете нас осудили Гриша Вы не сможете Вы не сможете другим Оно отличается от колеса бустеров Правила все те же по идее В плане того что выпадает игра Мы ее смотрим или это фильм Мы его смотрим Если это супер странная история Сколько бы она ни занимала Это супер странная история Ну Будем честны Сибирь вместе Сибирь объединен Нет Сибирь вместе Там Сибирь 4 и Сибирь 3 Сибирь 3 написал человек который не ответственно отнесся к уже известным Бунтуем за Сибирь Бесполезно Сибирь 3 написали Написал человек который не знал что уже она выиграла Может объединим 3 и 4 Сибирь Но не знала Каюсь меньше чем Ну а как так то Блять Ну а как так то А Кумовство началось Ну а как так то Вот ты не знала Вот твой смайлик даже смеющийся Не знала ты 5 тысяч твоих Авторитета Ладно Где Сибирь 4 Еще найди теперь Сибирь 4 Вон 25 тысяч теперь на Сибирь 4 Сука Если она из этих Если она из этих 5 тысяч выиграет Сибирь 4 Знайте Что вы Что вы Сами Вы и сами на это Добрянку съешь Блять Добрянка Добрянку съешь Катюшек Привет Гриша Привет Мое уважение У тебя на бусте есть пост по теме Френдзены Да еще и не один Есть Еще и не один По теме Френдзены Есть Там и по теме мужиков есть Которые вас слегка динамят И по теме женщин Есть Бунтуем По поводу Сибири Объединились Там Ставь Друзей Нашли Себе Очень умные Итак Вот оно Колесо Мы играем Обычное Колесо Не на выбывание Вот здесь Есть история С выбыванием Давайте поставим Какую-нибудь Прикольную Ящерку Пиздатенькую Которую Будет флексить Ящерку Найдем Песню Мы должны Найти Песню Это какая-то Хуйня Да Музыка Песни Про канал Давайте найдем Песню Про Колесо Авторитета Включим Это закроем Колесо Авторитета У нас есть Авторитетная Песня Для колеса Авторитетов Она длится Примерно Три минуты Столько же И будет Длиться Крутко Длительность В секундах Три минуты В секундах Примерно 180-190 Секунд Да Это охренеть Как много Ну вы должны Естественно Вы должны Естественно Прослушать полностью Песню Потому что Если мы сейчас Выиграем Мы потом будем Слушать Нет Мы будем Слушать песню И смотреть Как Как крутятся Ваши вариантики Я всем желаю Удачи Из всех вариантов Мне нравится Больше всего Ничего Естественно Потому что Я понимаю Что вы пытаетесь Меня заставить К чему-то Принудить меня Как говорится Да Вот По всей видимости Наши абьюзивные отношения Вам нравятся Все больше В особенности Что мы здесь Еще и крутками Занимаемся То есть Мы удовлетворяем Сразу несколько Ваших хотелок Ваш абьюз Да Ваше лудоманство И мое покорное Служение вам Моя любовь Она нескончаемая Мы дружим Я надеюсь Мы дружим Итак Песня вот Крутка Вот Черт Наши сердца Бьются в унисон В этот день Мы веселимся Вдвойне Мы собираем Авторитет И силу Чтобы победить В колесе Крутится колесо И сердце колотится Бляж Какая такая Ножная Авторитет Накопится И я снова сюда Приду Гриша Держись Это уже не шутка Ведь авторитет Наканул Хорош Хорош Яси Как хуерит Авторитет Открутится Быстро Надежды Мечты Сбываются Здесь Гриша Танцует По песню Царица А мы готовы Квырвеса И крутится колесо И сердце Колотится Будто жизнь Наканул Стоит Авторитет Накопится И я снова Сюда Приду Гриша Держись Это уже Не шутка Ведь авторитет Наканул Похоже на песни Которую Присылают Медалисты О Замедляется Это наш праздник И торжество Где смех И радость Вокруг Витают Мы отдаем Все Чтоб Победить И если Наши Украдут Крутится Колесо И сердце Колотится Жизнь На кону Стоит Авторитет Накопится И я Снова Сюда Приду И Жадержись Это уже Не шутка Ведь Авторитет На кону Это наш праздник И торжество Где смех И радость Вокруг Витают Мы отдаемся Чтоб Победить И счастье Наши Не украдут Руки Политшие Крутится Колесо И сердце Колотится Будто Жизнь На кону Стоит Авторитет Накопится И я Снова Сюда Приду И Жизнь Это уже Не шутка Там люди Сидят Там у кого-то Паничка Уже Начала Если у вас Паничка Вызывайте Скорую Злопыхатели Пусть говорят Что угодно Нам важнее Победа Успех Мы сильны Вместе И собрались Здесь Чтобы показать Что наш Авторитет Это величие Хрудится Чего? Ааааа Ааааа Как оно давит Блять Оно ДАВИТ Шрек 2 Оно тормозит Оно Такое пси, блядь! Такое пси, блядь, КР, суки! Такие грубые романтики, блядь! Какие грубые романтики, блядь! Нет, нет, КР, суки! Нет, какой грубый романтик! Требил вообще в следующем году! Пси в мантик! Это в следующем году! Это в 2025 год! Вы поняли, что мы до этого можем даже не дожидим, блядь! В 2025 году, КР, мантик! Ну что, блядь, сошли с ума! Безда! Нет! О, блядь, сколько у него было баллов! Какое пси в мантик! Сколько там денег? Сколько там денег? Сколько их было у пси? Пять тысяч? Десять? Сколько выиграл? Там люди тратили сто пятьдесят... Где это? Сколько денег у пси, суки? Ну кем же? Там не больше десяток должно быть где-то! Ну сколько, ну вообще же не сколько! Десять тысяч, вон она! Десятьк было! Чей это вариант? Человек, который предложил этот гейм! А, пси, это же шутер, шутерская история! Ура! Ура! Давайте музыку берём! Это музыка! Давайте уберём это! Я просто забыл, что музыка играет, простите! Человек спустил всё на мафию, два и выиграл пси! Ха-ха-ха-ха! Ёб твою мать! Пси в марте! Это просто пиздос! В двадцать пятом году человек заказал, даже написал месяц, когда это надо! Вы понимаете? Бабусы! Гениально! Что ж! Судьба, пси, история шута! Но она интересная! Гриша гений, шут гений! Вы сошли с ума! Какая нахуй история в марте? Гудшений! Нам нужен перекрут! Нет, не нужен! У нас правила, какие перекрутые, блядь! КАЭР выиграл! Перекрут! А правила ВЕТА? В двадцать пятом году увидимся! Правила ВЕТА! Там и посмотрим! Вот и всё ваше колесо! Правила ВЕТА! Правила ВЕТА надо сначала начать играть! Хотели клуб романтики? Вот! В двадцать пятом году встретимся с вами, да? Какого марта? В марте! Написано в марте! В марте, соответственно, в следующем году! Там и услышимся! Я даже не надеялась! Вот! Март две тысячи тридцатого! Да! И сага, и пси! Всё! Вот оно! Число на выбор! И год на выбор, я так понимаю, да? Сумерки так сумерки! Бабусы! Все кончены! Я ухожу! Вы не в себе! Вы ёбнуты! Всё кончено! Мафия 2 сумерки! Дайнлайт, блять! Шрек 2 кулинарный стрим! Просто пошёл нахуй! Топ десять! Топ десять! Здесь, сука, миллион! Здесь лям! Вот здесь! Бабусы! Бабусы! Гриша! Весь авторитет на мафию! Как так-то вызовите мне скорую! Вот! Так вот в этом вся суть! Я же говорил! В этом была вся суть! Но если бы вы поставили... Каэр! Ура! Ура! Да! Наконец-то клуб романтики! Что ж! Увы! Шрек 2 на тоненького! Угу! Сердце остановилось! Я 45 тысяч на ассасин поставил! Бабусы! Там херова гора! Потрачено! Да! Всё! Все бабки! А все нельзя стримить! На секундочку! Там же обнажёнка, по-моему! И ЛГБТ! Ну мы ЛГБТ пропустим! А обнажёнку просто не будем показывать! Как это нельзя стримить, если люди проходят? Я просто не очень понимаю, если люди проходят это! Если есть записи на Ютубе, значит всё можно! Достаточно одной ставки! Да! Я говорю по правилам непонятных, что называется, рандомных историй выигрывает какая-нибудь милипусичная фигня! Я это неоднозначно проговаривал, поэтому и говорил, ставьте много, чтобы хотя бы увеличить шанс на победу! Потому что достаточно бывает и пяти тысяч, и десяти! А что нам до марта делать? Ждать следующее колесо авторитета! Ну и колесо бустеров есть! В смысле, что? Бабусы! Ничего! Апси пропускается! Нет! Как пропускается? Надо же посмотреть сначала! Всё будет зависеть от начала! Я знаю, что вначале... Бабусы! Надо же посмотреть! Слеж грустно собираем манатки с даунфал и уходим в закат! И уходим в закат! С даунфал она собирает манатки! А вот человеку... Людям с Мафии 2-то ничего не хочется сказать? 235 тысяч про манатки! Жду сны с песней про колесо авторитета! Да? Поэтому я и не выкидывал больше пятика в это колесо! Я знал, что так будет! Причем здесь вы не можете точно предугадать! Есть слоты, которые там по полтора миллиона люди вбрасывают! Он вот так вот просто пол колеса забирает! И чем шире слот, по идее, тем больше шансов на выигрыш! Ну, блять! Верни баллы! Там кнопка! Не, какие! Вернуть баллы остальным! А? Да! Нет! Какие-какие вернуть баллы? Это же такой ивент! Пора рисовать стикеры для КР! Да! Бабусы! Я вообще не стоял! Бля! Я хозяй, что сказать! Увы! Такие же ощущения были, когда весной Ненсивы играла! Да! Полное опустошение! Отрицание! Паника! Это что-то очень близкое к тому! Ну, а вообще, ты сам хотел воины! Вот тебе вселенная блюдечке преподнесла повод! Пси реально входит в топ-3 лучших историй всего КР! Да я так и понял! Пси-финг! Я знаю, что пси – это хороший, типа, выбор для, там, следующего, например, клуба романтики! Просто как будто… Ну, вот сейчас, например, что пси в марте, вы просто… Вы должны понимать, что это в натуре будет в марте! Потому что заказ на март! Я не… Я не поеду… Я не куплюсь на эту хуйню, типа, давай завтра! В марте! Так в марте! На 8 марта, я правильно понимаю? Ну… Мы бы тебе плохого не посоветуем! Я так и понял! Бабосы! Диацпачи 1.5 года! Айзек в паутине пылью покрылся… Но, поздравляю победителей! Искренне рад, что кому-то реально повезло! Если сравнивать количество авторитета! Бабосы! Гриш, а может правило ВЕТА? Да нет! А то до 25-го год, ну, такое и нужно правило ввести, не выставлять временные рамки! Ну, в следующем колесе я напишу, играю в то-то-то в 2030 году, и вы это примете! Ну, такое! Я приму! Если ты напишешь, играем в 2030 году, я скажу, да! Окей! ПОЧЕМУ? 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 Многие, если не все, говорят, что пси — одна из лучших историй, да еще и шут гений, ебать. Вы что? Вы почему-то забываетесь, вы забываетесь, что... Вы забываетесь, что, в общем-то, мы, если что, готовы, да? Мы готовы даже к пси. Мы готовы к этой залупе, мы готовы к этому. Не получилось мне облачиться, ну и хрен с ним. У нас есть... Это не что-то для нас неизведанное, понимаешь? Все очень даже вполне себе. Гудшений! Это не новое для нас. Вполне себе знакомые уже какие-то проектики. Да, не мафия, конечно. Ну, увидимся просто в следующем... Увидимся просто на следующем колесе. Да? Не расстраивайтесь. Я надеюсь, было весело. Я прям сегодня в маршрутке вспоминал об этой новелле. Плейлист там шикарный. Ну, ради плейлиста и поиграем, естественно. Музыка из клуба романтики это лучшее, что могло со мной произойти. Да. В Sims будем? У нас еще две посылки. Какой Sims? Простыня тоже гениальна. Все. Все гениально. Ну и чего? Значит... Сука, ну это, конечно, вообще... Хорошо. У Гриши сейчас Бранта. Сейчас, да. Потом в какой-то момент обновится сага о грозах. Ну и так постепенно. У нас, тем более, не было никакой второй новеллы. Не знаю, почему псих так восправляют. Прошла дольше половина первого сезона и не поняла. Надо написать прохождение Бранти в 2060, когда твой голос будет как у Деда из Бранти, ахахаха. Прикольно, если я буду читать какая-то... Согласен. Но по поводу временных рамок... Ну, это первое колесо. Я сейчас не могу душнить, что типа, нахуй, март, давайте в декабре. Тем более, что в декабре я бы это не запустил. Сейчас новелла есть. В ближайшее время клуба романтики не сильно хочется. Еще одну, например, какую-то историю. А в марте, так в марте. Хороший прикол осуществить то, что я планировал. Типа, сделать на 8 марта девочкам подарок. Начать 8 марта клуб романтики. Бабусы. А кто был рядом с Пси? У кого был Пискин шанс? Победителя поздравляю. У кого был Пискин шанс? Рядом с Пси был Шрек. И... А там не поймешь, кто. А можно попросить в чате что-нибудь спалерить победителей хотя бы сутки? Да. У нас многие ребята смотрят записи нас в день. Да, не нужно. Не нужно в чате... В чате... В чате телеге не нужно спамить, кто там выиграл, кто проиграл. Я надеюсь, будет фулл прохождение. Крайне маловероятно. Точнее как, я не знаю. Потому что правило Вета, оно присутствует. Вот эта вот история Пси в марте, она так или иначе с правилом Вета. В марте и посмотрим. Полное, неполное. Какое там будет настроение. Как начнется этот Пси. По-хорошему можно и полное замутить, потому что... Ну, что называется, игра-то знакомая. И комьюнити собралось. Знаковое. Пси хорошо в конце раскрывается. Блядь, начинается. Чтобы понять игру, нужно 100 часов у нее уделить, да? Надеюсь на полное. Ну, посмотрим, как начнется. Надеюсь, хорошо было бы не дропнуть, потому что если это культовая история. Но, сука, бойтесь, потому что последний я охочусь на тебя, который растягивался на 4 месяца. Бойтесь, что там раз в 2 недели. Просто мне нужно от таких штук нужно отдыхать. Как жизнь покажет. Ну да, нет, в марте-то мы запустимся. Как и просил просящий, как говорится. Может, пока однажды пройду, пока интересно совсем. А, вы имеете в виду, что история непонятна, почему она схваляется? Если следующее колесо будет только в 2025 году? Нет, да подожди! Следующее колесо не в 2025 году, оно в этом. Вы думаете, что мы пока не закроем вопрос с ПСИ, мы не запустим колесо авторитета больше за баллы канала? Нет, конечно. Нет, вы что гоните? Следующее колесо, ну, вот сколько сейчас? Времени пройдет, полтора-два месяца где-то. Хорошо, конечно, чтобы колесо авторитета появлялось шесть раз в год. Если колесо бустеров двенадцать раз в год, колесо авторитета было бы классно проводить каждые два месяца. У вас есть время подкопить на Новый год. Хорошая идея на Новый год запустить. Потому что вам нужны баллы, чтобы копить. Я не хочу, чтобы вы здесь мерились письками, знаешь, типа по тысяче кидали, что-то такое. Хорошая цена, во-первых, пять косарей, во-вторых, плюс-минус понятно, сколько вы копите. Попусы. Это было хорошо. Спасибо за движ. Вам спасибо. Ну-ка, это прям сильно удача помогла, и это круто, что вы играли даже не мастодонт авторитета. У всех есть шанс. Да, в том-то весь и прикол. Сколько бы у вас было, не было баллов, я поэтому и говорю, кидайте все, потому что выиграть может как большой, и это будет неудивительно, типа ебать здесь. Вот выиграла бы мафия, да, например, и я бы сказал, ну понятно, 235 тысяч собрали, вот победитель. И моя речь была бы достаточно такая банальная, в плане того, что я же говорю, сливайте все, у вас есть расширение шанса. Но как и маленькая писька, и тоже это было упомянуто, что может выиграть абсолютно просто вот такой вот маленький, маленький, тоненький просто мышиный хвостик, у которого супермало денег, супермало шанса, супермало вообще просто швыранули вялую десятку, и все. А сотни тысяч просто не пропустились. Мы бы до утра это все объединяли. Если бы по тысяче сделал я, да, конечно. Косплей на пси в стиле киберпанка. Я даже примерно не представляю, что такое косплей на пси, поэтому мне страшно представить. Случайность порешала, как я предполагал. Даже не очень расстроен, что не поучаствовал. Все равно мой вариант вряд ли бы имел шансы. Хотя, как сказать, будем ждать следующего колеса. Я не знаю, почему вы задушиваете сами себя еще заблаговременно. Не участвовать не имеет смысла. Копить много и быть богатеньким не имеет смысла. Вы же понимаете, накопите 500 тысяч, у вас вариант вот так вот прокрутится нахуй, и выберется вариант с пятью тысячами. Поэтому участвовать и быть к этому причастным интереснее, чем быть богатеньким муратино с большим количеством авторитета. Какие будут еще ивенты за авторитет? Я пока не могу сказать, потому что у меня есть план, и если я его раскрою, мне придется сразу приводить его в исполнение, потому что меня начнут спрашивать и дергать за эту тему. А я хочу спокойно к этому прийти тихонечко. Мы же даже не знаем, что будет в марте 25-го года, вдруг у тебя будут много других. Да, мы не знаем. Игры времени на КР просто не будет. Мы же не знаем, но ведь человек написал, я же не виноват в этом. Что-то голова заболела аж и почка лопнула от напряжения и шока. Победа, конечно. Вот что значит формулиру тяжело, неправильно, хотела, хоро получила. Да. Страшно? Очень страшно. Всем добрых снов. Спасибо за стрим. Пожалуйста. Доброй ночи. Отдыхайте. Почка лопнула от напряжения. Не воспринимайте это все какое-то личное оскорбление, то, что вам что-то тут не повезло или еще что-то. Потому что многие варианты объединились в один большой, вам кто-то где-то еще насыпал баллов или еще какой-то вариант. Это не ваш личный проигрыш. Вы ничего не потеряли от этого. На колесе бустеров люди гораздо больше теряют в плане того, что они подписаны платно. Я надеюсь, они подписаны из-за постов, конечно же. Но колесо бустеров куда больше урон наносит по людям, чем колесо авторитета. Вы ничего не потеряли, можно сказать. Ваш авторитет вернется. Не потеряли? Мы не потеряли? Да что ты имеешь в виду? А ну верни нам баллы, если мы не потеряли. Если Гриша раньше предложит, никто не против. По поводу пси в марте, ну да, то есть здесь я волен выбирать до марта самостоятельно. Здесь вопрос просто в том, что человек хочет в марте, ну значит в марте. Если бы было просто написано пси, ну значит решали бы, когда это возможно провернуть. Но если бы было написано просто пси без марта, скорее всего он бы появился в ближайших двух месяцев, хотя бы начало. А дальше посмотрим. Накопим еще в этом суть. Так да, в этом весь и прикол. Просто если часто это делать, мы не будем успевать ничего на это, ну смотреть на эти проекты, не то чтобы их проходить. Это очень хорошая возможность поучаствовать в жизни канала для вас, а для меня познакомиться с какими-то вещами. Ну вот пси. Ясно. Ладно. Это единственный, кстати, был КР, по-моему. А нет, была еще бездушная, да? что-то была еще. Клуба Равантики не так много, что удивительно. На 8 марта подарок будет. Но зато вы знаете, что пси точно появятся, хоть в каком-то количестве. Поугарать мы точно сможем. Морок был. А, это все-таки тоже, да? Морок. Ну ладно. Вот еще морок. Так люди душнят из-за марта или именно из-за КР. Я не знаю, в какой смысл поленку разводить из-за марта, что будет дальше, впереди, в будущем. Это ведь в этом нет никакого смысла, потому что заказ на март. Я, можно сказать, прикрываюсь даже этой штукой, что человек написал в марте. В марте так в марте. Что вы ее было? Что гундеть-то? Захотели в марте, значит, в марте. Я очень удобно могу прикрыться этой штукой, что, мол, не завтра. А колесо авторитета в этом году еще будет. За этот же, за этот же балл канала. У нас будет больше, больше просто вот этих вот ивентовости. Вы видите, как много накопили, у кого-то скопился прям целый банк из-за того, что вы играли на Вуконге очень много и других ставочками развлекались. Гриша, а вот на 8 марта подарок. А если не каерщик, можно выбрать другой подарок? Слышишь, не каерщик. Я? Или вы имеете в виду, вам другой подарок? Нет, вот пси в марте написано. Что выиграла, то выиграла. Да, это был... Судьба бывает потешна. Просто вы будете знать, что в следующий раз лучше не выебываться лишний раз. Ива Мартин, пси. Может, кто-то опечатался? Нет. Пси в марте написано. Это не Ива Мартин. Пси в марте. Март в следующем году. В этом же году я уже не успел, соответственно. Это... Такой заказ! Чего гундеть-то, блядь? Все уже. А можно носками подарить? Все кончено. Зато у нас есть 5 месяцев, чтобы перепройти этот шедевр. Да, пожалуйста, начинайте. Можете начинать. Прикольно, конечно. Мне понравилось. Мне не важен был победитель, от слова совсем. Мне важно было, как это все происходит. И что-то вы начали гундеть. Мне вот не нравится то, что вы начали что-то... Какая-то суета началась. На колесе бустеров столько суеты нет, сколько здесь. Видимо, из-за того, что много баллов накопили. Старались, блядь. Там год не написан. Да нет, но я не буду. Какой... В следующем году. Хорошая возможность 8 марта реализовать то, что я говорил тысячу лет назад. Типа, 8 марта бахнуть КР. Это был классный ивент. Спасибо огромное, что поучаствовали. Старайтесь не... Как это называется? Икру не метать, потому что никто ничего не теряет. Успокойтесь. Тем более, что колесо бустеров. Вы что хотели? Круточки там или еще что-то? Пойдемте крутанем, если вы хотите круточки. Ладно. Вы просто хотите еще больше круток. Я верю вам. Давайте... Ну, вы же хвасили Genshin Impact. Вы хотели, чтобы мы крутили какие-то непонятные баннеры? Мы будем крутить баннеры в Genshin, потому что там какая-то женщина вышла. Придется идти... Коробки открой. Сейчас пойдем и коробки откроем. Не переживайте. Сначала сольем все крутки. Нам надо посмотреть, что там за непонятный геоперсонаж, который, блядь, якобы всем на аккаунт нужен. Если он мне выпадет, да, этот великолепный персонажик, будет как-то непотешно. Это будет, ну, я даже не знаю, как объяснить. Слушай, нужен ли мне он? Мне вот даже... Ну и что? Белый экран. Вот когда за деньги колесо, меньше возмущений. А за бесплатный авторитет... А потому что... Да, и это на самом деле очень многому должно людей научить, потому что люди, которые платят за колесо, они... А, ну, здрасте. Люди, которые платят за колесо, платят за эти ивенты. Поздравляю победителя, но тени сенфора были бы пизже. Но это тоже хорошо. Согласен. Айр, прикольно смотреть от имени мужчины. Мой муж ржет с прохождения Леры и Гриши, но вовремя получает пиздюлей. Он вовремя... Надеюсь, он получает вовремя пиздюлей, потому что смотрит у Леры, а не у меня. Надеюсь, у вашей семьи это так. Теперь впервые раз на Геншин гляну. Да что тут глядеть? Мы играть-то, скорее всего, не будем прямо уж очень сильно. Мы просто посмотрим баннеры, и если девочка выпадет, будет прикольно. Можно будет посмотреть еще и на то, как там, типа, она на роликах катается. Звук я сейчас включу, у меня просто здесь нет ни звука, ни хрена. Он выключен со времен, когда я сюда последний раз заходил. Я надеюсь, я попаду на Ита или хотя бы на Орликина. Крутки! Наконец-то! Крутки! Выиграл клуб романтики, сейчас Геншин. Что за день такой? Пойду купаться. Хорошего вечера. Чуть попозже коробки откроем. Ты же мужиков собираешь. Да не собираю я уже никого. Я давно перестал мучить себя Геншин импактом в плане того, что мне здесь что-то... Какая-то прогрессия нужна. Бабосы! Я там в личку ВК скинула промо-код на крылье. Забери. В личку ВК промо-код на крылье. Ёптеть. Так, захват игры. Сейчас, подожди. Где Геншин? Окей, есть. Уберем это. Игра захватывается? Сейчас, захватывается. Хуёвтеть. Олегу, как Олегу. Забудь об этом. В личке ВК? Личка ВК. Это что-то интересненькое. Промо-код на крылье. А как мне теперь вернуть всё назад? Вот, есть! Геншин импакт. Промо-код на крылье. Давай введём. Настройки. Языки. Учётная запись. Промо-коды. Получить. Мне дадут крылья, которые вы получали с великолепных коробочек с пиццей в своё время. Е-бой! Проверьте почту. Ну, прям проверим почту. Итак, на почте нам дали... Вот они! Планер, созданный в память о великом пиршестве. По всей видимости, Даша сожрала 12 пицц, чтобы сделать мне вот такой промо-код. Нижайший поклон. Надеюсь, в туалете не было проблем. Отсутствовал целую вечность, а вкус остался прежним. Надеюсь, вкус остался прежним. Итак, какие-то карты. Куча всего. Я всё возьму. Новый планер. Орликинушка моя! Суки! Ставки на выпадение. О, хотите? Да какие ставки у вас авторитета? Нет, нихуя. Ну, вы можете поставить, но это попозже нужно будет сделать. Итак, что там по баннерам? Давайте-ка. Вы мне сказали, что есть какой-то пиздатый гео-персонаж. Вот она, да, я так понимаю. Шелонин, да, её зовут? Шансы увеличились. Да-да, увеличились. 35 нахуй круток у меня есть. Я молодец. Наверное, нет. Я знаю, что на баннере гарант. Я знаю, что на баннере 100% должен выпасть какая-то лего, и это лего она. Остальные персонажи вот эти вот полупокерные мне вообще не нужны. Мне нахер не нужна вот эта вот залупа, которая у меня C5. Вот она, C5, девочка на шаре. Нахер её сюда запихнули, я ума не приложу. Эти две неиграющие у меня девчонки. Классно, что вернули теории обратно, типа реран теории. Удивительно, что в марте теория была. У меня есть для неё сигна, её сигнатурное оружие. Но сама теория мне по большому счёту не нужна никаким образом, потому что у меня есть ИТА, и они в общем и целом-то одинаковые. Соответственно, есть Шелонин. Шелонин — прикольная девчонка, да. Можно на неё даже глянуть слегка. Давайте тут какой-то есть... Здесь же какая-то история есть в событиях, где я могу на неё тестовый забег. Вот она, девочка. 20 мне дадут ещё и этого, но это бесполезно абсолютно. Начать испытание. Пойдём посмотрим. Как же я пропустил колесо авторитета. Очень хотелось бы, очень хотелось. Кто выиграл? Ну и... Блин, давай ты просто в записи посмотришь, потому что было бы прикольно, если бы это. Хотя, возможно, ты уже там и так знаешь. Итак, я знаю про эту девочку. Вааа, какая прикольненькая. Она что, голая? Она в буквальном смысле слышит, что всё меньше одежды на персонажах Genshin Impact'а. Всё меньше одежды, шорты, до свидания уже. Там просто голая задница. Я чувствую, на что делают упор, на что делают упор разработчики. Она катается на роликах? Как на роликах сделать, чтобы она каталась? Непонятно. По всем виду, что-то нужно нажимать. Однорукий персонаж. Раз, два, прикольно выглядит. Е, наверное, да? А, вот она поехала на роликах. Всё у неё здорово, блядь. Слева вот эти вот штучки, я так понимаю, слева вот эти вот штучки. Это как раз-таки история с тем, что она снижает резисты. А, клёво катается, кстати. Мне нравится. Смотри как. Тю-тю-тю. У-у-у. У-у. Уникальная анимация. Скорее всего, такого нет ни у кого. Вот именно ролики. У меня в детстве были ролики. Я на них пизданулся разочкой. На этом это. Она скачет по стенкам. Даже скачет по стенкам? Скачет. У неё есть клёвый клавесин, да, в случае чего, если настала какая-то беда, у неё есть какой-то прикольный хвост, я вам смотрю, леопардовый. Реально из отсека какого-то в заднице торчит, и это реально хвостик. Короче, если настала беда, нажимаешь кушечку, ееее! И она начинает просто флексить жёстко. Она начинает просто жёстко флексить. Она достаёт свои эти. Это что, это бедолага? Ну, понятно, мы на них не смотрим. Нам интересна вот эта вот девочка. Как сражается, что она делает? Она тигра. Я не знаю, у неё вон, ну, типа какой-то хвост леопардовый. По поводу тигра я не в курсе. Она выглядит как кошечка, да, клёво. Уши есть, всё, есть леопард как будто бы. Категория. Да нахер её менять, мы здесь просто крутки крутим. Ты думаешь, кому-то интересно, что мы здесь в Геншине развлекаемся? Забей. Забейте на это на всё. Прикольно. По стенам, да, говорится она? О, нихуя, она делает сальто даже. Когда она, с Ешки, она сальтуху крутит. Прикольно. Ну ладно, это клёво выглядит. Как бьётся, не суть важно, потому что я драться девчонкой не буду. Мой план, если она выпадает, это поставить её в одну из пачек либо Ита, либо Орликина, и она будет саппортом. Я знаю, что она может быть либо саппортом, либо фулл ДД. Для меня это саппорт, и я бы её пиханул в какую-нибудь пачку для того, чтобы бустить урон своих, что называется, гиперкерри, да, там типа Орликина что она может делать. Категория, да забейте на эту категорию. Ладно, поменяем. Геншин и импакт. Геншин. Геншин и импакт. Ген. Генш. Геншин и генс. Геншин импакт. Поменял! Всем доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Посылочки сейчас тоже открывать будем, не переживайте. Ладно, прикольная девица. Хрен с этим. Это я не буду сражаться за неё. Как она сражается и как это, вы можете посмотреть у каких-нибудь непонятных геншинистов. Но для меня это фулл саппорт, который выходит, делает ешку, пару ударов и уходит в карман. Для меня это так работает. Поэтому 35 крутых на базе. А, я хотел посмотреть, которые классные крылья, да? Типа, вот у Орликина, например, да? Артефакт, созвездие, таланты, а персонажи. Характеристика. А какие крылья поменять? Артефакты, оружие, таланты. А какие менять крылья? Характеристики. Гардероб? Воздушный планер. Вот они! Бабусы. Ёптумы. Гриша пишу не первый раз, хоть аноним. Как объяснить мужа, что ему не идёт борода и пора бы похудеть? И как бросят пить? Пьём день через день, в основном пиво, но это уже жесть какая-то. Придётся напрямую говорить. Ну, если не понимает, придётся бы говорить напрямую. Чувак, ты набираешь? Тебе это не идёт. Тебе гораздо... Знаешь, как надо говорить? Как будто тебе не претензии нужно высказывать ему, а говорить ему как будто бы ну, с неким вот мотивацией. Слушай, тебе идёт больше, ну, конечно, прикольно, что там пиво, пузико пивное, ещё что-то, но тебе идёт больше быть подтянутым. Было бы, конечно, здорово, давай, может быть, что-то придумаем. Тебе идёт больше быть подтянутым. Давай, может быть, на диету вместе сядем, ещё что-то. То есть, мотивировать его из разряда того, что ты помнишь, какой он был до того, как начал набирать вес и пить. Тебе идёт больше быть подтянутым. А ещё мне нравится, когда тебе пахнет мужчиной, духами и чистым телом, а не вот пивом, рыбкой и вот это вот всё. Типа, ты просто можешь вот эти вот слова ему говорить. Мне нравится, когда тебе пахнет мужчиной, а не пивом с рыбкой. Типа, вот, мне не нравится этот запах. Не то, чтобы мне не нравится, что ты пьёшь, хватит бухать, ещё что-то. Это обычно на мужиков не работает. А вот мне нравится, что от тебя пахнет мужчиной, похоже на прямой намёк. А этого по-другому никак не сделать. Нужно сказать так, чтобы он захотел для тебя измениться, чтобы он захотел, чтобы от него пахло мужчиной и чтобы он захотел, чтобы он был более стройный, потому что тебе это нравится. Чтобы он захотел тебе угодить. Если это не сработает, скорее всего, он ничего делать не будет. Потому что, если даже такое, хитрожопость твоя вот эта не сработает, скорее всего, ничего не сработает, он просто забьёт. Не знаю дальше, что делать, Расставаться или еще что-то Ну там, муж Сложновато Тут награды за геншин можно получить Да, за просмотр трансляции вам что-то дадут Ставим ставки Конечно, крылышка, конечно, бомбезный Прикольно выглядит, особенно на Орликине Потому что Ну она такая, да, черно-бело-красный Мотивчик, плюс крылья такие же Очень хорошие, потому что то, что мои были Да, вот эти, неплохо, конечно Плюс они, ну, так или иначе С этих гор классно тоже подходят Под ее костюм, но красные с черными Этими орнаментами выглядят интереснее Спасибо огромное за промокод Я бы сам его не добыл, я не такой ярый этот Фэн, фэн И то брат, братишка Ладно, все, хрен с тобой А без бороды ты выглядишь моложе и свежее По поводу бороды Слушай, может быть просто тебе не нравится то, что Как она выглядит, может быть ему, если нравится борода Просто не надо мужчине там Говорить, что ему нужно побриться или сбрить что-то Если он решил отращивать, если у него нормально Она растет, оставьте эту бороду Просто, может быть, сделать ее Как бы окультурить Сходить к барберу или еще что-то Где ему подберут форму Как она сидит? Вася, что происходит? Итак, нам нужна Шелонин Если выпадет, буду использовать как саппорта Не выпадет? Пошла вам нахрен вместе с этой игрой Потому что я устал Я устал, я не гинженист Я это понял, я не могу проявлять Постоянную любовь к этой игре Меня зажгло это в марте Потом мой прогресс После Инадзума Он очень сильно начал Сходить на нет Я начал просто ничего уже в игре не делать Мне понравилось прокачивать Ито, и его компанию Было клево изучать первые три В этих вот мира Люэ, Манштадт и Инадзума Дальше что-то я задушился Потому что Сумеру Со своими этими классными квестами Просто пиздец какой-то Хотя в Люэ меня мог задушить дед Но мне понравилась история В особенности Инадзумская Инадзумская история мне понравилась больше всего Манштадт уж больно попсова В Люэ была завязка с интересом А вот Я пропустила Ставку А чё ж вы? Вам же дали время Ну и чего? Увы Значит 35 35 круток есть Есть гарант на баннере Есть шанс Что-то выпадет Нужна исключительно Шелонин Мне не нужны эти персонажи вообще Лучше бы выпадали другие Любые из баннера Если летит Лего Не удивляемся просто Потому что уже Гарант И чё тут орать Но было бы классно Если б мне не пришлось Фармить крутки Или чё-то ещё с этой игрой делать Потому что Я сюда вернусь Не знаю когда Фонтейн классный Да мне много говорили про Фонтейн Или ещё что-то Сколько откручено А мы не будем смотреть сколько откручено Я не знаю И вам не советую знать Но для нас это останется секретом Я знаю что здесь гарант Мне делюк выпал на предыдущем баннере И пошёл он нахуй Итак Да Помолиться разочи Давайте просто разомнём этот баннер Дадим ему так скажем Ну Намёк на то что мы вернулись в игру Мол может быть сразу отдашь нам Лего И И мы пойдём с Одухотворёнными Да Лицами Мне не нужны на неё консты Мне ничего не надо Мне просто Нужна девчонка Ценоль Для саппорта Любой команды Потому что По словам и по описанию Девчонка Супер крутой саппорт Для любого Для любой команды Где нужна Одухотворённая четвёрка Которая особо Ничего Не затарена У неё нет каких-то Крутых Сетов Или ещё что-то Это просто Фул Саппорт Для Неплохого Так скажем Буста твоей команды Итак Крутанём Разочек И сразу Лего Ну конечно Пошёл ты нахуй Григорий Ты вернулся Ты просто не понимаешь В какую игру ты вернулся Это Genshin Impact Мэтью Genshin Impact Азиаты Выпьют из тебя Все соки Они помнят Что ты донатил Донатил в игру Они помнят Что ты слил Десять тысяч рублей На Ито А потом Семь тысяч На его Сигну Они помнят Что ты давал Деньги Они Ты давал Деньги Ты давал Деньги Этой игре Давал Бабосы Да А я не понял Вы на каждую Ставку ставите Деньги Можно мне объяснить Господа Модерация Вы ставите Ставки Вот для всех Мы на каждую Ставку Деньги ставим Или что Genshin Impact Что мы делаем А как Мы ставим На каждую Ставку Или что Потому что Я буду крутить Десятки Сейчас в дальнейшем Давай на каждую Да Но я буду крутить Десятки Вот эти Сейчас Через Через четыре Крутки Я буду крутить Десятки На каждую Десятку Так я кручу Не на десятку Здесь видишь Какой вопрос Я кручу По пять Вот этих А потом Я вообще Не советую Делать ставки Ну типа Вы сейчас можете Сделать На вот эту Крутку Но вообще Забейте на ставки Потому что Я буду сейчас Рандомно кликать На эти вот штуки И вы играетесь В наперстки Лучше ставку На десятки Мы тут затыкаемся Да Тем более Нужно время давать А я что-то Просто открутить бы Да и пойти отсюда Но я охуею ждать Потому что Вот вкладываете У вас там время идет Еще что-то Такое себе Вообще Лучше отменить Этот прогноз Нахрен его Забейте Это плохая идея Сейчас делать ставки На крутки Вот на эти На все 34 Вы можете сделать Знаете как Вот прямо сейчас Можно отменить Этот прогноз И сделать прогноз Выпадет ли мне За 34 Крутки Вот есть 34 Крутки Они все равно Будут откручены Выпадет ли Шелонин Вот такой прогноз Можно сделать За все крутки Да-да Нет-нет Потому что Я фармить Крутки Не пойду Возможно Будет еще Одна-две Круточки Из каких-нибудь Непонятных мест Я там их выковырю Но в общем и целом Лучше сделать Одну большую ставку До самого конца Геншина Выпадет ли За эту сессию Вообще Бедный Шелонин Потому что Лучше на Твиче Вот так Сейчас поступить Чем На каждую Крутку Я буду крутить Десятки Двадцатки Еще что-то Просто Вот сейчас Сделайте Прогнозик Лего или нет Ну вот Да А у вас девочка Это есть? Вот скажите мне Вы за нее поиграли Может быть У вас Что называется Есть опыт Она реально Что-то это Выпадет ли Шелонин Ну да Вот можно Да Нет Нет Не выпало Есть Вы ее В какую-то Мне не понравилось А почему не понравилось Вы рассчитывали Что она будет ДПСить Или еще что-то делать Для того чтобы она ДПСила Нужно собирать Для нее Конкретную пачку А для того чтобы Она была Хорошим саппортом Ее можно вставить Ее можно вставить Любую Фактически Да есть Я еще не прокачала Откуда столько авторитета У кого? Люди не Слили его на колесо Бустера Ой на колесо Забала канала Очевидно Убил авторитет Ноль Начинаю новую жизнь Да Ну тем интереснее Будет копить авторитет На следующее колесо Просто привыкайте К тому что он Вот таким образом Скачками Туда сюда прыгает И его нет смысла копить Потому что Создав большую эту В итоге мы придем К одному и тому же Побеждать будет В рандомном В рандомное количество В рандомная игра Или рандомный этот ивент Поехали Все сделали Но понеслась Завершаем Завершаем ставки Тогда эти Когда уже Вот я скажу Все геншин нахуй До свидания Я пошел Итак Помолиться разучек Крутки Фиолетову хотя бы дайте Вы жмоты Сука Каждые Каждые пять Я так понимаю Или каждые десять Сто подробно Мне хотя бы фиолетка Должна лететь Но Игра намекает Что Ты как бы должен уже Денежки Понимаешь Денежки мне должен бросить Она хочет Чтобы я донатил Они хотят Чтобы я донатил В игру Но Это конечно было Возможно Аккаунт мой Это помнит Потому что И на Ито Кидали бабосы И кидал я бабосы На На пару баннеров Еще было На консты Но на Ито я слил Очень много денег Ну типа не очень много Ладно Это относительно Немного Но для сраных Вот баннеров И этой игры Это уже Охренеть Какое-то попустительство Тридцать одна Круточка Нарли донатил Да Фиолетову Ну что Что Чем я хочу Удивить Ну понятно Калеи Совершенно ненужный персонаж Гео Тролливали Нахрен мне Калеи Если у меня есть Альхайтам Типа Нахрен она сдалась И я не представляю Кто за нее играет На полном серьезе Она может быть Саппортиз какой-нибудь Но это залупа Со своими констами Это вообще Бесплатный персонаж Который дается По пути Пока ты играешь И проходишь Сюжет Спасибо конечно За гео Но не надо Пиханули его В этот баннер Он с него и выпал Ясно Красивая Неплохая Но она не нужная Мне Давай еще одну фиолетку Она мне просто не нужна Альха и там Даже звучит солидно Ну Альха Извините меня Лего Я сравнил Альху с этим персонажем Понятно что Это совсем Не в кассу Ну что Десяточку Крутаем Жестко Давайте Крутаем Десяточку Чтобы игра поняла Что мы с серьезными намерениями Пришли сюда У нас есть 30 круток Игра знает Что у нас есть 30 круток Но она же не слышит меня То есть она же не понимает Что мне в принципе Плевать На нее и на все Что здесь происходит Потому что здесь не Ито Я бы лучше эти 30 круток Слил на Ито Чтобы сделать его С6 Да я понимаю Что это бред Но мне нравится Просто этот персонаж И на этом все Я в айфу гейминг И меня вообще Десять Нет фиолетовая Суки Жлобы вонючие Я так и знал Что вам Я так и знал Что вы мне нихрена не дадите Ну и чего там Ясно Какой-то кодекс чести Вонючий лук Сейчас еще фиолетовый лук Сейчас фиолетовое еще Какое-нибудь оружие дадут Персонажи мне Персонажи дайте Хотя бы персонажа фиолетового Ну и Несколько я буду кликать Персонаж Ржавый лук Да запихните Все в одно место Сука Вообще Я не понимаю Что это Персонаж Пропустить Ясно Оружие Не нужно Никому Четырехзвездочное Спасибо огромное Что не дали мне этого Так ладно Дубины давно не было Дубины переговоров Но хоть не дождерез Да вообще это Господи Стринги какие-то дали Дайте девочку мне вот эту Ну что десяточку еще Крутанем жестко Двадцать у меня крутых И это значит Что осталось Ровным счетом Ни хрена Да чтобы покрутить Ну что ж Маловато конечно Для человека Которого не играет Тридцать пять круток Это блять Без Просто какое-то Огромное количество И И вот она Лего Шлонен 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 Дубина переговоров Соответственно Следующая Крутка Будет Легендарка Дубина то Выпала Фиолетовая Дубина переговоров Вот она Предвестник Зари Да посмотрите на эти Названия Залупных мечей Меч драконьей Крови Просто Бесполезно Вот он Предвестник Предвестник Название этих Оружий Которые никто Не носит Изумрудный шар О боже Это просто Какая-то Клятва стрелка Персонаж А девочка На шаре Верните мне Крутку У меня С шесть она Уберите у меня С экрана Блять Эту залупу На шаре Который катается Добрый вечер С шесть Со времен Баннера С ито Мне должны Вернуть Крутку Верните Крутку Дайте еще одну Дори Два Фиолетовых Персонажа В ряд Ну вы конечно Подарили мне Подарик Судьбы Спасибо конечно За этого Беспонтового Персонажа Еще одного Это Гидроаппликатор Прикольный Она у меня есть Это Конста Для нее По-моему Первая или вторая Она у меня была Вообще Выглядит персонаж Неплохо Кстати Да вот Внешне Атрибутика Все дела Если бы он не был Таким беспонтовым Можно было бы За нее и поиграть Но Кстати Неплохая Да Два фиолетовых Перса Здесь Конста А здесь Пять этих Мне дали Пять Чтобы я купил себе Круточку Спасибо огромное Она красивая Но играть не играется Увы да К сожалению Есть персонажи У которых Да Ничего с этим Уже не сделаешь Они просто Не могут Нормально Функционировать В том Современном Геншине Который Который Сейчас есть Блуждающая Звездная пыль Охуеть Ну что Пойдем ее Сразу поменяем На крутки Пока мы здесь Сидим Вот сколько У меня здесь Две Круточки Две Круточки О боже Слава богу А вот здесь Еще можно купить У нас есть Стандартный Баннер Господа У нас есть Стандартный Баннер Стандарт Стандарт Крутанем Давайте сейчас Крутанем Стандарт Ну что Мишка Отвлечься Отвлечься От этой вот Суеты В погоне За непонятным Животным Каким-то Мы вот просто Стандарт Возьмем здесь Легу Кайфанем Здесь сейчас Выпадет Делюк Он у меня Станет С2 И я такой Хью Там Ура Вот это вот Все Лега Ясно Спасибо Огромная игра Игра помнит Игра помнит О том что Я все таки Вливал сюда Пытается меня притянуть За мои прошлые Делишки За мои прошлые Хвосты Хочет Намеренно Издевается Над моей нервной системой Но Игра не понимает Она вот не видит Этой дыры Которая во мне есть Геншина Абсолютное безразличие Ясно Абсолютное безразличие Там Выпадет Дубина переговоров Ну конечно же Что здесь еще может быть Блядь Абсолютное Абсолютное безразличие Игра просто не понимает Что мне в целом Наплевать Лего Не лего Ну кого я здесь хочу увидеть Ну здесь никого и не будет Кроме блядь Например Делюка Вот сейчас Вот он полетел Ну вот Да Делюк Мог бы быть Но Делюк же был у тебя В прошлый раз Нахройте еще один Делюк Ты же взял бесплатного Делюка Потом тебе Делюк упал На ивентовом баннере У тебя Делюк С1 И стоит там 10 уровня Ну и нахуй тебе Делюк Думает игра Поэтому она даст мне Ну дубину переговоров Очевидно На стандартного баннера Вот легендарка полетела Ясно Металлическая тень Ага Металлическая залупа какая-то упала Ну душу отвели Так скажем Вот на эти 4 крутки Страха нет Ничего нет Все нормально Здесь важно сейчас Просто спокойненько Знаешь Подойти к этому вопросу Со здравой головой С чистой То есть не хотеть ничего Не намереваться выбить ее Она не нужна мне Мы крутим ради круток У нас нет Ну Цели какой-то Мы не будем фармить крутки Геншин ты слышишь Я не буду фармить По миру крутки Мне насрать Ты должна понять Мне насрать Вот как было в прошлый раз Вот дай мне сразу Вот сейчас И все И да Вот Отлично Геншин в целом Не выпадает она Она не выпадает И все Полетела манда Нет Не полетела Что ж Очередной Очередной Ненужный персонаж Которого ты никогда Жизнь качать не будешь Прокачка этих персонажей Необходима Исключительно для того Чтобы взять Очередную крутку То есть это Доноры круток Абсолютные мусора Мусоры Да В твоем этом арсенале Хватиться здесь нечем Она может быть Хоть 10 Но ты никогда Не возьмешь ее В стак Проходить бездну Вот с этим персонажем Это просто Какой-то позор Бегать по миру С ней тоже В колготках неплохо Какая-то хренью тут летает Ну в общем Абсолютно уже Неактуальный ферзь Да Увы 10 круток Блять Ну тут вот вопрос Кстати Крутить 10 Или крутить каждую По одной Ну типа Один раз нажать Или 10 раз нажать Тут вот все зависит От моей ненависти К Геншину Говорят что Если ты крутишь 10 Есть такая информация Когда крутишь 10 У тебя увеличивается Шанс нападения Леги Я считаю Что это полная хуйня Но Есть ощущение Что вот В десятке Зачастую падают Две фиолетки Подряд Бывает падает Лега плюс фиолетка А бывает тебе просто Письки по губам Воют И говорят Ты еще сюда пришел Тут зависит От твоей независимой Ненависти к нам Мы можем крутануть И быстрее отсюда уйдем Я тоже считаю Что нужно просто Крутануть И просто забыть Про этот Геншин импакт Потому что Если например Если например Она не выпадает То есть даже на ютубе Блять Эти крутки не появятся Просто знаете Если Если на ютубе Этот ролик появился Отдельно Знаешь Как мы крутили Шелонин То возможно Она вот сейчас Вот выпадет Через 3 3 2 1 3 2 3 2 1 Изумрудный шар В очередной раз Еще один Клятва стрелка Где клятва Геншина Я не понимаю О Тот самый Меч к драконьей крови В 50-й раз Он падает Металлическая тень Как же я без нее жил Еще одна Что ж А фиолетовый персонаж Возможно Какой-то А Книгу вы мне дали Да Кодекс Павоня Спасибо Засли себе его в жопу Мне не нужны эти Угу Даже персонажа не дали Спасибо игра Просто блять Ты не честна со мной Как никогда Понимаете В магазин сходим Возможно У нас есть деньги На круточку Одна круточка Еще одна круточка Еще один шанс Судьбоносный шанс Чтобы вернуться Да Так скажем Вернуться сейчас Вернуться И еще разочек Блять Решающий раз Вот тот самый Которого и не хватало Всего-то одна круточка Нужна Для того Чтобы сейчас Просто окунуться в величие Искупаться В этой В этой добродетели Великолепного Геншин импакта Который просто даст И все Ясно Погуби он мне даст Да Погуби он мне даст Вот тебе Лук Пожалуйста Рогатка Пожалуйста Пользуйся Ни в чем Не отказывай Спасибо Спасибо огромное Да Спасибо огромная игра Так Ну что у нас осталось Да Давайте-ка Подсчитаем Подведем Итог убытков Могу ли я купить Круточку За это не могу Звездная пыль Здесь нихуя У меня не осталось Камни истока Ну как бы Денег нема Да Увы Где можно Раздобыть Круточки Раздобыть Круточки Можно где Вот у меня сейчас 35 35 Нужно 160 На одну Крутку На одну Крутку Это БПшник Ясно Понятно Здесь наверное Мне ничего Ага Подтвердить план Это мой план Да Ну дай бог Круточек не будет Войти в игру Деньги Дали Так Ну это не Круточки Я правильно понимаю Круточек нет Все еще Жаль Жаль Что здесь у нас Да Вот в обучении Например Никто не хочет Мне дать Круточки Нет Никто не хочет Друзья Не дадут Крутки Никакие Объявления Крутки Тоже не дадут События Интересно 20 круток За шелонин 20 круток За теорию За прохождение Здесь круток Нет Здесь круток Нет Радуга Обречена Сгореть Ну обречена Так обречена Что поделать Молитва Слушай Необходимое задание Дадут Кстати Вот это 14 дней Откроется После разблокировки Репутации Репутации у меня нет Поэтому До свидания Здесь круток Нема Театр Воображариваем 800 Но надо его пройти Ну проходить Я не собираюсь Ничего Мне ничего не надо В поисках сокровищ Тли К заданию Недавно на рынке детей Эхо появит 5 дней осталось Вот здесь тоже Можно круточки Налутать Но нам это не нужно В поисках сокровищ Можно 160 Залутать Зато Да как это В смысле Это надо идти Проходить эту хрень А я же не хочу Этим заниматься Понимаешь А в бездне Но бездна Не пройдена Вот сколько нужно В бездне Рынок детей Да походу Сколько нужно В бездне Пройти уровни Для того чтобы Залутать Вот те крутки Которые там Мне не хватает А колесо Уже было Было Да 11 и 9 Так Это этажи бездны Понятно Ясно Спасибо огромное Так Что это такое Подожди Это уже пройденный Пройденный этап Вот бездна Сколько крутых Здесь дадут 50 50 100 Вот здесь Как минимум Крутка Здесь Закрыто пока Девятый этаж Бездны Зал 1 Аля улю Зал 2 Аля улю Зал 3 Ясно Ебашимся Кого Блядь Очевидно Ребята Вы даже не представляете Кого я вам сюда привел Давайте на вторую стадию Возьмем Ита Гора Я вообще давно не играл в Геншин Поэтому не обессудьте Если будет супер Все плохо Как его зовут Крендель И нужен какой-то четвертый персонаж К ним Допустим Это будет Ну Беннет Беннет Было бы неплохо Вот здесь Давай Беннет Как баф Дальше Орликина Ипоху вообще кто Если честно Вот 1 2 3 Ну кто еще могла бы сыграть с Арлей Ну вот разве что Вот эта девчонка Мне на самом деле плевать Кого брать Потому что Орликина Сделает вообще всю работу Вальхайтам Но он не нужен Давай возьмем Вот Девчонку Вот таким составом Пойдем Попробуем налутать Круточек Да Если это не сработает Ну что ж Я хочу урон От взрыва стихии персонажа Защита Победа над врагом Восстанавливает хп Ну давай взрыв стихий Да давай блять О новые враги Я правильно понимаю Новые враги Никого не пофиксили Если здесь все Если здесь все так же Никого не пофиксили То враги лягут нахуй Примерно через 3-2 Понятно Итак Ита брат Не подведешь меня надеюсь Братишка Начнем с гора Наверно да С гора Начнем Раз Бам Альбедо цвет А это блять не то Цветок поставил Беннет охуел Немножечко И здесь Ита такой Хоп И пошла блять Жара Испытание завершено Ясно понятно Так 200 денег продолжит Поехали Прикольно Драконички какие-то Это из Натлана по-моему Гриша Орлехина Орлехина вообще Орлехина Как была им бой Так И осталась Блять Так Понятно Разве не так много Минут 5 Болтовни Ну ладно Какой Что много Оп Оп Бычка Жалко У меня Уита Постоянно Постоянно Прикол С тем Что у него Не хватает Энергии Бля Альбедо Бычара Бум О боже Свистопляска Как это на экране Происходит На Ита Похуй Бедные животные Да не переживайте Они отправились В Вальгалу Понимаешь Мы фармим Крутки Занимаемся ерундой Если сейчас Из-за этого Выпадет Шелонин Значит мы Защита Плюс 80 Для Ита Я возьму Потому что Ита Слабее чем Альбедо В 50 раз О боже Что это Фишель Охуеем Немножко Я даже не знаю Зачем я переключаюсь На Фишель Потому что она здесь Она просто здесь Это просто время Которое мне не нужно Разве что ради Перегрузки Здесь какой-то Сюда иди Курица О большие Как здорово Что здесь Все вы собрались На Какой смешал Выпускать Других персонажей Если есть Орликина Я не представляю Зачем вообще Другие персонажи Если есть Орли На Цветок Пиздюлина И пошел Вообще Я неправильно Играю На самом деле Потому что Есть вещи Которые Ну то есть Ита должен Энергию Славливать От других Персов А я этого Не делаю Я не переключаюсь На Ита Вовлина БК На Все Сложил Дракончики Миллен Да Были бы Все походу Этаж полностью Пройден Ясно Следующий Начать А что там По врагам Подробности О соперниках Первые враги Непонятные Полупокеры Вторая Пустынник Ну можно Здесь Орликина Запустить Потому что В пустынник Как будто Один Зал два Здесь тоже Одинокий Страйник Ну давай Первая Орликина Вторая То же самое Я не парюсь В этом плане Орликина Раз Два Ну и Не знаю Не важно Альбедо Поку вообще Ита Здесь вот Важная компания Потому что Ита играет Только в одном Скваде И больше Ему ничего Не светит У Ита Вот команда Как минимум Трех гео Персонажей Нужно ставить И вот я бы Сюда вместо Беннета Поставил Эту девочку Которую Выбить Можно Она бы играла По гео Пачке Она Ура Ита Это что-то Да Шанс 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 Крита Не важно Что-то Там Пропиздился Я что-то Не услышал Ой Простите Мам Наверное Больно Да У вас Есть Орликины В ваших Там Пачках Потому что Если У вас Нет Орликины Зачем Другие Орликины Это Какая-то Крепкая Женщина Даже Жалко Ее Ну-ка Я пихану Новых Каких Немудет Хайн Хайтам С зеркалами У меня же Есть Орлихай Там Я забыл Про этого Парня Орлихо Братишка До свидания Есть Есть Орликина Играйте за нее Вам Никто Больше Не нужен Или вам Уже Наскучило За нее Играть На Цветок Цветок Бэн 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 Ну что ж Пиздюли Ну сейчас Нам Походу Выпишут Превращайся Пошел Блядь Бам 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 Давай Ну побольше Вот Молодец Жмыханул Его Полмиллиона Вылетело Видели Кританул 450 тысяч А говорят Что это Залупа Да Да Я удалил Агеншин Живу счастливо Правильно Делаете Потому что Такие игры Как геншин И ммо Другие Такие Глобальные Проекты Высасывают Энергию Очень много Времени Занимают Восстанной Энергии Элементарное Сопротивление Взрыв Стихий Моментального Не Давай Сопротивление Хотя Я не знаю Энергия Энергия И то Ее часто Не хватает Ультра Альха Брат Пизда Вам Как хорошо Что вы Объединились В одну Пачечку Блять Привет Мужики Как ваши Дела О Вы так Стягивайтесь Все Прекрасно Мне нравится Разрубиться Косой О Большой Крепкий По 200 тысяч Ебанусь Ну и Эти Чего Меня Ударили Прощайте Стер Нахуй С лица Земли Просто Весь Так Привет Меня зовут Ито Я не так Хорош Как вам Кажется Да Я Да Я Уже Неактуальный Терсонаж Да Мною Играют Крайне Редко Да Гео Стихия Залупа В этой Игре Но Пожалуйста Не забывайте Обо Мне Ты Завали Ебало Че Ты Там Орешь Блять На Прощай Сука Че Ты Там Вызвала Какую То Курицу Ну Не знаю Знаете Быком Вернемся На горы Дальше Здесь Все Очень Просто На самом Деле Игра Игра За Игра За Гео Пачку С Ито Очень Простая Ну Херачит Продолжает Сокровище Здорово Она Сказала Долбоеб Да Все Правильно Они Здесь Матом Ругаются Сколько Ночи Бубочка Доброй Ночи Кто Спать Уходит Помню Столько Времени Потратил На Геншин Когда Вы На Зуме Только Появилась Ну Вас Не Должно Это Угнетать Потому Что Вы Играли Вам Нравилось Вам Вы Кайфовали Я В целом Не Ненавижу Эту Игру Что Она Отняла У меня Время Деньги Или Там Силы Какие То Мне Кайфово Было В тот Момент Когда Она Вышла На Канале Именно Началось Это Прохождение Благодаря Екатерине Защиту Возьму Для Ита У него Урон Возвысится Несколько Раз Он На Защиту Играет Да Да Мужики О Зеркала Можно За Альху Поиграть По 3200 Но Маловато У него По Меч Поставил Хуёвый Чпок Начинается Трэш Девочка Просто Сбревает Все Что Видит Альхай Там Пошел В карман Кайфовать Кальян Я взял Зачилился Ему Больше Ничего И Не Надо Я Даже Не Верю Вот Сколько Крутых Мы Здесь Заработаем Мне Вот Интересно Сколько Это Даст Что Мы Тут Так Стараемся Знаешь Ведь Мы Нихуя Не Выбьем Да Никакого Персонажа Себя Я Вселяющий Ужас Во всех Этих Придурков Вы Бездну Закрываете Полностью Как у вас Делось Бездной Вы Закрываете Полностью Все Этажи Или Есть Какие Проблемы Потому Что Пачка Несильная У меня Вначале Вообще Я Не знал Что Такое Блядь Закрыть Закрыть Бездну На Давай Беннет Блядь Больно Сейчас будет Мне кажется Вот у него Видишь Не хватает Энергии Ему И Это Постоянно Нуждается В энергии Вот эта Залупа То что У него На постоянной Основе Мало 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 Ему Мало Блядь Ему Пиздец Как не хватает Энергии Для того Чтобы Нормально Стакать Себе Мисугири Или Как эта Штука Называется Тут Надо Той 12-13 Безда Театра Нет Играю На 2021 Пропускаю Безду И театра Уже Нет Такой Страсти Страсти Нет Или Нет Возможности Все Это Дело Закрыть Потому Что Нужно Еще Во Время Убираться 12-й Этаж Это 32 Звезды Да Вроде Да Я Уж Не Знаю Какой Этаж У нас Этаж 11 На Распутье Подожди Давай Покинем Безду А вдруг Нам сразу Дадут Сейчас Че мы тут Стараемся Ну я Нахрен Девятый Десятый Мы закрыли Сейчас Да Пошли Соберем Крутки А вдруг Хватит Для того Чтобы Телочку Выбить Выбейте Телочку Девятый Десятый Мы закрыли 200 И 200 Уууу А ну А ну Подожди Сейчас 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 Что-то будет Чувствуется Чувствует Чувствует Мое сердце А вдруг Получится Камни Истока Да Да Две Блять Крутки Охуеть Две Две Круточки Но две Это лучше Чем ноль Понимаешь Две Лучше Чем ноль Итак Помолимся Этому баннеру Злополучному Пошел Нахрен Геодевочка Ты мне не нужна Поняла Ты Я видишь Я без тебя Справляюсь Мне вообще Насрать На саппортов Меня вообще Можно никакого персонажа Больше не выпускать Я одной Если б можно было Орликина играть Просто на двух Этих стаках Я бы играл Орликина на двух Стаках Давай уже Полетела Ну как Просто Ты просто можешь Прийти на аккаунт Ты понимаешь Тебя никто не ждет Здесь Ты думаешь Я тебя качать буду Нет Ты просто ляжешь У меня мертвым грузом Как делюк Блять Бедолага Показать тебе что ли Как это будет Смотри Вот есть делюк Где это Залупа Делюк выпал Его все любят Ну Выпадает делюк Вот он Где этот придурок Он валяется Среди бомжатских персонажей Вот среди этих Вот этих попущих Понимаешь Вот где-то здесь Есть вот этот придурок 20 уровень Лего Любимец многими Вон у него есть орел Ты понимаешь Что у тебя ждет Такая же участь Ты просто выпадешь И ляжешь Тихонечко в компанию Ну пошла Последняя игру Походу Ну вот Может уже распаковочку Дубина переговоров Помоги Да вот блять Сучка то не выпадает Видишь что происходит Распаковочка Ну давай еще один этаж Закроем Пойдем Пойдем Круто Вот этот вот этаж Одиннадцатый Одна здесь будет крутка И уходим отсюда Не буду я двенадцатый Закрывать А здесь еще нужно понять Двенадцатый Это посильнее этаж Это будет О нихуя себе Страш руин Ну давай Сюда так же Сюда так же поедет Орликина Где эта хрень Орликина Где она Вот эта курица Дальше водяная История Да и Где Альхайтан Альхайтан здесь вообще Не должен быть Мне плевать просто Кого ставить На четверку На четвертую позицию А воссоединение Забрали Вроде да Мы сейчас посмотрим Еще где крутки Прежде чем уйти Мы естественно Посмотрим Можно ли еще Где-то Круточек На канале Не могу найти Прохождение О чем речь Гриша Надо играть Первого ведьмака Его нет на канале Я уже хочу Чтобы Гриша Выпало Хоть Я и на другое Ставила А Чтобы выпало Урон взрыва стихий Сила атаки ХП ниже Да давай Силу атаки И хуй с ним с ХП Я буду хуячиться А Блядь Ее нужно защищать Эту хрень Прочность цели Еб твою мать Я ненавижу Я ненавижу Эти этажи Где нужно защищать Что-то Ну они уже Видишь Я пизда Блядь Руки убрали Блядь Ты что там застряла Тут Дура Блядь Вот эти этажи С защитой Я просто Это просто Ненависть Блядь Это просто Ненависть Одна сплошная Меня походу Сейчас еще Я сейчас еще И не закрою Ты знаешь Я неправильно начал Да Уже не закрою Я на холм Блядь Чтобы здесь Чтобы закрывать Такие этажи Вот эти вот Ну Последние Где нужно защищать Эту штуку Нужна стяжка Нужен хотя бы Кадзуха У меня стяжки Вообще Никакой нет Я через стяжку Не играю Кадзухи нет Никаких нет Вообще никаких этих Отлучиться Не я ухожу У меня Кадзухи нет Для того чтобы Закрывать этот этаж Нормально Нужен кадзуха И концентрация У меня ни концентрация Ни кадзухи Ни желание Этим Этим Этой залупой Заниматься Поэтому Есть ли у нас Еще что-то Магазин Есть ли у нас Хоть что-то Лавочка Паймон Да все Нету Ни хера Ни звездной пыли Ни звездного блеска Никаких Идей Все кончено Все остальное По событиям Я туда не пойду Ну короче Буду топить За всех Ведьмаков Чтобы прохождение На канале появилось Короче Геншин импакт Прости прощай Если появятся Еще крутки Сколько там в баннере Типа Сколько в баннере Еще 14 дней Ну вот если Каким-то образом Насыпят каких-то Непонятных Как объяснить Если непонятных Круток насыпят Подсвеченный Сверху Звездное воссоединение Где это Доступно Тыкну Что это дает Смотреть Впервые Сорок Сорок Дает Сорок Блять Места Воссоединение Что дает Что это дает Перейти к области Исследование мира Сундучок О блять Крутки Так 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 Но это ни одной Крутки не дали Второе Крутки Крутки Где крутки то Где крут Третий Ага Вот здесь вот А здесь все собрано уже Здесь нет круток Здесь деньги Какая-то хрень Путь домой Какой домой Куда домой Куда мы едем Здесь тоже круток нет Луна здесь есть Текущая молитва Текущая молитва Шелонин Перейти к пробе Да мне она ничего не даст Чайник покажи Там ничего нет Он пустой Но прокачанный Забудьте о нем Награда воссоединения Круточки Все Не дали Примирение Так что здесь еще Крутки есть Гид Где крутки Так Подожди 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 Награда За воссоединение Да я вроде взял их Сколько у нас Одна Магазин Паймон Круточка За звездную пыль Одна есть За камни Зачем я ее выбиваю В будущем Возможно персонаж Появится Но вдруг Через полгода Я такой Хочу в геншин Поиграть И опять зависну На месяц полтора Два Как это было Поэтому надо Чтобы она выпала Но она мне не нужна Полетела Нет Сука Вот курица Ну как так то Блять Ну сколько уже Тебе надо сюда Прикинь Одной крутки Недостаточно Ну ладно Наплевать Это бпшник Он мне ничего не даст Правильно же Текущий период Уровень два Крутка есть? Нет Ничего здесь Не будет никаких круток И вот да Здесь до круток Как до Китая Распаковка будет? Конечно Да пойдем отсюда Ладно Хрен с ним Ничего здесь толком А подожди Круточка А новых персонажей Ты не насыпала Какая круточка Нет Стоп Так Возвысить можно Ее? Ха Залупы не хватает Какой-то Вот это Область сбора Гора еще какая-то Нет Вообще Насрать Тогда Насрать Забыть Это Конста Это тоже Конста Ладно Все Я просто покажу Как она сидит Сейчас подойду Нужна распаковка Человеку спать осталось Мало Сделаем Если бы не остался сидит А Хм Незал Если бы я сильнее Спасибо О Как Человек Незал Продолжение следует... Ну как сидит! Как сидит! Единственный персонаж, который действительно вернул мою веру в Геншин Импакт, потому что здесь можно неплохо так нарезать кусочки, это вот Орликина. Если бы Орликина не выпала в тот момент, потому что я не мог тогда Ит за Итой играть, я бы прям чисто взгрустнул. Орликина продлила жизнь Геншин Импакта на канале месяца на полтора, наверное. На месяц. Это очень хороший персонаж. Он охуеть какой дисбалансный. Это, по всей видимости, любимица каких-то конкретных чуваков из Хойверс, которые, да, но это очень хорошо. Итог. Итак! Валим отсюда. Геншин хорош, но Геншину нужно время. Возможно, попозже. Еще вернемся. Спасибо, что сопереживали, но 30 круток в баннер, даже не 30, подожди, около 40 круток в баннер, и там на этом баннере гарант. Не выпадет она, выпадет кто-то другой. Когда-нибудь еще там круток насыпет, придем, крутанем, и выпадет какая-нибудь легендарка. Опять же, если Ризли, например, как вариант, вернут, реран будет у Ризли. Хорош. Дед мне не... Ну, мне вообще уже ничего не надо, если честно. Ради деда возвращаться я вот с таким же этим. Потому что девчонка интереснее деда. Она щиты не дает, но она бустит урон, и неплохо это. Она бустит урона и неплохо срезает резисты по врагам, поэтому в какую пачку ее не засуть хороший персонаж. Но, видимо, не наш. Не наш день. Не наш день с этим... С этим Гершином. Не наш день. Итак, это от Савельева Станислава. Но, по всей видимости, Саше нужно домой вставать или еще что-то. Да, Сашеньке, доктор Хандехох. Она, походу, хочет быстрее. То есть, ей необходимо быстрее. У нее там смена. Смена на работе. Возьмем Сашину. Если прям сильно... Так сильно просят. Нужна Сашина коробка. Ладно. Возьмем Сашину. Дамы вперед, как говорится. Дашину взяли. Осталось Сашину. Сашенька на трансляции. Сашенька была в Нижнем Новгороде, но в тот момент, когда она была, меня не было. Я ее не стримил. Да и не получилось бы у нас в этот момент встретиться. Но, увы, да, пришлось пользоваться сервисами Почты России. Сашенька работает врачом. Часто тусуется на канале у Макса, что я не одобряю уже. Но где наша не пропадала, как говорится, да? Так. Так. Ура, коробочка! Что-то здесь, блядь, много всего. Так, ну тут сразу, как бы, да? Эти части мы убираем. Они явно лишние. Не ревнуй. Я не ревную. Просто то, что у него там происходит, то, что у него там происходит с некоторыми людьми, меня смущает. Я начинаю очень осторожно относиться к тому, как он ведет деятельность. Поэтому я не ревную. Я же не владелец ваших этих. Вот. Поэтому меня больше убивает то, что вас никто не защищает, то, что вас оскорбляют в открытую. А Максиму Маратовичу на это, по всей видимости, плевать. Он не конфликтный у нас человек. Паспорт отдай! Максим Маратович не конфликтный человек. И, по всей видимости, как-то отстаивать честь людей других. Ну, не знаю. Это не мой канал. Я не буду ничего больше говорить. Какая разница? Это все равно не сработает. Мои эти речи. Итак, нихуя себе. Та-та-та-та! Ну, что это за длинная палочка такая? Кто за Максим? Да не парьтесь. Это не важно. Это не важно. Это не важно. Поэтому я не смотрю больше, потому что там есть чел, который нас наебывает. Да-да-да. К сожалению. Так. С чего начать-то? Здесь совсем пиздец. Я вот с этой коробочкой начну. По всей видимости, это какая-то еда. Москва! Столица России! Конфеты Москва. Можно съесть Москву? Начни сначала. А где начало? Здесь нет начала. Здесь все разбросано. Все очень красиво раскидано. Я хочу сожрать Москву. Блин, а как ее съесть? Как съесть Москву? Кто выиграл на колесе? Не знаю. В записи посмотрите. Завтра. Завтра посмотрите в записи. Зачем говорить, если вас не было? Не успели. Все, придется смотреть в записи. А на Твиче еще даже... На Твиче даже перемотать нельзя. Да? Придется прям терпеть. Терпеть, ждать, когда выйдет запись. Потому что она, возможно, скроется сейчас от Твича. Я уснул! Ну что поделать? Ну что поделать? А? Ой, какие они прикольненькие. Это трюфели, да? Трюфелечки? Моя жопа, конечно, вообще не войдет скоро в эту студию. А, нет, это не трюфели. Это какие-то другие. Как выглядит Москва, ребята? Как выглядит Москва? Москва выглядит вот так. Пахнет Москва прилично. Там, смотри, какая-то штучка белая. И на вкус Москва тоже неплоха. Очень вкусно. Я первый в жизни вот эту коробку вижу. Я не знал, что есть конфеты Москва. Дай! Ну на. На выходе заберете. Вы что, не знаете? У нас как поле чудес. На выходе из студии забираете, берете себе по кусочку. Это всегда так было. Очень вкусненькие они, кстати. Такие хорошенькие. Еще одну съем. Не распробовал. Конфеты глазированные, молочный шоколад. Корпус из мягких карамелей из взбитой массы. Взбитая масса. Там еще сверху какой-то шоколад внутри, видишь? Добрянкой запей. Добрянка моя. Главный спонсор. Запей. Вкусно. Моя жопа будет большая. Вибратор. Так. Упакованность. Смотри, как все. Как будто в какую-то волшебную упаковку. Ощущение, что у меня Новый год какой-то. Новый год какой-то. Притом это из... Нет. Ощущение сначала, что это упаковано в бумагу из Гарри Поттера, а потом смотришь, вроде не так сильно. Явно, что это Гарри Поттер. Так. Добрянка, связывайтесь с нами. Пожалуйста, да. Меня что-то пропустило. За то, что ты играешь в Геншин, нам дают Мору? Да, вам дают. Это Твич дает. Как это называется? Партнерка Геншина и Твича вам дают денег. Если что, если вы играете в Геншин, у вас есть что называется шанс. Но мне надо категорию поменять, чтобы нас нахуй не забанили за это. Добро пожаловать, Екатерина Фаддеева, на Бусте. Прочитать бы еще все посты, тебе бы успеть, что там уже охуеть сколько скопилось, а вы все не читаете. Общение. Добро пожаловать на Бусте. Дорви уже ее! Ладно. Итак, я вот наслышан о том, что компания, которая занимается выпуском всей продукции по Гарри Поттеру, ушла в коммерцию по эротическим игрушкам, то есть там разное бывает. Вибратор для слезырина, анальное кольцо для офендуя. Я слышал об этом, но я не знал, что вы так сильно быстро доберетесь вот до этих вот продолговатых вещей, так скажем, да? Продолговатых вещей. Ну, как бы, ясно, понятно, что компания Гарри Поттер уже пытается нажиться на взрослую аудиторию, а взрослая аудитория им, как бы, что нужно, да? Им нужна волшебная палочка. И волшебная палочка у взрослой аудитории. Она, как бы, выглядит уже иначе. Ля какая, конечно, зеленая упакованника. Что-то все такое пиздатое. Какой зеленый кейс. Зеленый кейс. Что написано? Профессор Римус Лепин. А! Чего? Сам Римус? Профессор Римус Лепин. Видишь, написано? Тихо! Вам нельзя смотреть! Вам нельзя, наверное, смотреть! Блин, ни хрена себе она! Как вещь! У нее такая палочка, да? Короче, вот я не знаю, как вы это увидите, но здесь, видишь ли, зная такая вот история. Фига здесь! Вообще, если издалека посмотреть, похоже на такого... Но... Какая же штучка! А из чего она сделана? Блин, какая клевая! Она лучше моей, вот той! Отдай мне! Она вот эта вообще качественная! Моя бузиная залупа! Она легкая, как будто в ней ни хрена нет! А это вообще вещь! А скуда это вообще взялось? Warner Brothers! Такая хорошая! Блин, мне кажется, она вообще настоящая, как будто... Резная такая! А? Не сломай только! Да поди ее сломай! Она охренеть какая плотная! Я как буду... Я буду как этот! Умеренные упругости! По тегу! Тихо! Блин, ну теперь есть две палочки! Теперь можно сражаться с какими-то... С какими-то ребятами! Ди Финдо! Это официально... Из официального магазина? Я думаю, что из официального! Ты посмотри на это! Как она здесь лежит! Я даже не хочу ее отсюда выковыривать! Она так хорошо здесь... Ну, прилегла! Хватит колдовать, торчат! Успокойтесь! Подождите! Что-то еще лежит! Что это? Это штучка... Профессор Люпин! Ее сюда надо наколоть? Или что это такое? Вот так вот? И вот там... Там этот... Как это называется? Шильдик профессора Люпина! Вон там, видишь, светится! Как прикольно! Ее можно вообще в любое место пихануть, кстати! Она может свисать в любом месте! Прикольно выглядит! Очень-очень... Самобытно! Не самобытно! Она просто выглядит, как настоящая! Повесил палочку из настяна! Повесил! Я ее в руки дам кому-нибудь! Вон у меня там в руках она! У одной руки эта палочка, а у другой руки, видимо, будет вот эта! Потому что есть руки, которые держат палочки! Вон, видишь, из стены! Палочка профессора Люпина! Надо созвониться с ним, сказать, что у меня его палочка! А то, что он ее просрал! Вот приду! Это, понятно, ничья! А эта человеческая! Он, наверное, ищет ее! Он вообще жив станет! Сашенька! Ты, надеюсь, не прикончила моего любимого героя из Галли Поттера? Реликвия! Это очередная реликвия! Где? Надо закрыть ее пока что! Чтоб никто не видел! А то сглазит еще! Куда смотрит министерство магии! Палочки разгуливают, блядь! По Нижегородской области! Так! Ты что, забыл? Да нет, я помню! Ты понимаешь, что для меня... Что для меня эти люди все равно живы! Для меня эти люди все равно живы! Там... Мне не сильно важен этот кровавый финал! Ты думаешь, я поверил, что ли, что они там лежат? Просто это... Палочка тысяч пять стоит! Люпина! Да? Дорого! За... А, можно же рвать! Она сказала, рви, похуй! Просто я телец, и для меня вот эта вот красивая упаковочка! Я ее потом сложу и кому-нибудь передарю! Для телецов это так работает! Вы понимаете? Этот... Как это называется? Открытка! Она ее сама подписала! Немножечко волшебства для двух малышей! Для детей! Господи, спасибо огромное! Вы когда детям что-то дарите, меня всегда так... Меня всегда так это... Трогает! Потому что... Ну, вы с ними не знакомы физически пока что-то! Бабусы! Сижу и думаю, что мне не хватает эмоций в жизни! Думаю! Круто! Смотрю стрим! Гриша в этот момент проверяет прочность палочки! Я закрываю глаза! И такая! Эмоций сегодня хватит! Инфаркт получен! Спасибо, дорога и Гришенька! Ну, в принципе, ты сама виновата, что оплатила интернет и зашла на трансляцию! С миром Гарри Поттера! Да! Когда-нибудь они познакомятся с миром Гарри Поттера более основательно, а пока волшебство вокруг них создаете вы родители! От доктора Хеджа Хок! Примите, Хэнде Хок! Ну, ты уж... Тебе придется смириться с тем, что... Спасибо огромное! Да, мы пытаемся! Мы пытаемся! Ну, действительно! Ну, я ответственный за мир Гарри Поттера и за всю эту волшебную штуку! Если лет через 5-7 они не будут просить меня читать им Гарри Поттера на ночь, хоть сколько-нибудь, почитай хотя бы одну главу, одну страничку! Значит, я где-то проебался! Потому что я ответственен за посвящение их в этот мир! Это все еще от Wizarding World, да? Гирлянда поздравительная! Ух ты, прикольно! Ты думаешь, это им достанется? А, это нужно... Я понял! Я должен, значит... И я это сделаю! Ну, не сейчас! Но я это сделаю! Вот на эту штучку надо нанизить, так скажем, нанизить, унизить! Нужно нанизить вот так вот! Вот эту вот историю, знаешь, там... Вот здесь ты начинаешь, вот здесь ты начинаешь, да? Начал! И, короче, я это видел у какого-то типка на празднике в Америке или, типа, где-то там в Штатах. Я в Штатах видел это у какого-то типчика в Инсте или в ТикТоке, уже не помню где. Но эта штука очень давно гуляет по интернету. Короче, вот ты за это, как это называется, зафиксировал здесь это. Фотки в ТГ ждем, когда будет готово. Я сделаю, да, я полностью соберу эту гирлянду. Да? И вот так вот нанизываешь вот эти вот все истории. Гарри Поттер, здесь факультет, Ирон Уизли. И они вот так вот, короче, висят у тебя. Раз, два, три. И разрастаются. Я могу потом... Давайте я все покажу, типа. Привет, малыш. Ха! Здорово, придурок-вопущенец! Ладно, все, живи. Так и быть, львеночек, булочка, гриффиндорцы! Гриффиндорцы! Хагрид, малыш. Такой прикольный, да, он очень милый. Хагрид. Там он даже этот, этот, как это называется, клювик он справа. Здорово! Нетрадиционный. Привет. Тебе. Нет, это что такое? А, это Ревен Клоу! Такое унизительное для него. Учишься балету, Поттер? Малыш-яйцо! Да ты даже не страшный! Господи, какой ты убогий! Такой прикольный, да, такой милый? Лорд Волан-де-Морт. Лорд яйцеголовый. Здрасте. О, Слизерин! Какая клевая змея. Прикольненькая. Клевая змейка. Это что за укупник? Мать твою за ногу? Что это за молодец? Валерий Меладзе, Леонтьев, вот он! Как бы выглядел Валерий Леонтьев в мире Гарри Поттера, а? Кудрявый, такой же красавчик. Валерий Леонтьев, молодец. Это факультеты. Гермиона! Самая умная девочка в Хогварте. Куропатка. А, все. И вот эти вот три, да, получается. Гарри Поттер, соответственно. Это факультеты. И Рон... Рональд Уизли. Рональд Уизли. Как ты посмел угнать машину? Я бесконечно рассержена. Твоему отцу на работе устроили разнос. И это полностью твоя вина. Еще один малейший проступок. И мы немедленно забираем тебя домой. Джинни, детка. Поздравляю с поступлением на Гриффиндор. Надо будет собрать, я соберу. Я соберу гирляндочку. Да она не будет висеть в детской. На что они рассчитывали. Они все равно не оценят ни хрена. Повисит пока у меня здесь. Потом подумаем над их поведением. Да, разберемся. Так, это пакетик. К большому не приступаю. Я беру вот это. Мами, которая все успевает. Это Катя? от этих разойдется в или какой маме моей матери москву посылать до катюши мама которая все успевает она она действительно все успевает катюшеньки булочки носочки носочки это детские носочки птичье молоко птичье молоко еще одно птичье молоко жена так вернись ты открытку забыл я не забыл где этот пакетик вот вот этот маме которая все успевает она просто каким-то чудеснейшим образом здесь а там написано что-то слышишь на открытке здесь написано охренеть какое-то послание это не тебе открытка ладно это не тебе открытка дорогая катя я не хочу уводить у тебя твоего прекрасного мужа как здорово что ты все-таки его отхватила свое время и как же жаль что я не была рядом вас прекрасные дети эх были бы ладно итак дорогая катя этот скромный подарочек для тебя очень надеюсь что он тебе понравится и ты будешь и ты будешь и будешь и будет не лишним съебаться из этой семьи потому что я хочу занять твое место твои любимые конфетки только для тебя не отдавая их мужу и носочки надеваешь носочки говоришь что хозяин подарил носок и добби свободен и тогда гриша весь твой с потрохами он будет носить тебя на руках и наливать тебе кофе и после этого убегаешь отдыхать в спа на массаж а я дома к чему будет заниматься тут столько делов какие спа на массаж просто погулять куда хочешь нет куда хочется она не пойдет куда она хочет сначала нужно спросить разрешение у хозяина счастливая жена равняется счастливый муж и дети это не всегда так с чего ты взяла а я значит а я значит буду опять хуячить здесь в одного да в одинца надо носочки отдать носочки отдать ну все она сейчас там растрогается она опять вот за эту коробку взялась она такая это тоже мне фриз сакс фриз сакс я имею право я же могу их открыть показать хотя бы вам счастливые носочки нет как это нет нет совершенно нет идите в баню я могу и померить если что мы здесь иногда и бельем обмениваемся такие вот мы муж с женой какой доме прекрасный булочка вон он смотри еще тоже доме подарили носок блин клево какие прикольные а чё это ей это блять какой это размер подожди унисекс написано ну вот для мужика подойдет смотри 45 размер ноги все подходит ну куда я три пары три пары куда ей короче если если вы меня в них увидите ээээ ну вы все поняли давай вон ну а а а а и и а а полетел наш орел. Ну все, она там расплылась. Ждите от нее спасибульки. Я сфоткаю ее ноги. Если ее ноги будут выглядеть примерно как мои, вот эти, слегка волосатые, это ее ноги. Понятно? Мы одинаковые. Ну, армянская семья, все дела. Я ничего, что открытку отдал. Да, я все приложил, сказал, читай. Это тебе. Пиздатые носки, конечно. Опять, опять, что происходит? Почему я являюсь каким-то посредником между вами и женой? Вы что женское какое-то сообщество формируете вообще? Шлите сразу ей, я могу адрес дать. Я могу дать адрес. О, большой пакет какой. А, это пакет, он лежит. Смотри, какой классный. Гарри Поттер. Ха, три придурка на метлах. Смотри на них. Ха, уже 35-летние ласи все на метле летают. Сова. Собушка. Хе-хе. Какие здоровые. Какие здоровые эти. Хе-хе. Фанки-поп игрушки. Игрушки. Так. Здесь есть хрупкое, внимание. Оно хрупкое. Хрупкое. Не тряси, придурок. А. Ха-ха-ха. Ха-хе-хе. Ха-хе. Ха-хе. Она даже написала. Не тряси, урод. Не тряси, я тебе сказал. Хрупкое оно, хрупкое. Не тряси. Для дупого. Потому что она знает, что для меня хрупкое это ничто. И так. Бэтмен. Это всего лишь мышь. Папа. Настоящий супергерой. Ничего не понял. Подожди. А при чем здесь Бэтмен? Бэтмен это всего лишь мышь. А вот папа настоящий супергерой. А. Что типа отец. Да, имеется ввиду. Это какая-то открыточка. Помни это. Ты круче любого героя. В трико. Помни это. Ты круче любого героя в трико. Ты настоящий. Будь для своей семьи супергероем. Ведь семья это важно. Доминик Торетто прислал мне открытку. Сам Доминик. Я всегда любил форсаж. Но я не знал, что он узнает мой почтовый адрес. Доминик Торетто прислал мне носки. За семью. Доминик Торетто прислал мне. За семью учат. Какие хорошие слова, однако. Вообще, да, отцовство и родительство такое себе, конечно. Занятие не для слабонервных. Не для слабонервных. Бэтмен всего лишь мышь. А папа настоящий супергерой. Эх. Как будто из какого-то прошлого. За семью. Он к вам в гости приедет. Доминик Торетто? Доминик с Торетто? Где нож? Не трясти написано. А как же мне ее вскрыть, если я не могу ее трясти? Мне же очень хочется. Вот написал, а не трясти, и теперь очень хочется потрясти. Как мне быть? Когда мне что-то запрещают делать, мне нужно срочно этим заниматься. Запретите мне с Лерой коллаборацию делать. Я резко захочу сделать коллабу с Лерочкой Любарской. Хотя нахрен она нам нужна обоим, да? Так. Держи себя в руках. Тут куча еще, чтобы ничего не разбилось. Ебать! В натуре! А ну нахрен упаковка! Это же Дождь Чарджер 70-го! Это тот самый! Тот самый! Маш, у него открываются двери. А! И капот! Это Чарджер 70-го! Я буду делать врум-врум, как Доминик Торетто! Это тот самый, которого боялся Доминик. Капот открывается и багажник! Я сюда могу положить свои разбитые мечты. Потому что у меня нет такой машины. А мне бы очень хотелось. Он заводной. Заводной? Как заводной апельсин? Ух ты! Фары горели! У него горят фары! Он умеет! Пизда! Он умеет! Какой Гарри Поттер! Ты посмотришь, что это! Это Чарджер! Это Додж! С сокисью азота внутри! Там даже баллон! Вон, видишь, баллон внутри лежит! Ни хрена сейчас детализация! Свет! У него фары горят! Блядь! У него горят фары! Выключим нахрен весь свет здесь! Тихо! Он просто подкрадет такой... Завелся! Завелся! Ля, ну это вообще что? Это мрак! Какая она крутая! Моделька! У меня есть влажная мечта купить эту машину! Или, ну, любой другой Додж! У меня есть тупорылая затея заняться покупкой Доджа! Потому что, ну, мне нравится эта компания! На мне бы подошел больше Додж 404 Рэм, который Додж Рэм 404, пикап! Потому что вот это вот это убийца на колесах! По нашим зимам! Это машины выходного дня! Для России однозначно! Я давно смотрел рынок, пеленговал! Есть хорошие варианты! Эх! Ну, это вообще разъеб! Где ты нашла? Это детализация! Вообще это один в один он! Это 70-го, да? Или 69-го? Это заказ на следующую посылку! Тачка, да! Додж Рэм! Интересно! Браздинцы найдут ей применение! Кому? Машине этой? Я никому не отдам ее! У меня и так играет периодически приезжает ребенок и играет периодически фордиком! Я его даже спрятал! Он ему отколол задний габарит! Угу! Конечно! Нет, это вообще... Блядь, задние фонари еще стопперы! Задние стопперы! Задние! Прикинь, это режим! Ой, что? Задние стопперы даже горят! Все есть! Торетто нет внутри, но это не важно! Каждый отправит по запчасти! Хе-хе-хе! Жди тачку! Додж Рэм! Вы видели, сколько он стоит? Да! Охуевшая цена! Каждый из счетов по запчасти отбросит! Соберешь тачку! Как в Майсамаркар! У нас все есть! Все! Все открывается! Все двери! Одна из любимых машин! Вот! Вот это! Одна из любимых компаний, которая выпускает автомобиль! Это Додж! Есть просто Чарджер СРТ! Это уже более такая спортивная модель! Я ее вижу каждый день! СРТ-шку! Это тоже седан! Агрессивный очень! Черный! Ве-е-е! Просто грязь! Вот! Он более консервативный для наших дорог! И более приспособленный! Потому что вот именно эти маслкары, да? 80-х, 70-х годов! Есть 85-го хорошая тоже версия! Они, ну так или иначе, старые! Им охренеть сколько времени! И это реставрация! Постоянная пересборка! Они не подходят для наших этих! А вот РЭМ или, например, СРТ современные, они неплохо себя показывают! На них можно кататься даже там семью или еще что-то! Они не опасные! Гляжи не наигрался в машинке! Нет! Я ребенок! Ты гонишь! Я ребенок или взрослого! Все это давно известный факт! Сашенька! Блядь, вот если песто... Вот как так вышло, что ты приезжала именно на этот сраный футбольный матч в эти даты! Ну что не раньше-то? Не позже, не хоть... Как бы взял ее... Эх! Расстрогали! Так, подожди! Тут еще что-то! А что еще надо? Доброе утро! Доброго! Здорово! Кариночка! Гарри Поттер! Гарри Поттер! Мерк! А-а-а! Пазл? Это пазл! Я уже слышу это журчание моих семи часов на сборку! Татьяна! Это пазл! Лего! Это не пазл! Отставить! Отставить! У-у-у! Бой! Открытка! А-а-а! Это открытка была! Тут написано «Торжественно клянусь, что замышляю только салость». Эти скромные подарки... Скромные подарочки! Эти скромные подарочки! Мой небольшой вклад! Скромный и небольшой вклад! Да хватит в уничижительной форме к себе относиться! Оторвал уголок! Это не важно! Я замышляю только салостью! Палочка упала опять! Здесь не хватает места! Эти скромные подарочки! Мой небольшой вклад в твою коллекцию! Коллекцию! Надеюсь, что... Надо это... Надеюсь, что ничего из этого у тебя нет! Нет! Все в масть! А если есть? Нет! То... Ну что поделать? Блядь! Она так и написала вот здесь! А если есть, то... Ну что поделать? Ну что поделать? Ну что поделать? Все выбирала, потом очень долго ждала доставку! Ну вот какой это... Очень долго ждала доставку! Но вот, наконец, это все оказалось у тебя! Да! Небольшой подарочек! Для Екатерины! Поделись! А, подожди! Надеюсь, что ты не открыл его раньше времени! Сам! Нет! Я не открываю посылки! Я не смотрю, если мне это не делает... Этот... Блядь! Одну посылку я открывал! Для того, чтобы убедиться, что там все нормально! И вы знаете, чью посылку я открывал, чтобы понять, что внутри не пиздец! Ну то есть, вот... Сверху! Открыл, посмотрел вот так вот сверху! И закрыл! Одна посылка была! Да! Не то, чтобы я не доверяю! Но было не это! Было-было дело! Но я в основном ничего не трогаю! Вот они лежат и лежат! Потому что мне всегда кайфово, когда... Первые эмоции от них ничего... Ты не сможешь убрать! Или повторить! Надеюсь, что ты не открыл ее раньше! И небольшой, прям совсем небольшой презент для малышей! Надеюсь, что тебя он тоже порадует! Спасибо за то, что ты делаешь! Доктор Хэндехор! И ежик! Маленький ежик! Обнимает всех! Ну какая булка! И везде открыточки! И жене! И ну со всех сторон! Шахматы! Пизда! Там даже Рон, смотри, тусуется вон наверху! Бедолага! Удивительно, что у меня есть полный набор, вот именно шахмат, но это лего! Это отдельно доску надо будет собрать и отдельно фигурки! Десять плюс! Мне подходит! Ха-ха-ха! 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 Мне подходит! Аниверсари профессор Снейп? Золотая фигурка? Здесь золотая фигурка профессора Снейпа? Вон, видишь? Гарри Поттер, Гермион Рон и Аниверсари профессор Снейп! Золотая фигурка Снейпа? Это легендарная какая-то эта или что? Про шахматы я и подумал, когда их не оказалось в Хогвартс Легаси. К сожалению. Но вы знаете то, что есть небольшой слушок, что в Хогвартс Легаси выйдет расширенное издание за 3000 рублей? Это как вот фильм есть, режиссерская версия и обычная. Обещают в 2025 году выпустить расширенное издание Хогвартс Легаси. А вдруг там будут шахматы и квиддич? Квиддич вряд ли будет, а вот шахматы могут быть. Ну это просто хорош. Правда у меня здесь вот сколько уже этих Лего лежит, я все еще не собираю. Это вот просто в некий, как это называется, уйдет в очередь по сборке. Потому что что-то буду собирать с вами вместе, а что-то буду собирать отдельно самостоятельно. Сам по себе, тихонечко. Там есть просто большие конструктора, включая этот, не Хогвартс Экспресс, там Хогвартс Экспресс и платформа Кингс Кросс вместе с Хогвартс Экспрессом. И это вот пока пойдет туда. Возможно, ближе вот к зиме что-нибудь из этого соберу. Потому что в этом году я собрал только сову и домик Хагрида вот там. У меня очень большой план есть, но я не знаю, когда я начну его реализовывать. Очень большой план есть по вот этим вот штукам. Мне нужен макет. И он должен быть в двухуровневый для того, чтобы Хогвартс вот так возвышался. И я буду постепенно вот так вот обрастать. Но это сложно. Спасибо огромное. Но это отдельно вообще будет, отдельно очевидно будет где-то стоять. На полке туда же. Вот я там, я что-то здесь буду дополнять, дополнять. Давай вот эта стена будет охренеть, как меняться еще в дальнейшем. Потому что она уже сильно видоизменилась. Там вот рука наверху. И еще четыре руки мне нужно. У меня есть вот здесь вот две руки. Еще бошки вот здесь добавятся. Ну иди сюда. Надеюсь, это не угрожающе звучало. Ой, вот эти вот все, мне нужны все открытки. Это буквально письма отдельные. У меня есть отдельная эта штука для писем. Настанет время, когда мы будем читать их. Все. Сразу. Ну это вообще величие. Что это? Это священный Гороаль. Да, я понимаю, что палочка волшебника. Римуса Люпина, конечно, но палочка волшебника и тачка. Это нечто настоящее, понимаешь? И нечто волшебное. Нечто настоящее. Я буду вот как придурок. С палочкой и тачкой. И ламптишечкой, ламптишечкой в другой руке вот здесь вот. Надо присылать Грише шкаф для наших посылок. Да, уже, кстати, есть такое, что не убираемся, не убираемся немножечко, не убираемся. Спасибо огромное. Блин, ну тачка это вообще отдельно. Я даже нигде не знаю, куда ее ставить. У меня вот здесь вот есть полка. Она появилась. И здесь, вот здесь вот можно было бы. У меня, кстати, портрет Грин Хелл вернулся. Вернулся портрет Грин Хелл. А он вот здесь висит. Долгое время Грин Хелл я снял со стены. И он просто лежал. И я подумал, что Грин Хелл надо возвращать назад. Надо возвращать назад Грин Хелл. В студию, чтобы он здесь просто висел. И он здесь вот есть. Я могу в телегу скинуть фотку, в чач. Я сейчас могу в чач скинуть фотографию, где он висит. Ну, чтобы хотя бы у вас было понимание, что вообще происходит. Фотка не сильно качественная, но это не важно. Потом посмотрите. Спасибо огромное, Сашенька. Грин Хелл это наше все, согласен. И вот он теперь вот здесь возвышается. Слева у меня джойстики и мои наушники, которые вот на этой вот штуке висят. Уши. Ну, это основные уши. Это основные уши, которые я использую. Когда совсем это, использую обычно. Блядь! Ну, все, конечно, упадет. Ну, понятно, да, это классика. Ага. Давай. Давай, конечно, все расхерать здесь. У нас же это... Разбей все, у нас же денег много. Да. Все, повалял, как обычно. Ну, это классический, понимаешь, классический Григорий. Спасибо, Сашенька. И Дашеньке спасибо. Так. Станислав! Здравствуйте. Ни хрена себе. Какая большая штука. Если что, ты скажи, какого размера шкаф нужен? Мы немножко подсуетимся. Шкаф. Я не знаю, какой размер. Непонятно, куда это все складывать. Так. Отправитель из горячего ключа. Савелий Станислав. Здравствуйте. Это один из наших модераторов. И еще одних. Мужчина. Который, по всей видимости, остался чуть ли не единственным мужиком в составе модерации. Потому что у нас пропал солнце. Я даже не знаю. А, у нас у солнца уже нет модераторки. Нигде. Андрюха, я так понимаю, болеет. Он же в порядке. Кто-то в курсе. Потому что мне он не отвечает. Андрей Сайрес. У нас раньше было три мужика-модератора. Андрей Сайрес болеет. Но он вообще выкарабкивается? Какие-то варианты там есть или еще? Бабусы. Доброго утра, чат. Доброго утра, Гриша. Привет, Каринка. Вы все просто прелесть. Распаковка посылочек. Это некий другой мир. Флекс. Умиротворение для душа и глаз. Главное, внимание. Ну а конфеты. Если они там есть. Гриша, успеешь съесть. Всех обняла, подняла и забрала с собой. Всем вам три. Спасибо. Да конфеты уж сожрали нахрен себе, пока ты где-то ходил. Я вам добрянку пью периодически, каждые 15 минут. Чтобы меня не штормило здесь. Добряночка. Так. Болеет пока. Давно писали, не отвечал. Блин. Ну ладно. Нехорошо, конечно. Ну ладно. Странно, что не отвечает. С Андреем давно не списывались. Если у вас есть возможности, и у вас там есть какой-то контакт, напишите ему, если он вам когда-то отвечал или еще что-то. Чтобы он хотя бы это... Ну надо быть в курсе, что вообще происходит. Спойлеры в посылке. Там наверху вам написано, что это. Так. Какой клевый пакетик. Хэппи. 20 лет. С днем рождения. С 20-летием тебя, Григорий. Посылка пролежала 12 лет. И вот у меня дошли руки. Наконец-то до посылочки. 20 лет лежала в студии. 12. И вот наконец-то можно... Тут два. Тут две. Вот есть раз. И есть большое. Займусь. Ага, спасибо. Есть большое. Еще что-то есть? Подожди. Стой, стой, стой. Начнем с маленького. Начнем вот с этих закрытых коробочек. Тебе же в душе 24. В душе. В душе. Какая... Какая это? Непонятно. Чуй-то. Итак, мы сегодня присутствуем на вручении премии Оскар. Которую заслужил незабвенный Григорий Райдж. Свои заслуги перед обществом. Перед... Лучшая озвучка! Лучшая озвучка! Блядь. Премию Золотая Малина получает грешание за лучшую озвучку во всех играх. Да! Та-та-та-та! Он еще так написал хрофельно. Лучшая озвучка! Лучшая озвучка во всех играх достается грешание! Ну, я старался, честное слово. Спасибо огромное! Это награда. Да. Я считаю, что я заслужил. Если б я не был тем, кем я являюсь, соответственно, я бы вряд ли заслужил. Хочу передать привет моей маме. Этот бой, который я выиграл, да. Я считаю, что лучше бы я выходил на ринг, чем не выходил. Мне всегда говорил отец, двигайся, иначе ты, ну, не двигаешься. Спасибо огромное, что чтите мой голос. Я рад, что эта премия станет началом чего-то большего. Я верю в это. Жаль, что меня не зовут в состав какого-то звучания, потому что очевидно я картавый и с речевым дефектом, но, но, но пошли вы! Потому что здесь люди ценят, ценят этот незабвенный мой агедовский немножечко гулашок. Это прикольно. Это очень прикольно. Лучшая озвучка. Любой, любой, любого проекта. Бля, это хорошее. Это надо будет вот сюда куда-то. А, как заблестел сразу. Его даже издалека видно, как он светится. Как он светится, его видно издалека. Лучшая озвучка. Голосок, как у дедушки Ленина. А вы бы знаете, какой у него был голосок? Я просто не в курсе. Так. Какая-то плоская коробочка. Лучшая озвучка. Ух ты, что это? Консалт. Что, что? Я не стою это открываю? Блядь, ничего бы не вывалилось только. Адвент календарь! Адвент календарь по Гарри Поттеру? Здесь должно быть... Вы знаете, что такое адвент календарь? Адвент календарь? Это такая штука, когда ты каждый день подходишь и забираешь какую-то конкретную штучку отсюда. И у тебя каждый день... Но мы его не будем трогать. Мы ждем декабря. Потому что адвент календарь, идея, история декабрьская. Да, Вить? Мы просто должны знать, что это есть. На канале раньше у меня был этот ивент. Я пытался это дело пробрасывать в роликах. Короче, суть ивента была в том, что вы каждый день получали ролик, но вы не знали его содержание. Потому что превьюшка и, ну, что называется, название ролика, оно было... Ну, вы не могли знать, что вас ждет. И вы открываете ролик, и там, типа, что-то происходит. Я эти ролики выпускал в течение какого-то времени, но YouTube не очень понимает, что это за была движуха. И поэтому я это все дело прикрыл, перестал это дело записывать. А сам адвент календарь я полностью переименовал и тематически назвал эти ролики. Но у этих роликов начало такое, что, типа, здорово, сегодня, там, 19 декабря, и это 19-й день адвент календаря. И сегодня у нас и там какая-то игра. И ты не знал никогда, что это происходило, что это была за игра, какой у меня был план. Какое-то время я, короче, вел адвент календарь на канале, но это сильно убило его там по алгоритмам. И это суперстарая уже история. Я думаю, что прошло уже два года. Два года. Короче, каждый день здесь нужно будет залезать сюда, и что-то здесь, типа, тебя ждет. Какой-то мини-подарочек, так скажем, неизвестный тебе. Но это мы до декабря оставим, до декабря. Стас, красава, нихуя себе. Я не знал, что есть такие вот истории. Там что-то прикольненькое. Буду это. Посмотрим кусочек? Нет, в декабре посмотрим. Это на Новый год. Убери руки. Это на Новый год. Не трогай, это на Новый год. Уже появляются вещи, которые на Новый год. И здесь, походу, священный грааль. Тайная комната, походу. Часть к моему Хогвартсу. Новая часть к моему Хогвартсу. Да, за змеей, блядь. Ты смотри, там даже змея есть. Прикольно. Сколько народу, нихрена. И при том, что это один в один подходит для моего Хогварта, который уже собран. Блин, а я его не смогу взять. Я не смогу его собрать. Я не смогу его оттуда забрать. Нужно оттуда многое убирать. Но эта часть, вот именно, ну, получается, этот корпус, он подходит для моего уже собранного Хогвартса один в один, понимаешь? Это рядом просто вот так вот можно поставить будет, типа слева. И это будет отдельный корпус. Это очень большая, кстати, сборка. Такая же, как эта. А у тебя прям там какой? У меня там зал. У меня там собрано... У меня там собрано главное... Не гостиная, а зал собран. Со свечками. Их даже соединить можно вроде. Да, в этом-то и прикол, что там есть соединительные элементы у того этого, у моего. И у него есть история, что вот эти вот корпуса, их можно соединять. И это станет большим... Он вот так вот по периметру, я видел, собирается и становится одним большим замком, квадратным. Потому что есть четыре или три. У меня есть, вот получается, теперь еще и секретная комната. Там есть один. Домик Хагрида уже собран. И часть этого собрана. Хорош. Стасик. Спасибо огромное. Там это, Джинни Уизли, бедолага. Шляпа, змея. Это змей. Спасибо, что напомнил, что я обожаю собирать румбоксы. Пошла заказывать, минус бабки. В домиках Хагрида нет, но есть визжащая хижина. Вот визжащую хижину... Ну давай я все покажу. Вот теперь еще вот это есть. Я могу показать все. мне не впадло. Ох! Ох! Так. На! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Гремучие его все дела. Даже вонючий, вонючий этот сквип! Убери руки. Вонючий сквип. И это вот тоже подходит к моему полностью этому замку. По деталям, по внешним характеристикам вот эта вот история подходит для этого. Для Хогвартса. Очень прикольная тема. Здесь и фордики есть. Вон, видишь, машина наверху. Там же и Рон вывезли. Это тоже подходит вот сюда. Дальше. Это разъебос. Вы это не видели. Походу. Или видели, но я очень редко это показывал. Кто это? Кто это? Что это за малыш такой? Да-да-да-да-да. У него еще все крутится. Это слишком хвосторога. Булочка. Венгерская. Хвосторог. Да-да. Из четвертого Гарика. Вот эта штука будет очень сильно похожа на сову. Да. Которая вот там висит. Дальше. Ну. Без квиддича, конечно, здесь не обойдется. Поле для квиддича и немножечко чуваков, которые летают с кайфом. Он не особо большой. Маленький. Но его можно поставить, например, на одну из пластин. Я не знаю. По левой или правой. По правую сторону. Ну, это вот прикольно. Но он не очень большой. Ну, и... Ну, ладно. Я соберу потом. Это вокзал Кингс Кросс и Дементор, который там тоже тусуется. Вот так это выглядит. И это очень красивая штука на самом деле. Я примерно знаю, как ее расположить так, чтобы это было рядом с Хогвартсом, но в то же время, как будто бы поодаль от него, чтобы это было все... чтобы это все приобрело единую картину. Вот вместе с Кингс Кроссом, со зданием, где как раз-таки рядом гремучая Ива, с домиком Хагрида и уже с тайной комнатой. Эти вот вещи я знаю, как объединить. Но на это нужно колоссальное количество времени. Дай бог, у меня там получится собрать еще один-два до Нового года. Нужна отдельная комната для готовых конструкторов. Нам не нужна... Мне не нужна не отдельная комната. Я просто видел, есть специальные боксы из оргстекла, и я могу заказать специальную вот такую вот ступенчатую штуку для того, чтобы сделать скалы. Со скал на скале получается вся вот эта вот история с Хогвартсом на скале. Потом нужно вниз вот как-то это все дело обустроить. Просто я могу заказать на Озоне есть такая штука из полимерных каких-то материалов или из пластика. Можно сказать искусственные деревья, искусственные елки, искусственную среду, короче, камушки или еще что-то. И все это дело расположить на вот этих вот пластинах, на которых у меня расположен сам замок. Потому что замок расположен на такой длинной площадке. Я специально купил большие длинные площадки, чтобы на них располагать элементы, чтобы они вот так вот конструктор в разные стороны мог распространяться. Я не использую стандартные вот эти вот, которые идут вот в комплекте. Стандартные ниши вот эти, я их не использую. Я беру большую и на ней начинаю собирать. Вот этот большой квадрат, он отдельно продается. На этом всем нужно сделать большой этот проект конструкторный. Но на это нужно время, которого у меня не очень много. Потому что собрать один конструктор, это прям большая, короче. Вы знаете, сколько, если вы собирали примерно такое. Потому что здесь, ну, охренеть, сколько деталей. Он уже, кстати, замызгался немножко. Он давно лежит. Мне его жена подарила. Вот это подарила жена. Не знаю, на какой праздник, но я помню, что это жена киданула. И сказала, собирай. Я такой, ладно, на Новый год. А в итоге, в прошлом году мы Гарри Поттера вообще не смотрели. По конструкторам я тоже что-то не разжился в плане там собрать что-то. Детям будет интересно. Да когда им? Сколько я буду это, чтобы о нем было интересно? Им 9 месяцев, 8 с половиной. Еще до того, когда детям будет интересно, еще очень слишком много времени до этого момента. Станислав. Уф. Станислав, жму руку, спасибо огромное. Кайфово. Еще и адвент календарь в декабре будет чем заняться на каждый день. Придется, по всей видимости, вам кружочки записывать в телегу, что типа, здрасте, у нас 10-й день адвент календаря. А и так, что тут у нас? Долго, два дня. Два дня ждать? У нас пока вокзал, хижина, задний двор с фордиком, квиддич и большой зал. Планирую на НГ астрономическую башню. О, прикольно. Ну вот у меня большой зал, квиддич, хижина Хагрида, двор с фордиком и вот все остальное, то, что это. Я показал. Доброй ночи. Доброй ночи! Уже в полглаза слышу. Доброй ночи, Хелл Хаун. Спасибо огромное за стикеры. Столько вы сделаете? Вообще капец. Для канала, для сообщества. Да, ощущение, что вы делаете даже больше, чем я. Стримов не будет каждый день? Как так? В декабре? Слушай, это сложно, типа. Ничего же не изменится от того, что сейчас, то есть, я не думаю, что стримов будет больше, чем есть сейчас. Я действительно стараюсь чаще появляться в эфире, но видишь, тут накладывается какое-то одно, второе, третье. Я на днях Кокос-экспресс собрала, за пять часов. Осталась без спины, правда, но кайфанула. Да, это же еще очень сильно по физухе бьет. Надо потихонечку собирать. Они очень круто делают, когда распихивают это все дело по пакетам. Я собираю два-три пакета. Беру, например, они все в единичку запихивают. Я вот сижу, собрал все из первого пакета, все отдыхать ухожу. Потом беру двоечки все, все двоечки соберу, опять ухожу отдыхать. И так ты не видишь, как ты вот умираешь. Потому что в один присест собирать это супер пиздец. Я восемь часов собирал на трансляции без перерыва вместе с вами. Мы собирали вот этот замок. Я помню, как это было. И если честно, я не спешу повторять этот опыт, потому что, короче, это душка. И пообщаться с вами не получается, потому что ты всегда устремлен, твой взор всегда устремлен в конструкторах, тебе нужно понять, что с чем соединяется. Короче, душишься больше, чем кайфуешь от процесса. Поэтому, возможно, все это будет собираться за кадром. Но я покажу, естественно, и это будет большой проект. Если мне удастся из Орксикла заказать эту большую площадку. Адвент в телеге звучит прикольно. Ну да. В кружочке можно записывать кружочки. Почему-то не оформилась подписка, а деньги списались. Батвеева. Если деньги из карты списались, а на Твиче подписка не появилась, моя небольшая рекомендация. Включи VPN, перезагрузи Твич, зайди еще раз, нажми купить подписку на кнопку на эту, но больше ничего не делай. Скорее всего, все появится. Просто у всех так работает. Иногда бывает, что пролагивает. Включаешь VPN, а перезагружаешь Твич, любой подойдет, любая сторона. Перезагружаешь Твич, нажимаешь на кнопку подписаться еще раз, купить подписку, и должно сработать. Мне хочется быстрее собрать, чтобы получить итог, чтобы посмотреть, какая красота получилась. Дело в том, что здесь в конструкторе важен не итог, а процесс, потому что процесс интереснее, чем финал. Финал, он стоит и стоит, а процесс, пока ты этим занимаешься, вот от чего нужно получать удовольствие в процессе сборки, потому что финальный итог конструкторов всех, они просто стоят, стоят, в них не играешь, ты не можешь ничего делать, это просто есть и есть. Поэтому в этом плане спешить не стоит. Видишь, я как скапливаю их вокруг себя, просто собираю и особо не рыпаюсь. Такие дела. Так. Сказал бедняк. Спасибо огромное за посылочки. Вот, вот, все, вот и получилось. Матвеева. Подписка на три месяца сюда. Добро пожаловать в прайд, Матвеева. Добро пожаловать в прайд. Я же говорю, сработает. У большинства людей, когда такая история со списанием бабок пролетает, а подписка не оформляется, просто перезаходишь, с ВПНом, просто нажимаешь, и она оформляется. Добро пожаловать в прайд. У меня место закончилось, куда их ставить? Я бы еще собирала. Вот это вторая проблема. Вторая проблема конструкторов, в особенности больших. Спасибо. Тебе спасибо. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Твой львенок растет. Твой львенок растет. У кого-то скоро будет уже и три месяца, да? У кого-то третий в месяц пойдет. А там дальше будет отсчетный период три, шесть, девять месяцев. У твича так. У них первый, второй, третий. Дальше шестой и девятый. И потом год. По три месяца начнет отсчетный период вываливаться. А еще, по всей видимости, мне можно будет добавить еще смайликов. Теперь. Я эти смайлики с телеги возьму. Я в пятницу еду за полками, потому что уже тоже некуда ставить лего собранное. Ну, это вот одна из тоже проблем, потому что ты собираешь много, плюс еще они разные тематики. классно их, конечно, было бы объединять, но, увы. А мне так хотелось показать мир Гарри Поттера дочери, что купила большой замок целиком. Но! В итоге я собирал его месяц с таким удовольствием. Ну, вот видишь, но собрала же в итоге большой замок. Дорого, наверное, вышло, да? Полностью, если мы говорим. Нескоро еще, недавно только апнулись. Да? А вроде в конце месяца у вас отчетный период или в начале у кого-то. Я помню, что с 28-го числа начиналось какое-то обновление левят в третий месяц превращать. Через 10 дней. Ну, вот. 25-е, 28-е, да. Мы достаточно быстро здесь, это. Потому что, если два месяца у вас по второму месяцу пошло, то скоро будет отчетный период, когда мы на Твиче два месяца и 10 дней. Охренеть. Буквально недавно на Ютубе еще подрубали. Я очень хочу большой замок, но он вообще никуда не помещается. Они охуеть, какие большие. У меня вот эта вот история поместилась еле как вот на эту полку шириной. И то отсюда ее нужно убирать и делать отдельно нишу. Потому что это хорошо есть, но дальше-то надо расстраиваться. Если я вот сюда вот буду уходить, но это будет не очень прикольно. Мольвенок убежал, но обещал вернуться. МБНДР попробую оформить. Давайте. Но вы не так, не парьтесь, потому что у вас, например, месяц один отчетный уже сохранился. У меня отдельно стоят Звездные войны, отдельный Гарри Поттер и отдельно разные другие мелочи без темы. Теперь вот место под ДНД замка с драконом нужно искать. одну треть собрала и уже его некуда притулить. Одну треть и некуда уже. До 6 ноября подписка. Жестко. А у нас что, Геншин до сих пор, что ли, идет? У нас не общение разве? Почему у меня здесь категория не сменилась? Или сменилась? А, нет, нормально вроде все. Добро пожаловать. Нужно где-то 80 на 80. У меня квадраты вот эти вот большие стоят. У меня там стоят большие квадраты. и на них и домик Хагрида и обеденный этот зал. Здесь биониклы валяются. Я эту полку передвинул. Она вообще по-другому теперь стоит. Я вообще многое здесь переделал, пока мы здесь тусовались. Последние два дня я здесь многое переделал, место освободил. Здесь опять же тоже хреновая гора всего ушла. В разные там места я распихал свиней. Вот здесь вот больше нет. Вот этих вот трех поросят. Трех поросят я отдал детям. Они теперь играют с ними. Я их постирал. И трех поросят отдал детям. Там номера. Это вы знаете. На двери вон штучка стала. Вон там. Там будет висеть у меня. Он уже висит. Пульт от Кандейна. Интересно, есть ли Лего Геншин? Наверное, есть. У Геншина хреновая гора мерчат. Если есть, я пришлю ему Дорица 6. Дори. Она, кстати, неплохо играется на С5, но это прям не мой персонаж. Сколько бы она не наносила урона или не хилила, каким бы она саппортом не была, это не мой персонаж. Я бы им никогда не играл. Детский просто какой-то этот, непонятно. Пятый бы она выгуляет. Какая она все-таки охренеть. Вот вроде кусок дерева покрытый каким-то лаком, еще чем-то, но ощущение, что это палочка. Может, мне просто хочется, чтобы так было, но ощущение, что это реально палочка. Волшебная. Меня спрашивали недавно, в каком бы мире ты хотел жить? Вот, вот в этом. Там, конечно, опасно пиздец, но... А, что, в нашем не опасно? Это было бы прикольно, мне кажется. Хотя, есть ощущение, что можно это. Просто, например, у нас в школе тоже была форма. В Хогвартсе тоже форма, у каждого факультета. Да, но у них пиздатая форма, а не то, что то, в чем мы ходили. Мы ходили, прости, Господи, в таких вещах, что стыдно даже вспоминать. Но было классно, когда все это дело выводили. Доброе утро, Булга! Доброе утро, Гришанечка. Чача отвела ребенка в сад, прибежала домой, сейчас по делам поеду, потом на вождение, пропускаю, у вас много, каюсь, но стараюсь, люблю. Не переживай, запись завтра появится на ютубчике. Целую тебя и удачного вождения! Аккуратно там, да, чтобы пешеходы мне потом не звонили, не спрашивали, ваша, не ваша, там, вот это за рулем. сегодня заглохла у меня прямо перед глазами девчонка. Всегда нервно отношусь к тому, когда вижу учебку, думаю, блядь, надо дистанцию держать быстрее, быстрее, потому что еще больше держишь дистанцию от учебки, потому что она в любой момент может заглохнуть, свильнуть, с ней может произойти все что угодно, с учебным автомобилем. Я ни в коем случае не там хейчу, не еще что-то, стараюсь тихонечко просто уехать в свою сторону, потому что я понимаю, как нервно людям сдавать экзамен или просто первые вот эти вот уроки вождения, потому что есть люди, которые абсолютно вообще не предрасположены к рулю, им сложно это дается, габариты автомобиля, повсюду поток, что-то происходит, движня какой-то, короче, стресс. Я понимаю, что очередной какой-то фи моё, что, раскорячилось, она ничего мне не даёт, я только сделаю хуже. Ваша булка за рулём, да-да, вот, это ваша за рулём здесь, заберите её отсюда. Удачи. Это практика, я так понимаю, да, пока что практика. Учись-учись, молодец. Учись-учись, усердно трудись. Учись так, что как будто тебе это сильно интересно, потому что тебе это всё дело пригодится, дальше в одинца придётся ездить, понимаешь, в одиночку, никто тебе не поможет, не будет ни у кого педальки вот здесь вот справа у какого-то трёхого соседа. Всё, самостоятельная жизнь дальше начнётся, скусяешь. Это ладно, у тебя муж, у тебя дела, ещё может как-то поможет тебе. А вот людям, у которых нет нифига, ни мужей, никого, одна. Сука. Я помню Ритка. А, я же вам рассказывал, когда в Секрет Небес играли. Когда в Секрет Небес играли, я же рассказывал, да? Вот это та самая Ритка. Она же приехала за мной, я помню. Забрала меня. Чё-то потусить или ещё что-то. Блядь. Вот круговое движение, да? Похуй, блядь, налево. Просто по встречке, под кирпич, просто в противоположное направление, против часовой стрелки. А, ебись оно. И я рядом сижу. У меня прав тогда ещё не был. Я говорю, ты чё делаешь? Я говорю, кирпич. Я говорю, ну уж, наверное, чё-то... выкручивает руль с кайфом. Ой-ой-ой-ой, ой. Это, слава богу, время было уже что-то позднее, там, по второго. Ночные бдения, да? Угу. Никого не было. А так, знаешь... О, машина, я туда. Но она нормально водила, кстати. В общем и целом, водила нормально. С учётом того, что у неё нулевой опыт, и ей никто не помогал, она водила нормально. Ритка и кирпич. Это класть, это просто база, секреты небес. Можно сказать, я и так одна. Может, на СВО уехал. Эх ты, блядь. А, ты же говорила. Поэтому и приходится всё самое делать. Увы. Да, ну там же вернётся же, всё хорошо. Ритучка Уокер. А могли бы попасть в школу ангелов и демонов. Да, вместе с ней. Под кирпич как бы полетели все. Обняла, приподняла, покружила, потискала. Доброй ночи. Спасибо, Сашенька, ещё раз. Тебя. Спасибо огромное. На виду нам что-то в четверг. Привет, Даля. Что Даля? Отопление? Вы про отопление говорили? Говорите. Завидуете. Отопление, что кому-то отопление дали? Какие вы прикольные. Завид, что кому-то дали отопление. Вернётся вопрос, когда? А скорее всего, не скоро. Когда это закончится уже? Есть какая-то информация хоть у кого-нибудь, у инсайдеров каких-то? Когда кончится весь этот бред? Поэтому Ритка так рано и попала в школу. Часто под кирпич проезжала. Я даже не знаю, что сейчас с ней. Я знаю, что Ритка была беременна, она нашла себе мужчину, он взял её в жёны, и она вроде как родила ребёнка. Та самая Ритка, блядь. Я когда иногда узнаю эти подробности, вот своих бывших отношений, неважно там, как мы расстались, это не суть важно. Важно, что хуёво. И думаю, надо же, как хорошо всё сложилось. Как всё? Мальбон-то не иначе. Никакой Мальбон-то нет. Мальбон-то в этом деле был я. Как бы это ни звучало пафосно, но да. Какой отчаянный мужчина. Да-да. Не то, чтобы я его как-то сопереживаю тому типку, но я бы, знаешь, хотел бы с ним пообщаться, знаешь, и спросить, как? Как ты как ты смог это выдержать, чувак? Муж говорит, всё надеется, что весной 2025 года. Весна 2025. Ну, якобы, да, все по домам. А так информации никакой нет. Битва между Гришей и Люцией. Ну, я был вот те самые, Люцией, Мальбон-то был вот, да. Муж немножко не похож на тех парней, которых она выбирала раньше, с которыми она встречалась. Там не было таких типов, как я. У неё муж другой. Он хороший. У неё хороший муж. Муж хороший. Вот есть я, а есть муж. Но, дай бог здоровья, потому что девчонка да. Надо добрянки съесть, чувствуется. Ритка вспомнил. Добрянки, конечно, было бы неплохо сейчас жахнуть, потому что Ритка со своими воспоминаниями сейчас можно уйти просто в высокую материю, понимаешь? Добренько. Её муж удивительный. Я говорю это странное стечение обстоятельств. Не то, чтобы она недостойна выйти замуж, просто быстровато больно после наших отношений, больно быстро скакануло. Надеюсь, она не рассматривала меня на роль мужа, потому что у нас там крайне маловероятно что-то вышло бы. Про СВИО нет никакой информации, но и может думать, что закончится, когда наш сын уже в школу пойдёт. Да ну. А он же имеет право назад вернуться? Ну, типа, уволиться? Или нельзя? Я бы не работал, я только бы и смотрел и стремился. Не работал и смотрел и стремился. Хорошо вам. Масть у них любовь. Наверное. Дай бог, я не знаю. Если вы находите человека, с которым вам по пути на ближайшие несколько лет, это очень... Это очень хорошее стечение обстоятельств в вашей жизни. Потому что найти воистину, что называется, человека, с которым вы можете рука об руку вести совместный быт, доверять ему настолько, насколько... Вы должны засыпать, глаза закрывать и рядом с этим человеком. И вы точно знаете, что завтра всё будет заебись. Вот если вы находите такого мужчину... Потому что женщинам вам нахрен не нужны эти бриллианты, типа там, не знаю, айфоны. Вам не нужны непонятные, какие-то странные обещания про несметные богатства и будущее. Женщина живёт моментом, когда она чувствует, это внутренняя чуечка женщины, внутреннее её состояние, что она находится в безопасности. Вы ищите этот просто лёгкий шлейф безопасности, который исходит от молодого человека. Я на бусте об этом писал. Вы ищите исключительную безопасность. И вот если мужик может своим каким-то, ну, это называется флоу, да, своей какой-то напористостью, я не знаю, чем... Вот каким-то образом мужчина просто даёт понять, что с ним безопасно. Нет этих непонятных каких-то рефлексий на тему там выяснения отношений, ещё что-то. Вы просто чётко знаете, мне без... Здесь ты за ним, как за каменной стеной. Эта хрень, она ничего под собой не имеет, но есть внутреннее. Флоу говорит, как 23-летний, так и есть. Подожди, флоу, во-первых, да, начнём с того, что флоу это танцевальный жаргон, танцевальный термин. Мы начали просто опять танцевальное шоу смотреть с женой. Я смотрел последние пять сезонов танцев. Танцы, новые танцы, танцы два, не знаю, где Мигель, Решетникова в жюри сидят. Там же был и Дружинин Егор. И вот сейчас новый танцевальный проект запустили, мы всегда это смотрели. Это нас соединяет с женой. В какой-то момент я имею в виду, что мы совместно смотрим какую-то одну конкретную вип, потому что с Гарри Поттером меня особо никто не поддерживает, если честно. Но вот мы совместно смотрим танцы. И покер мы вместе смотрели. Мачало, по крайней мере, потом она потеряла интерес, когда Бейбур вылетел. Бейбурешвили молодец, нашвыривал. Потому что они достаточно скучный сезон в этот раз был. И вот флоу — это жаргон танцевальный. На Medium Quality танцевальный проект имеешь на Medium Quality? Танцевальный проект они для ВКонтакте сняли. Винлайн соответственно спонсор этой всей движухи, как и Винлайн спонсор был покера. Винлайн просто выкупает сейчас проекты и все это дело пролонгирует на ВКонтакте. У нас есть хороший российский букер наш. Я посмотрел первый выпуск пока. Посмотри еще и второй. Хорош. Пока все неплохо идет. Мне нравится, как бьются команды. Так вот. Вот женщина, она ищет, если она с этим человеком Ритка, если она нашла с этим человеком ту самую вот эту вот крупицу безопасности, когда она там четко знает, что завтра все будет заебить. Потому что вы так, Линча, хоть сколько вы ерепентитесь, вы хрупкие создания. И вот когда хрупкое создание просыпается с утра и понимает, все хорошо, все заебить. То есть у вас нет какого-то непонятного, нет этого стресса неясного, где сделать то, где взять это, там, по деньгам или еще что-то. Вы просто ощущаете безопасность с этим мужчиной. Все. Есть исключения, конечно, которые даже при наличии безопасности начинают ерепениться, куда-то летят, какие-то находят еще связи неясные, левые. Ну, это отдельные личности. В общем и целом, человеку, который ищет счастье, он ищет его в безопасности, если мы говорим про женщину. Исключительная безопасность. Когда ты четко знаешь, что, закрыв глаза и открыв их, безопасность. Абсолютно плюсовую. Для меня чувство безопасности это тот факт, что какая бы фигня в жизни не приключилась, муж всегда все сделает как надо. Я на 100% в нем уверен и доверяю во всех вопросах. Ну, вам не нужно больше ни хрена. В сексе вы не преследуете идею оргазма. Вам не интересен сам факт. Точнее как, интересен, конечно, было бы неплохо, но кульминация, как у мужика, например, вам не сильно интересна. Это мужику было бы классно. Знаешь, у мужика мужик получает в любом случае 100% если, конечно, не получает, это, видимо, какая-то патология, но у мужика всегда все случается. У женщины не всегда все случается. Но их это не расстраивает, потому что женщина преследует в половом акте немножко другое. Бабусы. Уволиться не может. Никак. Даже тогда, когда контракт закончится. Он учился в военной академии. Он офицер. Они в двойне обязаны находиться там столько, сколько скажут, а именно на его должности даже заменить некому. Поэтому отпуск дают очень нескоро, раз в 10 месяцев вроде. В общем, как-то... В общем, какой-то пиздец. А то, что у вас ребенок дома или то, что он один не считается, надо два, что ли, чтобы он не ходил. Залупа. Че за, блядь, мир? Ничего, женщина должна одна разъебываться, да, здесь. А если она не работает? Заработки, типа, муж должен присылать. Как это вообще... Что делать? Мы в такое время живем, когда это не важно, типа, забирают и все. Бери выше. Три и больше. Три и больше нужно ребенка, трое или больше детей, чтобы его не забрали? Это просто охуеть. Пять вроде надо. Пять это было бы какой-то вообще пиздец. Три вот еще можно поверить. Да хоть десять детей всем вообще насрать. Да, забирают и все. Гриша, расскажи про безопасность той тетки, которая взяла золото по самбо. Так ведь мы сейчас говорим не про физическую безопасность. То, что вы владеете боевыми искусствами или то, что у вас есть ствол, например, и вы его можете легально носить, женщины, это не дает вам чувство безопасности. Я говорю про вот это некая такая призрачная штука, которая внутри женщины произрастает. Это безопасность, которая чуйка, она внутри просто. Это чувство, а не ваш пояс или еще что-то. Вы можете завалить десять человек, но чувство безопасности вот с этим мужчиной это вот эмоциональный какой-то, понимаешь, аспектик. Эмоциональный, он внутренний, ментальный такой, ментальный аспект. И вот когда женщина это находит, все, это победа. Возможно, в этом и заключается любовь, которая, опять же, как цветок начинает произрастать, потому что если безопасности никакой нет, нестабильно, он то есть, то нет, то непонятно какие-то у него настроения, то он пьет, то он не пьет, то он работает, то не работает, это шалопай, короче, туда-сюда, вечно его штормит, настроение у него не то, вдруг он мотивацию теряет, короче, непонятно, что с ним происходит, с этим мужчиной. И когда вот с таким ты связываешься, в безопасности, конечно, там еще и не пахнет. Но что там шевелится возле метлы? Около метлы светильник, как в старые добрые времена, знаете, эти светильники, которые висели, как лампа. Это фонарь. А внутри фонаря он может, я его могу зажечь, а могу оставить, и там будет мандрагора. Бабусы. Мой надеется хотя бы на роды попасть, не то, что в отпуск приехал. Блин, было бы классно. Ибо у них так устроено, один кто-то накосячит, могут вообще в отпуск не отпустить роду. Вот и сиди, думай, когда этот дурак приедет, точка-точка, а говорили ему, думай, нужно ли оно тебе вообще. Так, а он пошел собственными ногами туда, что ли, Энрика? То есть думай. Вот у Свити нет вариантов никаких, он военно обязан, да еще и вдвое. У него, ну, как это, погоны. А твой сам пошел самостоятельно своими ногами, что ли? Суперстранное решение. Не видно ни хрена. Ну, в общем-то, вот он. Вот он. Но ничего, ничего не видно. Вон этот малыш. Вон он светится. Около, около этой. И там внутри мандрагора. Там внутри мандрагора, которая в горшочке растет. Мандрагора. Он эйр. Романтик. Да. Стрим в темноте. В Silent Hill надо так играть. Без, без это, без света. Кстати, надо Silent Hill закрывать, вот что я думаю. У меня есть ощущение, что нужно будет переквалифицировать немножко мои планы и закрыть сначала Silent Hill, увидеть концовку, все об этом понять, а потом начинать Киммерпанк. Сейчас такой бац и весь дом обсветит. Вряд ли. Я собиралась в аэропорт стрим, только начинался, я уже прилетела, а вы еще тут. Теперь буду ждать пересадку. Впереди еще долгий перелет. Спасибо всем за поддержку и всем доброй ночи. Хорошего тебе полета. Блядь, я так скучаю по полетам каким-то, по какому-то движнику, по путешествиям. Мне так этого не хватает. Просто пиздец. Даже просто, знаешь, в какую-то Турцию слетать на 3 часа полететь. Или в Сочи, я не знаю, в горы. Хоть что-нибудь вот такое, понимаешь? Чуть-чуть бы, вот бы, вот бы. Я так по этому скучаю, потому что мы последний раз в путешествиях были ну типа уже год с лишним прошел, полтора, наверное. И уже все у меня уже ломает, потому что я к этому привык. На 3 часа. На 3 часа я имею в виду в самолете. Ты проведешь Нижний Новгород, Нижний Новгород, Турция, ты проведешь в самолете 3-3,5 часа. Пошли в Геншин. Да мы там были уже. Что там делать? В крутке опять смотреть? На чем катаешься? В горах борд или лыжа? Очень долгое время проводил на борде, перешел на лыжи. Бабусы. Последние 2 года. У нас такая ситуация интересная. У меня должны были начаться роды через 3 часа дня. Я должна была лечь в больницу. А тогда как раз началось все. Его забрали за 2 часа дня до того, как родился наш сын. Я ему сообщила, когда он был по пути туда, вот это было обидно. Да еще первый раз увидел сына через полгода. Ты просто какой-то пиздец. Я не... Вообще это... Я не знаю, что. Человек пропускает такие... Ну, надо отдать должное, да? А если бы не он, то кто? Ну что, я пойду? Я вообще ничего не разбираюсь в этой военном деле. По всей видимости, на таких оконках... Понимаешь, здесь надо вот не сопереживать, по всей видимости, а просто жесткий респект откинуть твоему мужу, потому что все те, кто там находятся, даже если они там не на передовой, все те, кто что-то там делают, это пиздец какие люди. Призвали его как срочника, а он решил, что деньги нужнее. Хоть и не на передок попал, но, блин, как будто он бы дома не нужнее был. Надеюсь, правда, это скоро закончится. Вся эта эпидерсия. А, призвали как срочника, а он решил контракт, я по контракту идти. Раз уж все равно идти, лучше по контракту. Ну, как будто... Более рационально, что ли. Но все люди, которые там находятся, это такой какой-то глобальный респект, потому что, по всей видимости, без этого никак. И если у них есть хоть какое-то образование, и они понимают, что происходит, просто, блядь, дай бог здоровья, чтобы вернулись все назад. У меня тоже есть знакомые, которые ушли и не вернулись. В сентябре летала на Кубу, в июне в Таиланд, 14 часов и 9. Таиланд, да. 9 до Тая, 10 даже где-то, до Таиланда. Куба еще больше. А, ну 14, вот примерно так и летают. Но если с Москвы, то без пересадок просто в один ца едешь и все. Куба и Таиланд. Подожди. В сентябре летала на Кубу. Расскажи, пожалуйста, так, в двух словах. Куба. Ну, короче, нормально сейчас там все, в плане там танцы. Они активные ребята? Или все-таки Америка их очень так, что называется, приватизировала, и все стало очень не очень. Потому что Куба при том президенте, который у них был, он умер, это другая Куба. Сейчас то, что происходит, это совершенно другой вайб. На лыжах 17 вариантов катания, а на борде 5. На лыжах 17 вариантов катания. Да какая разница? Ты так или иначе просто либо катаешься, либо нет. Есть выражение, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Да это я знаю. такая тема болезненная. Наверное, я это просто воспринимаю так. Нет, вообще история с тем, что мужик отсутствует. Мужик, отец, муж отсутствует по несколько месяцев, годами может отсутствовать. Страшно. Да еще и нет никакой гарантии то, что ничего не произойдет. Потому что у нас есть люди, которые... это страшно, пиздец, когда они уходят, возвращаются инвалидами. Как тяжело, блядь, как долго это тянется. У меня было ощущение, что это продлится максимум месяц, два, три, я не знаю. Потом поднимут какие-то флаги, переговоры, и все, раз. Кубинцы жизнерадостны. Я знаю. Не знаю, как у них в стране, но эти ребята переживут все с песнями и танцами. Не... Куба далеко, Куба рядом. Встречал кубинцев в Эфиопии в 89-м году. Классные ребята. В 89-м году все было, там был другой президент. Да, очень активные, вообще не унывают. Хоть и живут бедно. Седой проблемки, скудный ассортимент, лекарств вообще днем с огнем не сыщешь. Но люди все равно позитивные, какие-то волшебные. Кубинцы, да, Куба очень безопасная страна даже. Более того, она реально безопасная. В Кубе, наверное, как нигде ценят туристов. тебе ничего не сделают, если ты этого сама не захочешь. Или сам, как правило. Но после смерти предыдущего президента говорят, что там прямо Куба в какое-то отчаяние впала, но это было уже супер давно. Моя мама так плакала, когда узнала, что эти двое умерли. Моя их знала, когда они ползали еще. Были соседями. Классные, но немногие громкие для меня. музыка не затекала никогда. Гриша, тебе когда прислать получше посылку? Гриша, тебе когда лучше прислать посылку? На мое ДР или к Новому году? Я просто собрала тут. К Новому году звучит прикольно, потому что на твое ДР я, возможно, просто не успею конкретно в дату это сделать. А к Новому году у меня хотя бы будет дедлайн, и я понимаю, что это. Если ты что-то собираешь, то Новый год звучит как план. Потому что к Новому году у нас там несколько больших ивентов, будет еще что-то, просмотр фильмов. Туристов просто обожают. В нашем отеле на каждом приеме пищи нас живым концертом встречали. Куба туристов не то, чтобы даже обожает, это мягко сказано, она просто очень сильно их ценит. Туризм на Кубе очень сильно ценится. Потому что в Таиланде туризм стал уже такой достаточно коммерческий, эмоционный. Им почти всегда на тебя... Они жизнерадостные, приветливые, все, да? Но у них есть абсолютный пахуизм в отношении тебя или там еще 10 человек придет. Они им точно так же будут улыбаться. А на Кубе есть ощущение, как будто к тебе конкретно, вот к тебе конкретно к тебе относятся с каким-то неким... Я смотрел про Кубу, что многие кубинцы закупаются на садоводе в Москве и едут обратно на Кубу и продают уже у себя очень дорого. Может быть такое, да? У них же нет ничего. Это очень... Это супер бедные страны. Египет... Вот если вы поедете в Египет в ближайшее время, я не знаю, что вы там будете делать, потому что в Египте по большей части сейчас делать нечего. Египтяне охуевшие. Ребята, которые местные, занимаются туризмом, они просто охуевшие. В Египте, ну я не знаю, как было раньше, но сейчас это самая попрошайническая вообще страна, самое попрошайническое место ever, блядь, в туризме. Они просто попрошайки. Таких попрошаек, которые просто тебя доебывают. Я не видел ни в одной стране. Египет самое попрошайническое вот это место, которое просто докапало, потому что к тебе подходят все подряд. Дети, взрослые, неважно кто. Это безработные, бездари, просто какие-то ребята неясные. Их дети, трех-четырех-пятилетние, которые продают какую-то просто ахинею. Понимаешь? Пирамиды, которые там находятся, там есть... Мы же там зачем едем? Посмотреть Красное море, потому что оно охренеть какое красивое. И пирамидки посмотреть, потому что это чудо света. Так вот, блядь, чудо света в итоге все в говне, рядом с обосранными верблюдами, которых не кормят, пиздят палками, и с непонятными оголодавшими собачками, кошечками и тем же самим египтянами, которые на этих парамидах вот так вот лежат. Вот весь Египет. Увы, это уже несколько лет происходит. Я даже не представляю, что нужно сделать этому месту, чтобы оно вернуло себе туристическую зону. Потому что ковид и закрытие гранит все уничтожило. Все! Весь туризм. В Египте так точно. На Кубу надо ехать точно без жены, если ты понимаешь, о чем я. Ничего, я не понимаю, почему я должен без жены ехать на Кубу? Жена на Кубе научилась танцевать звук и румбу, потом приехала сюда и мы изучали с ней бачату. Для этого же из-за этих вот ее увлечений танцем мы начали изучать бачату как социальный танец. Я к этому не сразу пристрастился, но мне очень понравилось. И базовые шаги я выучил, и элементы. Потом мы на основе бачата создавали танец для новобрачных, для этого, для свадьбы. А почему без жены надо ехать? Потому что там есть какой-то непонятный секс-туризм. Так, блядь, Куба это не та страна, где есть секс-туризм. Секс-туризм это Таиланд, а не Куба. Это во-первых. Во-вторых, это просто не про меня. Вообще. Я далек от этих левых движух. Даже при очень сильно большом желании и увеличенном тестостероне я всегда буду предпочитать своего человека, нежели какой-то левый В какой-то момент я просто все понял. Мне стало неинтересно. И ты ищешь просто одну партнершу на долгое время и с ней развиваешься в этом отношении. Вот и все. Нет никакого прикола менять партнерш или партнеров, потому что в общем и целом все сводится к одному. К сексу. Если вы хотите развиваться в этом отношении, вам нужен просто ваш человек и все. С такими же там, не знаю, хотелками. Это гораздо интереснее развиваться вместе, нежели найти какого-то непонятного, какую-то развратную женщину и что. Сделай свою классной. Сделай своего мужа классной. Это работа друг над парой. Мне всегда было интересно именно это, а не секс-туризм в каких-то непонятных местах. Не то, чтобы я этим не промышлял, понятное дело, что и было, когда я не был женат и в паре ни в какой не был. Был момент, когда я вел огульный образ жизни. Свободный человек, который что называется, на любую это, на любой звонок мог подскочить, да, сам мог вызванивать, но это, наверное, было в каждом, у каждого, ну, у каждого период такой жизни был. Когда вы свободны, вольны выбирать, делать что-то. По звонку. Ну да, ну о чем мне скрывать? Да, по звонку приезжал, ехал куда-то, сам пытался каким-то образом вывести все это на, писал и бывшим, и будущим, блядь, и нынешним, я не писал только занятым девушкам. Никогда, никогда. Я всегда осуждал эту хуйню, когда кто-то лезет в отношения, пытается отбить человека, типа, она меня больше любит, она там с ним, она с ним не счастлива, со мной будет счастлива. Это все никогда нормально не кончалось, я это очень сильно осуждал. Никогда, блядь, чтобы хоть какой-то полузанятый или хоть немножечко женщина, у которой есть какие-то наметки в отношениях, не дай бог, брак, дети, нет. Ты что, нам не писал, да мы даже знакомые, да даже думать о том, что каким-то каналом буду на ютубе заниматься, или там где на Твиче, даже близко мыслей таких не было. Отбить человека невозможно. Ага, да, расскажи мне. Расскажи мне, что невозможно отбить. Ко мне приходили уже, грубо говоря, чтобы я отбил весь такие стрёмные истории, когда люди приходили, девочки, которые особо сильно не хотели со своим молодым человеком быть уже там сами с мыслями на... Невозможно отбить. Ну невозможно, хорошо. Я же не буду вашу парадигму рушить. Я в своём мире жил. Там было всё не очень прикольно. Иногда. Иногда приходилось... Не приходилось, ты просто говоришь, что так, знаешь что, иди, возвращайся к своей семье, мне неинтересно. Этот разгул по клубам и Таиландам у мужиков часто бывает, когда достигаешь периода кризис среднего возраста, и жена тут ни при чём. Кризис среднего возраста не пойдёшь ты ни по каким клубам и Таиланду. Кризис среднего возраста это максимально депрессивный период жизни, когда ты сомневаешься, можешь ли ты вообще по клубам в Таиланде расхаживать. Когда ты шастаешь по клубам в Таиланде, ты нихуя не в кризисе находишься, ты находишься в охуенном здравом настроении. Те, кто называют депрессией вот эти вот огульные образы жизни, это не депрессия, это просто свобод... далеко. Кризис среднего возраста и депрессия это когда ты просто не можешь даже встать, блядь, чтобы что-то сделать. А человек с помыслами о сексуальных похождениях где-то тусуется, кризис среднего возраста так не формирует. Нет, он так не проявляется. Это разные вещи. Опять же, это есть у многих людей, что мы тут... Мы, не знаю, в праведников играем каких-то или что? Ходят и ходят. Если человек свободен, он может иметь право делать, что захочет. Потому что если дама не против, как говорится, сучка не захочет, кабель не скочит. Сколько раз я встречал таких вот историй, когда тебе даже делать ничего не надо, тебя просто берут за ручку и говорят, пойдем. да, это не у всех, но зачастую там многие говорят вроде надо за собой следить, надо это делать, то делать. Да иногда ничего не надо. Иногда надо оказаться просто в правильном месте в правильное время. И все. И тебе везет. Кризис среднего возраста это пересмотри фильм полеты во сне и наяву. Да не то же, это не так формируется. Причем здесь кризис среднего возраста и фильм с книгами. Во-первых, кризис среднего возраста это у каждого индивидуальная история. Он произрастает очень долгое время, просто в какой-то момент щелкает у человека. Потому что иногда люди ломаются даже не вовремя, что ли. Он еще молодой, столько энергии, столько сил, столько всего есть у него. И вроде и ресурс есть, а он взял и сломался. И непонятна причина, потому что многие люди себе не копаются. Они не задают вопросов, они боятся идти к психологу, они боятся подписаться на Бусти, они боятся делать многие вещи, чтобы познать себя. Они думают, что они могут прожить эту жизнь, просто быть Иваном, который там, не знаю, 90-го года рождения, без самокопания, без вот этого вот, знаешь, я Андрей, я красавчик, я родился в год обезьяны, но мне похуй, потому что я в это не верю. Ну не верь, хорошо. А то, что ты полностью по повадкам схож с обезьяной, и то, что ты делаешь полностью те вещи, которые делал бы макака, тебя это не интересует. То, что ты упертый, как баран, мы с тобой невозможно разговаривать, потому что ты овен. Ну конечно, просто у тебя темперамент такой, у тебя такой характер тяжелый. И то, что ты не любишь рассольник, не потому что суп невкусный, а не потому что тебе бабка его вылила нахуй в детстве за шиворот. Ты в этом не хочешь копаться. Тебе проще сказать, что суп невкусный. Хотя суп-то вкусный, ты просто помнишь, как бабка вылила тебе его за шиворот. Да? И вот многие вещи эти никто не раскапывает. А ведь много во всяких болячках, болячек, замков у людей есть, у женщин, у мужчин, неважно у кого. Все это должно предаваться. Мы взрослые-то для того, чтобы задавать себе вопросы и отвечать на них самостоятельно. У нас есть деньги и ресурс, и время, и связи. У нас есть все для того, чтобы решить свои вопросы самому. Нам никто не поможет, ни мать, ни отец, они уже вообще им всем плевать, они свою жизнь. Живут и, дай бог, счастливы. Надо самостоятельно разобраться, что с нами не так. А у нас у всех есть проблемы, у всех досконально. Вы думаете, я со всем разобрался? Да, сейчас, блядь. Моя основная задача это не переложить свои страхи и комплексы на детей. Все, на основном меня просто насрать. Мне главное, чтобы у детей не было то, что у меня, то, что со мной произросло в моем детстве. Я понимаю, что им испортить, что называется, их душеньку еще жизнь сама их там всему научит. Моя задача как родителя не обосраться, потому что есть вещи, которые я пытаюсь исправить в своем воспитании, потому что у меня там, например, этого не было. Ну, это многие вот родители делают, когда в детстве им что-то не достает, например, они говорят, ну, у моего-то ребенка все будет. А в итоге ты ребенку даешь все, а он неблагодарным вырастает и думает, что ему все можно с золотой ложкой. И вот палка о двух концах. Лучше бы, сука, ничего не было у тебя, и ты бы вырос таким, как я, со стремлениями, чем бы ты сейчас въебываешься, ходишь с 13-м айфоном и говоришь, пап, дай денег. Приходишь только за бабками к отцу, потому что привык к этому. Ну, короче. И вот иди, ищи эти грани, да, где ты можешь правильно поступить, а где неправильно в воспитании своих собственных детей. Моя задача сейчас даже не перебаловать ребенка, а просто не переложить на него свои комплексы, свои страхи, которых у меня все еще есть, все еще много, все еще есть над чем работать. Да, большая часть из них уже излечена, я и вырос ментально, и есть какая-то стабильность, при том стабильность такая, что мне в общем и целом, ну, я с обществом общаюсь на таком, ты уже. Нет заискивания, я не пытаюсь кому-то сильно понравиться или не понравиться, я не пытаюсь выпячивать себя или, наоборот, скрывать какие-то свои слабые стороны. Все больше становишься собой, ведешь себя так, какой тем, кем ты являешься, не особо пытаясь науськивать, ты просто присматриваешься. Можно ли себя вести так или с этим человеком? Нельзя. Можно ему доверять или нельзя? Я вот слегка переоцениваю какие-то определенные отношения, потом разочаровываюсь, потом вижу, что человек явно не хочет там в такие близкие отношения вступать. Я иногда, я зачастую, наверное, даже доверять начинаю людям быстрее, чем... Как объяснить? Быстрее, чем человек становится достойным этого, что ли. А я наивный. Я полагаю, что, ну, никто этим не воспользуется, но, в общем и целом, когда ты... Мы с Катей с Лесной разговаривали на эту тему, если ты не спишь, привет тебе. Но мы с ней разговаривали на эту тему, и я вывел эту аксиому давно уже. Если вы состоялись как люди, вы просто поймите, я, может быть, разговариваю сейчас с одним из вас, если вы состоялись как люди, у вас есть финансовое благополучие, вам не нужно думать о сегодняшнем дне, и, возможно, на несколько лет вперед у вас есть благосостояние и понимание, где достаются деньги. Вы образованный человек. Вы понимаете, где достать деньги? Без чьей-то помощи. Вы ни на у кого ни на изждевение не живете. У вас 100% есть финансовая независимость. На ближайшие годы, неизвестно, что будет через 5 лет, но вы четко знаете, что вы независимы от этого. В этом плане у вас все в порядке. И у вас есть пара человек, 2-3, за которых вы прямо реально порвете, даже если они будут неправы, плевать. Это будут люди, за которых вы будете уничтожать. Возможно, вы вгрызетесь и их не так много. Пара-тройка человек. В общем и целом, когда вы доходите до этой стадии личности, роста, вам становится насрать. Насрать на всех, на все, на любые обстоятельства и на любых людей, которые пытаются расшатывать вашу ментальную систему. Вот чел, который у Макса на трансляциях тусуется. Меня больше не он раздражает, а позиция Максима, который ничего не делает. Боясь, по всей видимости, обидеть или сделать что-то не так. У нас, вы знаете, мою какую-то эту, да, мое решение по этому вопросу. Если бы такое было, здесь было бы, здесь было бы уничтожение. И это, возможно, неправильно, но я в итоге втаптываю в грязь человека, который не уважает ни сообщества, ни меня, ни в общем и целом мир, который считает себя пупком земли и думает, что ему все можно. Нельзя. Не здесь. Потому что я не буду, как это, мириться с тем, не, ну, это несправедливость, что ли, когда человек приходит и начинает всем тыкать какие-то непонятные диагнозы ставить, которые вставились в том чате. Я туда больше никогда не вернусь, по всей видимости. И Маша это знает. Я не вернусь на те трансляции. Так вот, в общем и целом к людям начинаешь относиться и к обществу в целом. на такой пахуистической ноте, потому что ты состоялся и ты понимаешь, что от вот этого вайдоса, который сейчас между вами происходит, твоя жизнь никак не изменится. И ты, что-то тебя, тебя что-то не устраивает, пошел нахрен. Тебе что-то надо и ты иди нахрен. Идите все в жопу, потому что ваше там, я не знаю, когда тебя что-то пытаются вменять, пытаются тебя науськивать, тебя пытаются, я не знаю, доказать тебе что-то, ты просто стоишь и говоришь, ладно, ты готов со всем согласиться, потому что тебе просто плевать. Это ничего не поменяет. И вот когда человек состоялся, он все чаще, зачастую, становится таким похуистом. И кажется, что ему ничего не интересно. На самом деле, ему интересно все, что касается его вот этого вот маленького мира, который он очень сильно оберегает. У этих людей есть два-три человека. Есть работа, есть деятельность. И вот этого хвата, и вот этот маленький эко-мир, они его охраняют, и там они уничтожат. А внешние обстоятельства зачастую просто посылаются, они не реагируют на это. И я не хочу возвращаться на это. Ну вот, увы. Последний раз донат кинула и вышла. Франк не смогла. К сожалению, я не знаю, что двигает Максим Маратович. Что двигает Максим Маратович, чем который не проявляет. Я не знаю, что это. Это должно быть, наверное, что-то такое мужицкое. Что-то из разряда самоуважения, что ли. Я бы такое не терпел еще на старте. Это очень давно уже просто тянется. Поэтому меня там и нет. Я не знаю, есть ребята, которые приходят, туда ждут. Но я там вряд ли появлюсь. В ближайшее время точно нет. Немножко поздно, но про кого речь? Мы в общем и целом разговариваем. Про в общем и целом. Просто часто начала интересоваться вот свободный период для парней. Это окей. А для девочек это что-то заоблачно плохое. Но если поставить перед фактом, может, девушкой хотят закрыть потребности свои же, так и мужчины все. Вы сейчас про что говорите? Что типа, когда мужик ведет... Вы сейчас про что говорите? Что мужик ведет огульный образ жизни. Типа это ок, он самец, а девушка, когда делает то же самое, то это типа сразу ше-бе. Я не думаю, что это вас должно очень сильно ебать. Если честно, кто отчетом о вас думает? Если вы закрываете свои сексуальные потребности, не влетая в какие-то странные отношения, я не понимаю, кому есть до этого дело. Никому. Разве что вы сами так о себе думаете и вдруг решили, что общество вас осудит. Нет? Мужик с такими намерениями тоже не сильно как это важная птица. Потому что любые такие попытки огульно жить, они все равно рано или поздно заканчиваются плачевно. В итоге ты просто разочаровываешься. У меня знакомых куча таких, которые разочаровались в людях, в жизни, в себе. У них было столько, так скажем, связей, да, вот этих вот случайных, что уже на не случайную, а на закономерную и на осознанную они не способны. У них нет этих эмоций, потому что они их просто сожгли в процессе, когда занимались вот этим. Легкий секс, ну вообще, в принципе, легкую, так скажем, вот эту вот легкую гулянку, да не так сложно и раздобыть, достать, я не знаю, этого добра вот люди все хотят. Потому что это как руки помыть, поесть, это то, что всегда хочется и нужно. Просто в процессе ты понимаешь, что это не самое важное, что есть в жизни, это основополагающее, конечно, но не самое важное, что есть в жизни. Но без этого не получается. Семья и все что-то у ребят, которые там шляются где-то. Просто для того, чтобы не заниматься ерундой, да, там, не заниматься какой-то непонятной игрой в семью, игрой в отношения, игрой, 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 нахрен это нужно, если есть возможность не ебать друг другу мозг, не обременять друг друга отношениями и, что называется, при помощи другого человека, которому тоже, ну там, вы приятны друг другу, почему бы и нет. Куча фильмов на эту тему снято. Секс по дружбе, опять же, есть такая история. Кого должно вообще каваловать, что вы делаете в этом плане? Натальную карту смотреть будем? Нет, мы сегодня не посмотрим никакую натальную карту, она два часа идет. Натальную карту отдельно посмотрим, в любой другой момент. когда ты включаешь пахуизм, это просто какой-то метод защиты. А то, что качает, тебя достанет попозже. Ты даже не будешь осознавать, что качнуло. Почему включаешь пахуизм? Ты не включаешь пахуизм. Когда ты реально сформировался, ты его не включаешь. У тебя сам мир по-другому ощущается. Тебе просто плевать. Ты его не включаешь. Когда ты это делаешь намеренно и играючи, то есть ты, грубо говоря, пытаешься эмулировать крутого человечка самодостаточного, которому на все плевать. Эмуляция — это игра, это не считается. Он сам собой приходит. Когда ты сформировался, ты начинаешь защищать тот сформированный маленький мирок. Ты защищаешь тех людей, которые были с тобой на старте. Тебе не интересны новые люди, которые видят твой финал, твой триумф. Потому что ты уже сформировался, и ты вдруг засиял, и тебя вдруг заметили, и вдруг хотят в твое общество, вдруг эти люди хотят очень сильно с тобой познакомиться, дружить, ты им становишься интересен, и ты задаешься вопросом, а где вы нахуй были, когда я вот, ну там, я только карабкался, вас же не было рядом со мной, а были другие люди. И вот тех самых людей, которые были с тобой с самого начала, ты их очень сильно оберегаешь, пытаешься с ними все больше взаимодействовать и все меньше с новыми людьми. Ты новым не доверяешь. Ты думаешь, что эти новенькие, которые пришли уже на финальный такой итог твоей личности, они хотят только отнять у тебя что-то. Или ты им интересен из-за каких-то внешних факторов, потому что у тебя есть ресурс, появились деньги или еще что-то. Тебя вдруг заметили. Это закономерно, что ты попадаешь в другое общество, когда немножко возвышаешься. Но человек зачастую немножко по-другому мыслит. многие просто ищут удобного партнера для жизни, чем-то жертвой малым в угоду большего в отношениях. Удобного партнера для жизни. Так он должен быть удобным. Ваш партнер должен быть удобным для жизни. Это нормально. У вашего партнера, как ни парадоксально, должно быть гигантское количество вот этих вот качеств. удобство для женщины это безопасность. Потому что мужчина рядом с женщиной не ищет чувство безопасности. Ему это не нужно. Мужчина рядом с женщиной ищет немножечко другого. А женщина прежде всего ищет безопасности. Вы несколько закрываете своих каких-то потребностей. У вас должны быть чувства. Вы на чувствах, на инстинктах на каких-то живете. И вам надо закрыть чувства безопасности, чувства каких-то определенных долго. Ну, в общем. Гриш, у тебя возрастная паранойя, это нормально Гормон дружбы с возрастом сокращается Поэтому старики Все подозрительный и закрыт У меня возрастная паранойя? Диагноз в интернете поставили Всегда мечтал об этом, ну ладно Вы не понимаете, сколько мне лет на самом деле? Ему 24, это нормально Ладно, у меня возрастная паранойя Я даже не знаю, что это Это какая-то опять хрень Новая фигня из интернета? Какой-то диагноз из сайта Психотерапия бесплатно По 20 минут в день Как 24? 20 уже было Нет, мне 24, ментально мне 24 года Но это я опять же определил Это даже ни разу не тестом сделано И не психолог мне поставил этот диагноз Я сам для себя определил, что мне 24 года Я примерно даже знаю, почему так Это даже не так сейчас важно Важно, что 24 года — это мой ментальный возраст Хотя я начинаю уже, наверное, задумываться, что я подрос чуть-чуть Мне тоже 24, но, увы, смотря на детей, понимаешь свой возраст Ясно У меня возрастная паранойя Надо будет потом посмотреть, что это Но вряд ли я буду это делать Я думал, мы одногодки с Гришей Нет, мне физических моих лет, реальных, это 32 года Но на 32 я не тяну Даже 30-ки нет Но экзамены до 30 лет я свои сдал И поэтому, если мы говорим про бодиграф И про то, что я генератор 6.2 Двойка у меня работает как никогда правильно Мой отшельнический образ жизни Отшельник У меня начал работать ровно с 30 лет Когда я сдал В кавычке, берем слово, экзамен Моей ролевой модели Потому что у меня была У меня ролевая модель отшельник Моя ролевая модель Она отработала себя ровно до 30 лет И последние два года У меня активненько, прям по бодиграфу Отшельник И я несказанно этому рад Потому что это прям правильный Правильное позиционирование мира Которое я сейчас вот для себя определил Мне нравится такое Мы же вот паспорт на замену отдавали, забыл Ага Опять что-то про перфораторы и генераторы Где мои 32 года? Гуляй, Григорий Куда гулять? У меня двое детей, жена И куча Как это называется? Куча Обязательств Ответственности Ответственности Но для 32 лет Я не знаю, о каких гулянках вы говорите Поэтому Отважный был комментарий по поводу Ехать на Кубу без жены Наверное, моя политика О жизни далека Далека Я квадробер Генератор Я карбюратор Ну вы что, не знаете? Ну ладно, сейчас будем разговаривать Еще про генераторы и этих Нет Я человек И мы Что и мы? Мы в одной палате лежим А как же мы? Что и мы? Я никак не пойму Что, что? Я карбюратор В смысле, гуляй радующей жизни Ну а я чем занимаюсь? А, у тебя жена, дети И мы Я понял И куча ответственности А, и мы Я хотел сказать И И задумался И куча ответственности А вы добавили И мы И мы Он же помнит о нас Нас не приняли в мы У него жена, семья Да И мы У тебя еще есть мы Ну когда вы денетесь От меня А я от вас Вы уже, блядь, настолько Скрипили нас Как сиамских Сиди мне Не от этого Уже я даже веду себя Иногда как это Как сволочь последняя А вы все мне Все мне прощаете Надо иногда Меня носом ткнуть Куда-нибудь Хотя ладно Я сам себя ткнул носом Недавно Не недавно Но уже сколько времени прошло За этот анонсированный Конкурс За баллы канала Да Мы как миньоны Булочки такие И так же разговариваете Как они Сколько времени-то Полтретьего Ну чего Спатеньки Баушки Рванули Да Прикольный день Ни хрена мы, конечно Не поиграли ни во что Не в Симс Ну Геншин был Ну ладно Это было весело По крайней мере Хрен с ним С этой девочкой Банана Катюша Пасту Дай попробовать Потом расскажешь Какую Добряночку мою Что есть Дай попробовать Дай бог Ей останется Что-то Дай попробовать Дай бог Ей что-нибудь останется Хотим полноценный Симс Я думаю Что это отдельным Стримом будет Да Это будет Отдельной трансляцией Я могу Конечно Сейчас Навыебываться И показать вам Показать вам Решейт Там Домик Все дела Ну типа Сколько это Может продлиться Минут 7 А потом спать пойдем Вы со спокойной душой Что дом достроен Пойдете спать Университет Ну сначала надо заселиться Показывай давай Ладно Давайте Домик в Симсах Посмотрим Чтобы вы были в курсе Типа всех событий Домик И как выглядит Джешейт Который я накатил Внешне И спать Мы согласны Ну все так-то Ладно Была надежда на Бранта Бранта Отдельной трансляцией И явно не сегодня О чем речь Какой Бранта Последний Бранта Был супер большой Надо немножко отдохнуть Людям дать возможность Хотя бы досмотреть Я и так понимаю Что Стримы по 6 5 4 часа Потом они еще меняются Silent Hill Бранта Sims Еще какой-то Сейчас проект Подключать Вот я Переживаю на тему того Что Вот на данный момент Надо Начинать Киберпанк Я думаю Что киберпанк Надо начинать Когда закончится Silent Hill Надо взять новинку Да пройти ее И вот тогда Брать Киберпанк Чтобы активненько За него взяться И продолжать читать Бранта Хочу 5 часов Кайфа с Бранта Там еще прилично Сидеть Не переживать Как будто Пора уже киберпанк Киберпанк Пора было уже Знаешь сколько Месяцев назад Месяца 3 Я его прямо Я его прямо Супер сильно Протащил Это неправильно С моей стороны Я согласен Да Но типа Как будто Надо закончить Какой-то Определенный проект Но киберпанк Это вот история Типа Это идея Это история Двух недель Недели Дней десяти По-хорошему Закончить бы По-хорошему Закончить бы Так Давайте Какой-нибудь Может быть Звук здесь Включим Я не знаю Закончить бы Вот Silent Hill Закончить бы То есть тебе не кажется Что завал по времени Ничего не успевается Мне? Нет Не кажется По каналу имеешь ввиду Или по моим Каким-то Типа жизненным этим По жизненным Моим показателям По моей В общем и целом По моему Лайфстайлу У меня все нормально В графике Я молодец Зал Несколько раз Играм и стримам Да он Всегда был Я Я Приверженец Такого правила Сейчас Что лучше Хоть Ну Даже такой план С завалами По играм Когда мы четко знаем Что на перспективу Двух-трех месяцев У нас есть Несколько проектов Которые появятся На канале Это лучше Чем Неизвестность Неизведанность Непонятное что-то Непонятно Что мы будем играть Какой план на канал Какой план на будущее Что вообще Появится Не появится Возьмем этот проект Не возьмем его Лучше То что есть сейчас Да С какими-то долгами Когда все протягивается Чем неизвестность И неопределенность По ощущениям Так комфортнее Потому что есть Есть полноценный план Просто вопрос Когда и что Появляется на канале Короче Вот этот Вот этот стрим Ой Как это называется Этот сим с G-shade Вот то Как это сейчас Вот выглядит Да То как сейчас Это выглядит Это какой-то Лут Накидан Да Если вы понимаете О чем я Это определенный Какой-то лут Накидан На На саму игру Сама игра Немножко перекрашена У нее тени добавились У нее добавилась Какая-то огранка Плюс добавилось Несколько таких вот штучек Которых Невозможно Которые невозможно Надо еще громче Сделать игру Невозможно сделать В настройках По графике В самой игре И поэтому существует Вот эта вот история С G-shade Да Там G-shade G-shade он называется Оп А я расстроился Там кто-то помер Но это не важно Мы с этим потом разберемся Сам дом И вот как это выглядит Внешне Если посмотреть Весь свет Каким-то образом Он вообще по-другому Стал реализовываться Немножко Вот даже по свету Да Если убрать G-shade какой-то То есть вот например Как эта штука называется Вот раз Да Вот эта штука Если убрать его полностью Смотри Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык Обычный Вот это обычный Sims Чик-чик-чик-чик-чик Это не надо делать Вот BlumArt Убираешь Здесь куча всего Куча настроек Но это все конечно Можно ручками поднастраивать Но в общем и целом Снижение вот этой вот Контрастности Немножко больше Точки черного Опору делаешь Плюс добавляешь Зернистости И оно приобретает Вот некий такой Некую такую Атмосферку Слегка Короче Более что ли Ругает Летюша Катарсис Алексей Летюша ругает Я слышал Я слышал отрезок костра Да Сам огонь И вообще В принципе Все модельки С тенями Они немножко по другому Они немножко по другому Выглядят Ковер И вообще Вся эта движуха Начала выглядеть Слегка иначе Да Зелень Как будто бы это Плюс Очень хорошо прорисованные Некоторые детализации Объектов То есть вот Вот этого не было Если убрать все это Он будет более светлый Этот пенек Чем то Как он Сейчас выглядит Окно Резкость Четкость Текстур То есть все это дело Слегка выкручено Так скажем Да Вот Есть вещи конечно Немножко пережатые Например Насыщенность красок Есть вот ощущение Что огонь Слишком оранжевый Зелень слишком зеленая Коричневый Слишком коричневый Я возможно Чуть попозже Когда будет у меня сравнение Я это Подкорректирую Но в общем и целом Мне нравится Как выглядит сейчас свет Да Обрамление по свету Очень прикольно Выглядят именно лампочки Откуда свет падает И как он вообще Здесь Что называется Ну Как он Как он разбрасывается По Разбрасывается По 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 Помещению Это мой этот Великолепный Как его зовут Амбарчик Да Там у меня Мои куры Спят Сохраняться сейчас не буду Потому что их надо кормить Еще что-то Здесь у меня старая Дикие птицы Утки плавают Зима начинается Кстати снег пошел У вас У вас вы говорили Тоже снег пошел Вот И в общем и целом Краски немного Понимаешь Они немножко краски увеличились Есть конечно Не особо Естественные тени Потому что Есть вот тени Которые отбрасывают Объекты Они не особо Естественные Они не особо Что называется Реалистичные Но их можно тоже Подкорректировать Просто нужно всегда Помнить что это Все таки игра И ты не можешь На все вот на это Набросить Какую-то Какую-то текстуру Чтобы выглядело Все как В игре Инзой Да Потому что Инзой на другом движке На более обновленном А здесь приходится Костылями Что-то тут Прикручивать Литушку Злится что-то Катарсис Алексеевна Повсюня Беременна Она походу Сейчас еще одного Малыша Мне тут родит На следующей трансляции Он жрет На ночь жрет Жрет Беременный Жрет На ночь жрет Конечно Жерт Набросит Что ты не одна Там внутри Тысяча Человечек сидит Ох я помню Эти моменты Сука Ананас с огурцами Вот эта вот вся хрень Уже снег выпал Да-да Зелень очень зеленая Яркая Я согласен Да Есть немножко Пережатый цвет Насыщенность И контрастность Есть над чем работать Но в общем целом Я хочу какой-то свой пресет А не использовать Чужой с интернета Хочется что-то свое Нащупать А отопления нет Поэтому в шапке Дело не в этом Она в шапке Потому что они не переодеваются На самом деле Есть мод Который я поставлю попозже Для того чтобы Они раздевались Автоматически Заходя в помещение Даже если Наступила зима То есть наступила зима Есть мод Который раздевает Симов автоматически Когда они входят В любое помещение Это охуенная штука Которая добавляет реализма Чтобы тебе не переодеваться Типа нажал Убрать наряды Раздеться Сменить одежду И ты там сам ее меняешь Это не так должно работать Ну то он переоделся Молодец конечно Красавчик Но в общем и целом Есть мод Который Самостоятельно меняет Одежду Когда ты Входишь в помещение Кафешка Или еще что-то Мод Раздевающий Симов Знаем такой Но не то что раздевающий Просто вот она Подбежала например К камину На ней свет Немножко по другому Упал Вот видишь она Игра со светом Здесь лучше стала На оригинальном Симсе это нет На оригинальном Симсе Летти была бы просто Светлая А она На ней свет Переливается Вот видишь она пробегает Вот свет Хоп нет света Короче игра вот с этим Освещением пошла Хорошая И это вот опять же Все еще G-shade А с кроватью так работает Но у меня два варианта У меня есть мод Который добавляет поцелуи Но я не особо Шарю как он работает Потому что вот Кто тут отжимается Анастасия биполярная Дай попробуем ее Мило извиниться Во-первых Извинимся перед ней Биполярочка Здорово Увлечения питомца Какие-то нарисовались Я в туалет хочу походу Да Скоро поссать Ладно И вот здесь вот Я какой-то мод поставил Но я его еще не использовал Давайте может быть Сейчас это проверим На реалистичные поцелуи Отношения Это не то Романтика Флирт А у меня нет У меня У меня Григорий Сильно грустит И не хочет этого делать У меня проблемы Попробовать пофлиртовать У меня отношения хуевые А вот нормальные У меня по мудлетам Была какая-то залупа А сейчас я могу целоваться Другие варианты Романтика Вот, да, могу Первый поцелуй Поцеловать руку Так Давай попробуем Просто первый поцелуйчик С ней организовать С биполярочкой Пока она тут спортом занимается Красивая, кстати Прикольненькая Попалась Но Самое хреновое Что я этот сейф Не сохраню То есть вот эти отношения Не сохранятся Очень жаль Но я с ней это В туалет хочется, конечно Пасать бы, конечно Сейчас Сексапильная поза И вот здесь И вот здесь где-то Должен быть Мод на эти вот Поцелуи Заигрывать Где-то здесь Должен быть Прям Значить ребенка Поцеловать Подомелой А вот где эта штука Вот его нет Он не работает Или не включился Я не знаю Заняться в уху Должен быть поцелуй Который Более реалистичный Они прям типа там Трогают друг друга В засос У них Немножко по-другому Анимация даже Прорисована Может быть я ошибаюсь Я его поставил Но вроде как это Держаться за руки Больше романтики Может быть нужно Не знаю Если они целуются Вот так уже сейчас Вот здесь Вот в этом процессе Им уже хватает У них должна быть У них должна быть Эта история Что типа вот здесь Открывается В физической близости Другой поцелуй Здесь должна быть Другая ветка В Викиде тоже хорошая У меня есть этот мод Вот у меня он Либо не работает Либо я не знаю Что с ним А она уходит Мне и правда пора Видишь она уходит Жаль Я стал романтичным Но проблема в том Что Проблема в том Что он почему-то Не открывается Вряд ли нужно Больше романтики Он у тебя не работает Там в романтике Будет другая вкладка Вот я про это и говорю Он скорее всего Просто выключился Или не работает Что куда более вероятно Видимо либо конфликтует Мод с чем-то Либо я его там Не включил Либо он вообще В папке так и остался И я его просто Не подрубил Я видел что в папке Другой этот будет Не в папке В отношениях Другая история Канун нового года У нас будет Кстати следующему разу Надо будет елку наряжать А ну-ка пойдем Раз уж мы здесь А ну-ка пойдем-ка Вот сюда вот зайдем И украсим дом Выбрать праздничные украшения Я хочу украсить Украсить изгородь Нет Карнизы и праздник Так Мне надо Я хочу однотонные Пусть будут вот белые Уже украсил он Или еще нет А вот он только идет Ну-ка Так Выбирай Вешай Вешай Новогодняя украшенница Ну Снег идет Как красиво Включай Включай фонарики Хочу фонарики Сука Новогодка О-е-бой Наконец-то повесил Придурок Он не конфликтует Ни с чем Скорее всего Неправильно из архива Этот мод вставил При скачке Либо мод сам сломан Смотря где скачал Ясно Ну разберемся По крайней мере Я знаю о его существовании Я знаю о том Что я планировал Его поставить Вот Короче При свете дня Вот такая вот история Да вот Ну короче Мне понравилось просто Как это выглядит С G-Shade Потому что Стало более реалистично Что ли Как будто бы Стало более Правильно В плане теней Да Они немножко выключены Есть может быть Немножко пережатые Текстуры И резкость Но Это интереснее Чем Вот если вообще Все выключить Убрать вообще Весь этот прикол Квартира просто светлая Становится Вот даже Ни сглаживания Нихуя нет Как будто Интереснее Вот с этими галками Играть С лутом И с тенями Он немножко По вайбове Выглядит Заказать Симс Три часа ночи Роковая ошибка Да нет Сейчас выйдем Ясно Поэтому Следующий Симс Будет плюс-минус Вот с таком Вот этом Есть еще У меня история Что я хочу Убрать При наведении Вот эту белую рамку Я хочу Вот это вот Все это дело Скрыть Нахрен Чтобы объекты Никак не обводились Потому что я знаю Какие объекты Кликабельные Какие не кликабельные И просто Убрать Обведение Белым Белым фоном Вокруг Вот этой вот Всей хрени Плюс я хочу Убрать Над симами Неясный Вот этот вот Мудлет Нахер он тоже Не сдался Они будут Как реалистичные люди Ходить Без этого квадратика Над башкой Просто люди и люди Без квадратика Без ромбика Этого Симулета Или как эта хрень Называется Чтоб его не Произрастало Над головой Будут Как это Мудлет Можно убрать Через викет Я знаю Да Можно Через Либо командный Центр убрать Либо через другие моды Вот его хочу Убрать Дальше есть идея Так Про обводку этих Я сказал Про поцелуи Сказал Про вот этот вот Обнимашки Во сне Есть короче Если ты с кем-то живешь И вот у вас там был Не знаю Романтический какой-нибудь Вечерочек И вы можете просто И тут добавляется Анимация обнимашек Когда вы спите То есть вы не просто Спите порознь Вот так вот В кроватях А вы начинаете Действовать Как типа Муж-жена Или просто Я не знаю Как партнеры Начинаете обниматься Обнимаете там Сзади партнера Или там Девушка ложится К тебе на плечи И вы засыпаете вдвоем Это выглядит очень реалистично Такой мод тоже есть Который добавляет эмоции Подобного рода Есть еще Моды с разными Приколами На реалистичную готовку То есть вот Чтобы он не готовил Какие-то непонятные Да там Подать завтрак Не знаю Омлет Допустим Омлет еще хоть куда Но есть вещи Которыми мы пользуемся В реальной жизни Да Есть вещи Которые там Не знаю Хлопья Которые мы видим Кофе Мне вот очень хочется Этот мод попробовать С настоящим кофе Капучино Или еще чем-то Потому что то что он Делает в кофемашине Оно на настоящий кофе Не похоже А есть мод Который добавляет Реальную готовку Вот реальную еду С кофе Я бы вот Хотел бы наверное Сюда это дело воткнуть Чтобы пища Выглядела натурально Кажется тот Кто играет за меня Не скачал мода Прикольный Мод на реалистичные роды Ну Мы же не ходим На эти роды Мы просто видим Как люди рожают И на этом все У меня Мужик-то один живет И естественно Мне нравится Мод на алкоголь А я видел его Да кстати Там добавляется Опьянение Сима То есть он начинает Ну омлет Прикольно Но это все хрень полная Потому что Блин Нихуя у меня комфорка Газ прям Смотри какой прикольный От Сомика и Северинки Вроде норм еда Ну да Есть чуваки Которые рисуют эти моды Я уже видел там Парочку этих Знаковых Да так скажем Культовых модов Которые нарисовали Разработчики Летюша спит на снегу Пизда ей Через недельку Через две По всей видимости По ей лечиться Курица здесь бегает Курам дам имена Возможно это будет Кто-то из вас Позвать коричневую курицу Ну вот я знаешь Вот это будут Какие-то отдельные То есть у меня будет Сколько-то Шесть там кур Один петух И это стопудово будете Кто-то Кто-то из вас будет Я не знаю Что это будет За конкурс На имя курицы Но Очевидно Очевидно Где будка для собаки Летя не Как это называется Летя не Она и у нас В доме живет Это не Уличная собака Летя не уличная собака Ее надо вообще Наругать на то Что она на улице спит Эта порода Не уличная Они не живут В будках Те кто держат Их в вольерах Или в плохих Неотапливаемых Помещениях Они просто Не уважают Эту породу У них нет подшерстка Это А спит на снегу Ну потому что Игра ебнутая Она вообще Видимо не знает Что такое Веймаранер У игры просто проблемы А не у меня Она у нас в жизни Не это Как это называется Не На улице На улице Она исключительно Когда На улице Она исключительно Когда просто гуляет Или делает какие-то вещи Надо каким-то образом Сделать так Чтобы она на улице Просто не спала Спала вот здесь Вот на диване Например Да вот на этом Хорошее место У нее Своя лежанка здесь есть Рядом с батареей Я сделал вид Что это батарея Хотя я знаю Что есть мод на батарее Я знаю Что есть мод Вот она нормально спит Есть мод Который добавляет Я сплю А еще есть Я хотел тоже убрать это Я хотел убрать Модом Вот этот вот З Который над персонажем Я хочу просто Чтобы он спал Без вот этих Непонятных знаков З Я не тупой Я понимаю Что они спят Этим модом Тоже это убрать можно Короче все это На реализм Мода на реализм Прикольно Раз уж мы играем Почему бы Не немножко Видоизменить игру Сделать ее Более понятной Для нас И немножко Не знаю Внедриться в код игры Чтобы не играть В базовый Sims Потому что как будто Уже что-то хочется изменить Вот G-Shade подъехал Прикольный Гиберболизировать Какие-то истории Не хочется Он такой вроде Сейчас приятный Внешний вид Вроде можно будет Поменять немножко Еще по теням И сделать меньше Насыщенности В некоторых цветах А так мне очень нравится Потому что Вот этому Этой корзинке С подушечками И вот этому Я всему этому верю Летя уже побежала Гулять По всей видимости Я все еще сплю А Летя уже пошла Пробежаться А, она вон Воду из туалета пьют Сучка такая Я себя ругал Какая ты падла Все-таки Ну это Веймаранер Ладно Хэд Можно без мода Но это постоянно Вводить надо Подожди Вот этот кот Ты говоришь, да? Вот Типа его надо ввести Блять Что произошло Подожди Синематик Офф Хедлайн эффект Офф Но у меня Ничего не работает Вот он все равно З У него По поводу Но я не буду Каждый раз же Вводить кот А модом Ты просто Добавлением Папки В папку Файла Убираешь Это все Сразу Нет мода Приема таблеток Для собак Прием таблеток Для собак Да и не надо это Здесь можно В ветеринарку съездить Там ее вылечить Там конечно Немножко не оригинально Это все дело выглядит Потому что Когда ездишь В ветеринарку В Sims Все это выглядит Очень комично Но в общем целом Этого достаточно Люблю в Sims Придумывать сюжеты И с помощью модов Реализовывать Но у меня сюжет простой Я не отыгрываю Какую-то непонятную роль Или непонятную семью Потому что я один Сам по себе Занимаюсь этими Лакомство для собак Лечит Ну да Так Все Мы здесь навсегда Останемся В итоге выйти из игры Я не буду сохранять прогресс Надо его оставить Таким какой он есть Был точнее Познакомились с домиком Вот примерно Такая история будет На ближайшее время А потом в зимний дом поедем И я в зимнем домике Хочу сделать гостевой Рядом с зимним домиком На моей большой этой поляне В горах Я хочу построить Гостевой домик Но это будет просто Из разряда Знаешь там Час-полтора Максимум я этому уделю Сделаем гостевой домик В котором будет Все необходимое Для просто Время препровождения Какого-то конкретного Сима Приехал в гости Вот ты можешь там остаться Да Полетели спать Спасибо что были со мной Сразу давайте Нет Потому что я разглагусь Можем Мы с вами общаться Можем в приятной компании Очень долгое время Я съем Я съем лакомку В три нахуй ночи Но уже какая разница Кто меня осудит Никто этого даже Не видел Да Я съем лакомку Спасибо что пришли Я супер круто провел время Не играя Ни в какие игры Геншин не в счет А просто немножко С вами Поэта Поднатыков Спасибо Спасибо за все Вот это Это Вот это Вот это Спасибо огромное За такое Оказанное внимание Когда вы Не просто что-то Да А внимание к мелочам Потому что люди которые Давно меня смотрят Где-то что-то слышали У которых очень Ну Давно тянется история С канала Я очень часто говорил И про додж говорил По Гарри Поттеру Это вообще отдельная история Уже реально какая-то Коллекция Вот человек сказал Это вроде в коллекцию Здесь уже реально Какой-то архив Из вещей Из каких-то Пасхалок Камео Каких-то штук Которые даже Мне кажется В магазинах Не продаются А здесь есть Спасибо за стрим Вам спасибо Код Я думал На то что И на то И на то Не вводила давно Я не знаю У меня он не сработал Но С кодом Каждый раз Вводить какие-то Конкретные коды Не Не прикольно Проще модом Выключить Чтобы это Один раз поставил И работает Машинка просто Вела выше Машинка Да Ну потому что Потому что Это Dodge Charger 70-го года Потому что я про него Многое знаю Ну типа Капот открывается У него с кнопки Ты можешь вот здесь Вот открыть Закрыть И здесь есть Специальная кнопка Как вот этот Затворчик Типа хоп И он открывает капот Ты можешь под него залезть Не то чтобы я не наигрался В машинке Я в них никогда И не играл Я не был там Ребенком Который играет в машинке Мне в детстве Дарили конструктор Лего Бионикл И это было На ближайшие Там 5-6 лет Просто спасением Для родителей И для всех Кто спрашивает Что Грише подарить Бионикла Ему купите И когда мне купили Мне все время Покупали Биониклов Вон они лежат на полке Я их не продам Не выкину Ничего Потому что я знаю Про них историю Когда-нибудь Расскажу еще раз Да Моды ломают игру Все сложно Ну тут смотря Какие моды Я же не буду Обвешиваться Обмазываться Этими модами Главное взять Все необходимые Знаешь Которые работают И которые делают То что ты Мне не нужно Все на свете Переделывать Перекраивать Игру нет смысла А вот какие-то мелочи Поцелуи Более Разнообразные История с Убиранием Над головой Всяких модлетов Потому что они Мне надоели И с обводкой Вокруг Разных объектов Убрать это все И Вполне себе Не сломают Если скачивать Их С проверенных Источников И так же Соответствовали Версию игры Но у меня Видишь какая проблема С версией игры У меня Sims официальный И все моды Которые К сожалению Вынуждены Сами обновляться То есть Проблема только в том Что я наиграю На оригинальном Sims Который в Стиме Постоянно обновляется Увы Не встречался Не встречался Ты с Металлическими Советскими Конструктором Для детей Как ты не встречался У меня были Мы еще собирались С мужичком Вот с этими Гаечными ключами Но мне это тогда Показалось Супер скучным Потому что Я уже рос Среди Лего То есть Мое детство Было не то Чтобы в Советском Союзе Потому что Советский Союз Подразвалился Как раз Когда я Родился на свет Это не моя вина В том что У меня там нет Советского Какого-то Непонятного Конструктора Или советских Историй Я не слушаю Пластинки Потому что Это не было Какой-то Основополагающей В моем детстве Я уже Когда Более осознанный Был Я видел КПК Это Карманный Персональный Компьютер Я больше Быстрее Пристрастился Именно к компам Потому что Ну короче Я Бежал Наверное От каких-то Непонятных Кнопочных Телефонов Сабдеповских Каких-то Историй Совковых Я пытался Быстрее Быстрее К технологиям К технологиям Давайте Че там Пентаки Какие-то Ну Стремление Ребенка К компьютерным Или там Консольным Играм Меня тоже Рано Познакомили У меня Не было Геймбоя Не было Сеги И не было Каких-то Непонятных Денди И клевых Приставок У меня Была Супер Нинтендо Это была Раритетная История А потом Появилась Sony Playstation 1 И это было Вообще Это был Какой-то Отвал Башки Для всех Моих Одноклассников Комп у меня Появился Супер Поздно Но я Очень быстро Наверстал Все что Делали И знали Одноклассники Когда он Появился Все Началась Какая-то Просто Жесткая Возня С этим Компом Я естественно Ни один Ни одну Систему Сломал Испортил Удалив Какие-то Системные Файлы Короче Изничтожил Но я просто Стремился Быстрее К изучению Вот этих Современностей Всех Современных Технологий Чему Кстати Несказанно Рад Потому что Мое стремление В итоге Привело меня К моей работе К моему Обучению Я один Из немногих Людей Кто Отучился И работает До сих пор По специальности Работает На того На кого Учился Хотя Шел Не прям Совсем Осознанность Я понимал Что это Сложный факультет Я понимал Что он Связан С компами Но я не знал Что это Поведет меня К работе В этой Нише В этой Отрасли Можно было Кем угодно Устроиться У меня ребята Странным образом Устраивались На странные Должности При этом Учась Продолжая В другом Вообще Это Диаметрально Разные вещи Были И я у них Спрашивал Вы же можете Практику получать Уже по образованию На что мне Очень Разные Аргументы Сыпали Но у меня В голове Было Немножко Не так Мне казалось Что нет смысла Учиться На то На ту профессию Кем ты не будешь Тебе не интересно Ты сто процентов Заниматься этим Не станешь Зачем тогда Учиться Я эти вопросы Я рано задавал Эти вопросы Поэтому у меня были Проблемы С поступлением Потому что Меня очень Сильно доканывала Мама И спрашивала Ты документы подал Я говорю Нет Я еще выбираю И она Ну что называется Трахала мне голову С моментом Ты документы Ты документы подал Я был одним Из самых последних Чуваков Из своего класса Выпускного Кто куда-то Подал документы И принял решение Поступать именно здесь Я был чуть ли не Самым последним Чуваком Которого записали В группу Я попал Вот Я попал К самому Куда есть место Вот пихайте его туда Потому что я принес документы В самый последний момент Можно сказать Когда уже Все все Уже знают Где они будут учиться Были даже на линейке На открытых дверях Уже познакомились Со всеми В каких-то группах Вконтакте Или там В мессенджерах А я только Даже не знаю Что вообще Кто куда Куда Что мне делать Что у меня за группа Какое расписание Мне было супер сложно В начале Но компьютеры Да Привели меня к тому Чем я и сейчас занимаюсь Стриминг Это вообще отдельная история Она тоже связана с компами А если бы я этого всего Чурался Ох не знаю бы Что со мной бы произошло Бухгалтером бы был А нет Не был Я не люблю считать Время Охренеть Три ночи Гриша По возможности Напишу тебе на днях Если не против Давай гелочка Конечно Чем я всех Чмок-пупок А то снова Подъем ближе к обеду Время идет Приоритеты меняются И взгляды на жизнь тоже Приоритеты не меняются У меня с компьютерами Жизнь Связалась плотненько Поэтому я не знаю Не раньше чем Наверное до 40 лет Я все равно буду сидеть Вот с этой вот Сей движухой Дальше возможно Что-то произойдет Но я буду стараться Наверное познакомить детей Потому что я не Переживаю на тему того Что они там Стремятся к телефонам Потому что Что бы ты им не предлагал Им интересен Им интересен Твой гаджет Наверное Потому что они часто Тебя с ним видят Вот так вот они смотрят Ты с телефоном Они такие Ха У него эта хрень Всегда в руке Он ее всегда контролирует По всей видимости Это что-то супер крутое Потому что Вот эти там С их игрушками Я не играю Столько Сколько прохожу Провожу времени В телефоне Ребенок делает вывод Что родитель Играет с этой коробочкой Достаточно часто И он действительно Стремится быстрее Быстрее Познать Что это за штука Такая у тебя в руке Для того чтобы Ну как будто бы Познать твой мир Как вот ты его видишь Потому что у тебя Интересная какая-то хрень Ты с ней много времени проводишь Вот если бы ты так же Проводил время Например с их игрушками Постоянно таскался бы С какой-нибудь курицей в руке Они бы у тебя эту курицу Все время отнимали А телефон Интересная штука И почему-то родители Вот так вот Они на тебя смотрят На маму смотрят У нее такая коробочка Прямоугольная Светящаяся в руке У тебя Они ассоциативно понимают Родителям А вы для них боги Родителям с этой коробочкой Интересно Он часто с ней время проводит Что-то там копошится Она у него звенит Звонит Я не знаю Светится Все очень даже прикольно Ярко, классно Они пытаются к нему Не потому что им нужны гаджеты Или еще что-то Они так не соображают У них ассоциация Именно с интересом Они смотрят Что ты много времени Там проводишь Всегда с ним И им надо узнать Что это за хрень Из тебя вышел бы Хороший педагог Если бы за это платили Конечно При том что У меня педагогик Это уже закрыто Я и курсы И все Уже у меня это был этот опыт И он будет в дальнейшем Просто Немножко в другой отрасли Но педагогикой я уже занимался Я и семинары проводил И людей натаскивал И был этот коучинг Блять Сраный Сука Чтоб я еще раз вписался В эту хрень Быть коучем И наставником За нихуя Например Да За нихуя Когда ты несколько часов Десятки часов Тратишь на то Чтобы у людей Людей профессиональным Каким-то азам научить Это супер сложно И когда я этим начал заниматься Вписался Я думал Это что-то мне даст Это там Возвысит меня В моей рабочей отрасли Нихуя тебе это не дает А люди Которым Ты уделял Много времени Они потом говорят Что это неинтересно Скучно И пошел ты нахуй И в итоге Из 20 человек На которых ты тратишь время Дай бог Один Продолжит Продолжит Обучение Сколько ты слышал Про этот Сколько ты слышал Про этот синий трактор Нисколько Мы не слушаем Синий трактор У нас из детских песен Есть только Из Ну вот Старые Очень супер старые То есть современные Включая синий трактор Мы не слушаем Синий трактор Едем по полям Мы им не ставим Мы ставим песни Которые сами Слушали в детстве И что-то из Такого Знаешь Я с ними часто Смотрю Простоквашино Старое Все три части Каникулы В Простоквашино Само Простоквашино Просто классика И Зима В Простоквашино Вот эти вот Три части Мы часто смотрим Они их Они залипают На них им нравится Какие-то современные Мультики Свистоперделки Когда там Как в казино Ты сидишь Никакого Лунтика Маши и Медведь Вот эта вот история Мы ее не смотрим Мы смотрим Старые вот эти вот Мультики С Винни-Пухом С Жил-был Пес Простоквашино И вот такие вот Истории Которые были Я не знаю Почему мы так делаем Ну и я Достаточно Мы с ними Часто смотрим Выживание мужичка Им нравится Они уже начинают На английском Я не знаю На каком они языке Разговаривают Но есть ощущение Что они знают Уже несколько Потому что Он недавно ездил На рыбалку Они такие сидели Смотрели Как он рыбу вытаскивает Из Аляскинского Какого-то озера В ледяном этом Он там прорубил Они такие смотрят Типа Что он делает Им прямо интересно Было Я увидел Интерес Детский Ну и мне и самому Было прикольно Классные Его эти поездки Но мы уже Походу Весь этот канал Пересмотрели Скоро заново начнем По второму разу Нового Лунтика И смотреть не надо Да мы никакого Не будем Ни старого Ни нового Этот материал Им не нужен Он ничего им не даст Я может быть Лишаю людей детства Как может быть Многим покажется Типа Это должно быть У них Это же мультики Ну хуй его знает Чуть подрастут И если им захочется Самостоятельно Это включить Пожалуйста Отвлекать их Лунтиком Я вот Серьезно Лучше покер Включить И взрослых людей Послушать Как они карты Разбрасывают И сидят Разгоняют За этот Ну вот Не нужны им Эти красочная Какая-то хрень Может быть Неправильно Я не знаю Я поступаю Интуитивно Смешалики топ Буду со своими Детьми смотреть Может быть Я не смотрел Никогда сам И я Соответственно Ни в своем детстве Ни в каком-то Другом возрасте Я знаю про них Я понимаю Что там ворона Заяц Какая-то сова И еще что-то Но я Даже примерно Не представляю В чем там Весь замес Мне нравится Вот Куда идем Мы с пятбочком Большой-большой Секрет И не расскажем Мы о нем О нет и нет И И сидишь Вот ты это слушаешь И как будто Это и в тебе отзывается И детям нормально И нет Этой непонятной Ахинеи На экране Которая в разные стороны Летит Очень красочно И очень Неясно Мы смешариков На философии Разбирали На философии Смешарики На философии По всей видимости Там что-то интересное Да есть Но это уже не для меня Я не смогу Познать этот материал Некоторые серии И взрослым Полезно Ну очевидно Наверное Какую-то идею Заложили Иди спать Пожалей себя Мы-то пишем Из другой вселенной Нам все равно На усталость Да Вы роботы Другая вселенная Смешарики Для взрослых Тоже подходят Там много Взрослых тем Я не представляю О чем вы говорите Я не могу Даже примерно Примерно Прикинуть Как может быть Смешарики Для взрослых Наверное Это Прикольно Просто в какой-то момент Это просто Мимо меня пролетело А сейчас Нагонять этот материал Найти взрослую серию Шмешариков Для меня не представляется Возможно Я не представляю Что они там могут Такого говорить Или какая там Может быть тема Чтобы взрослым Вынести какой-то урок Из этого На следующее колесо Пишем шмешариков Давайте Да Там почти каждая Шмешариков До сих пор смотрю Врубаю на фон И кайфую Охренеть Это что Еще и ты не одна Ведь так пишешь Много людей Что-то так делает Там тема Шмешариках Подымают Совсем не для детей У меня следующие рулетки Смешарики Ты многое упустил Не думаю Но может быть Вы правы Ну если же Вы не Это же не один человек Из чата Это человек шесть Как минимум Которые Топят за шмешариков И что они якобы Что-то Крутое Там на 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 руливают Стрим по смешарикам У вас клуб романтики Выиграл Вы сейчас осознаете Что победило На сегодняшнем колесе Авторитета КР У вас выиграл КР Вы хотя бы просто Осознайте этот момент Так он в марте Какая разница Это блять Какая уже разница У вас победил КР На Бесплату У нас клуб романтики Всегда был платным ивентом За которым Интересно наблюдать А мне это интересно Играть Потому что Это всегда была Оплаченная история Мне было комфортно Я понимал Что я страдаю Не зря А сейчас Вы просто значит Подкопили бабла Десять тысяч Блять Хоть бы он Много авторитета У кого-то отнял Понимаешь Это ладно Было бы еще Он бы отнял Много авторитета У людей Я не знаю Полмиллиона бы Кто-то поставил Объединился бы Кто-то Полмиллиона На клуб романтики Там было Десять нахуй Тысяч На этой позиции Десять тысяч И он выиграл И ладно Хоть пси выиграла Не какая-то залупа Непонятная А пси Это хоть История На слуху У людей Говорят Что она хорошая Так хотелось Морок глянуть Не хочу бояться Скримеров Одна Какие там скримеры Боже Перестань А ну вообще-то Вот у Саги о грозах Было неприятненько Пару моментов Очень Стремно Нарисовали За лям Его бы заказали В реале За лям Пси Никто не предлагал Такие деньги Мы не разговаривали На эту тему Ни с кем Люди Которые Заказывали Другие проекты На прохождение Они не слушают меня В плане того Что Заказов на игры нет Они просто спрашивают Сколько нужно денег Чтобы это появилось Это было Когда был Первый заказ Второй и третий Когда я отказывался От всего на свете У меня спрашивают Сколько надо Я говорю Я не знаю Мне дали определенную сумму И сказали Хватит Я говорю Да Да И вот У вас есть то Что есть За лям Можно и с мишариком Глянуть Блядь Ха-ха-ха Конечно же За лям Кстати не видел А в ВК Никто не писал Властелин колец Властелин колец Был в топ 10 По колесам Где-то 1100 На Властелин колец Запульнули Около 200 тысяч Было на Сумерках Волкин Дэдди Дэд Лайт На Кукинг стриме Было около 95 тысяч Там были хорошие позиции Пиздали В топ 10 Топ 10 Мне вся нравилась Мне все нравилось Из топ 10 А в итоге Выиграла игра С 10 тысячами Это вообще Это просто Нижайшие низы Увы Увы Гриша Если человек Не называет сумму То он хочет все Да Это старинная Еврейская поговорка Она и обо мне Я человек Я же предприниматель Вы же должны понимать Что я Если не ко всему То ко многим вещам Подхожу Очень с Тонкой Так скажем Тонкой Прагматичной На дистанции Выигрышной стратегии Потому что Вне выигрышной стратегии Я очень давно не участвую Рентабельность Она Даже если не в деньгах Она все равно должна быть Это правильный Правильный баланс сил Поэтому мы запускаем Разные проекты Смотрим разные Чтобы не застаиваться Чтобы кровь циркулировала Чтобы нам было интересно Чтобы постоянно Постоянно Была эта Движуха И знакомство С разными проектами С разными играми Потому что я Иногда вместе с вами Что-то новое Для себя подчерпываю И понимаю Блять Ничего себе Silent Hill Какой хороший Для меня это Первое знакомство Со вселенной И оно Действительно хорошее Это прям Не знаю Попадание в меня Что ли Я таких игр Давно Не играл Именно леденящих Ты ж полусемит Армяне ведь семиты Ты очень далеко От той Как это называется Я не виду Я не думаю Что есть какие-то конкретные Как и полноценный телец Это Этого нельзя сказать Про личность Тем более обо мне Вы про мои отношения Финансовые и Рабочие Как я веду дела Вы не знаете Поэтому отношение К деньгам У меня особое Вы про это Не можете знать Поэтому называть меня Полусемитом Отталкиваясь Исключительно Из моей Как это называется Моей расы Или допустим Национальности Нет смысла Это шутка была Ну тогда Ну тогда ладно Ну тогда ладно Нет Отношение к деньгам Даже дело не в деньгах Я говорю Рентабельность Даже не в отношении Победы В качестве денег На дистанции Это должна быть Выигрышная стратегия Я готов Страдать Терпеть И прикалываться Если на дистанции Это будет Выигрышная история Я знал Что рано или поздно Бранте Господин Бранте Многим понравится И это будет Та история Про которой Мы будем Разговаривать Ее будем обсуждать Будем сопереживать Будем хотеть Ее в пятый В десятый В двадцатый раз Когда это Станет мемом Да Когда мы Перестанем шутить Надо блять Непонятным Хузгоу Зайчиком Или еще чем-то Когда мы будем Говорить предметно Про каждого персонажа Почему дед Почему надо пнуть деда Эти вещи На дистанции Сработали А ведь Первый господин Первый господин Бранте Был записан Эй Когда И только сейчас Это начинает Хоть как-то Обрастать Какой-то историей Время прошло На дистанции Дистанция Тельцы в постели Молодцы Все правильно Пошли спать Ладно Пальцы в постели Вот Видели Зела все Испортила В постели Молодцы Много ли вы знаете Про телецом В постели Не в постели Вообще В три часа ночи Какую-то музыку Можешь послушать В три часа ночи Я знаю Что вы хотите От меня Я чувствую Да Вот оно Пошло Четыре часа ночи Выбирай 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 У них перед вами Субтитры делал DimaTorzok